В общем, когда вот начнём с вами, вы не забудьте только вот с места в карьере, прям нормально, вот начните, вот Чтобы сразу люди такие, типа, которые смотрят Ну чуёп-то, да-да Пожалуйста, второй раз шутка повторена, она не смешная Второй раз шутку не сработает, я как раз хотел сказать о том, что как бы нам вот уже написали Пора вести список шуток и знаешь, обладите крестиком и типа уходите Да Вы продаёте списки, да Эта шутка уже вот Макс, вот, ну вот, всё, да, хорош Я могу сказать, что, кстати, мне из мемосов, из последних понравился, знаете, какой, короче, не про рыбов, вот А про, да, вот этого типа богатыря, который говорит, а это ты хорошо придумал, у тебя даже сначала не пьют, а не шёлку Честно сказать, я всегда думаю о том, что эти мемы придумают зумеры, для которых вот эти фильмы про богатырей, там вот эта вот вся хуйня Они у них была в детстве, а во сколько я смотрел это говно в сознательном возрасте, я уже тогда знал, что это говно И оно у меня ничем не запомнилось И когда я увидел впервые этот мем, я подумал о том, что, а это кто вообще такой А чё в смысле, да Я понял, что это какой-то богатырь, короче, из какого-то из вот мультфильмов про богатырей Вот, но в любом случае мне очень понравился мем, потому что он какой-то такой немножко добрый Но коннотация, которая, как бы, у него есть, особенно вот та история с зачёткой, с преподом Я прямо хохотал просто, насколько это было нас hate Хорошо придумал, я прям даже сразу не помню Да, 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 да пошел нахуй и микрофон выключи смотри не выключил нет не выключено ну что максим здравствуй здравствуй как свои дела нормально твои ничего так пойдет нормально да тебя почему ты видно балконную дверь но ничего страшного раньше не было видно кстати вот молодчим это моя еще 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 что там еще что еще 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 нет еще там будет окно видно погодить меня не вот так минус 11 battle royale до в конце подказа будет у камеры только вариант сидеть я могу сразу сказать что у нас сегодня будет тяжелый долгий выпуск поскольку мы мы сейчас мы должны были выйти в эфир в 9 вечера и мы последние полтора часа писали шоу ноты для выпуска и за последнюю неделю которые мы не выходили произошло столько событий скажем так это событие не обязательно все самые важные не обязательно те события которых там типа стоило бы упомянуть подкасте проблема была в том что эти события которые хотелось поговорить нам самим и мы в час полтора часа пытались понять что отсюда можно удалить что отсюда можно добавить я могу вам так немножко спойлернуть у нас 20 25 сегодня тем 20 ебаных 5 я очень надеюсь на то что это не будет пятичасовой выпуск как прошлый раз поскольку мы опять после этого неделю не выйдем вот я буду целую неделю на монтировать всю эту историю но хочется обсудить да что располагировал довольно не думал сколько 33 на три ебаных дня я работал я предлагаю причем подкаст так и назвать суету навести охоту нет нет а ты хорошо придумал делать я даже сразу и не понял да знаете почему плохо называть подкасты мемы потому что признаешь что быстро протухают да 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 то есть как будет спустя там месяц уже никто не помнит а что ты говорит там после двух месяцев очень смешно когда мы читаем название наших же собственных выпусков спустя там типа год например и ты такой сидишь что мы были отчитывающий значит почему так называется да да и спор по названию мы не едем на и 3 но ведь мы не на него никогда и не ездили ха 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 никто не ехал в итоге не на и 3 не на gamescom потому что началась пандемия в это типа все смеялись же о том что как бы как бы вот каждый год ездим а тут теперь вот не ездим да и все такие говорили какой-то китайский вирус говно непонятно вообще как бы что за херня ну в общем я ну все же было нормально сегодня буквально слушал историю в которой люди разбирали действительно ли корона была придумана в китае ну то есть не может же быть чтобы все это просто взялой собак самообразовалась но я слушал подкаст которым они это обсуждали в контексте того что буду было пандемии испанки в 1910 что ли году или короче давно во время во времена первой мировой но и типа очень много параллелей очень много типа странностей скажем так в этой истории и сама по себе испанка она затихла что-то через три шили четыре года то есть знаешь такая и нету я ни на что не намекаю но что если что если точно так же как и чума в какой-то момент она тоже в итоге уйдет вот я кстати вспоминаю что в очередной раз когда читаю знаешь там типа старые всякие дневники и записи людей во времена екатерины во времена петра короче во времена там типа условного там александра и вот каждый раз читаешь когда вот эти все дневники очередная как эпидемия адская каждые сто лет один в один поведение у людей одинаково черни упиралась и умирала сотнями мы это уже но мы реально это уже нет я просто каждый раз как бы офигевают того что ну зачем ну почему ну как так получается но в любом случае короче я очень надеюсь что у нас все-таки как-то ситуация немножко образуется вот например сегодня была двоякая но немножко хорошая новость она была связана с тем что евросоюзе впервые все-таки примут возможность людям которые вакцинировали спутником в сан-марино но это европейская страна соответственно путешествовать по европе без ограничений спутником те кто вакцинировали в сан-марино и вот тут такой все все сразу такие типа ну все лед тронулся все теперь короче спутник признаю и ты такой типа говоришь да но его признают только в тех странах где евросоюз может проконтролировать как его там кололи что с ним делали какие документы выдавали мне кажется это начало положить и всех вот этих всех новостей о том что типа russians a buying vaccine понимаешь ли сертифики понимаешь как ну то есть у тебя типа да спутник хорошая вакцина но вакцинировались ли ей русские как как это по нему как подтвердить то уже там не реально но ты же не можешь подтвердить и во всех остальных странах ты что думаешь вот эти истории с отрицательными марина дожди ты думаешь и отрицатели коронавируса и существуют только в россии братан я тебя удивлю но это не так проблема не в этом проблема то что типа если в условном сан-марино типа найдут что там кто-то где-то объебал и в итоге не вакцинировался там натянут на у и носа и на глобусы вообще на все что угодно вообще в том весь персонал клиники там типа руководство города там руководство вообще всех ну потому что как бы так работает там законы европейского союза а в россии ты никого ничего не натянешь чуя-то при драсти приехали недавно была история с которой все бомбили когда бедная несчастная бабка в пошла в мфц и попросили типа одеть маску она сказала я не ношу маски потому что я антиваксер антипривычницы очень коронавируса не существует и и скрутили менты и тут же постоянно была история что типа блять пиздец менты бабок там уже мучают в фц там пиздец и руку сломали потом оказалось что это хуйня собачий никто ничего не ломал но вот на нее завели административку на нападение на полицейского и прочего братан это просто бабка которая не надела маску а ты представляешь что если на если найдутся какого-нибудь врача который там неправильно тебе вколол не знаю плацебо вместо спутника я думаю евросоюз не сможет проконтролировать процесс того как в россии что-то там решили вопрос ну нормально как ты знаешь отношение не очень доверительное между евросоюзом и российской федерации братан я я просто иногда поражаюсь твоей твоей реакции то есть смотри я тебе блять на пальцах объясняю где у тебя работает двоемыслие твое у тебя вот сейчас это выглядит следующим образом все что происходит в рашке говно нет почему все что происходит в европе заебись хотя если так посмотреть но вот отдаленно на эту историю до в рашке говно но и в европе тоже не все хорошо именно в плане вакцинации прочих остальных историй и ты помнишь эту историю про что делать если набирать в гугле флориды мэн помнишь когда там набираешь и там получается какой-то совершенно это омск житель омска тут же да житель омска тут произошла тоже самая история только с флориды мэнами флориды мэны оказываются не жаждет вакцинироваться братан понимаешь и его и во флориде там все очень плохо гораздо хуже чем во всем остальном сша понимаешь и там тоже сидят люди которые наверное вкалывают себя хуй пойми что понимаешь там водичку я не знаю там физраствор а потом получают сертификат поддельный естественно ты же тоже никак не проконтролируешь пацаны отвлекаясь от абсолютно тяжких мыслей там тут вы хорошо в комент пишет ну во время испанки люди хоть не путешествовали каждую неделю пять стран за один день братан была такая штука во время испанки называлась первая мировая война и они там 10 путешествовали на тогдашних танках и на лошадях путешествовал по европе из окопа в окоп на танке ехал из франции в бельгию куда-нибудь в германию это так работала в австралии но пацаны мы потихонечку набрали народ вот я предлагаю уже все-таки начинать очень прежде чем начнем да я зачитаю доната и мы начнем хорошо поехали добро занесном 111 рублей подкаст просто слышите нет доносим денежку красивые спасибо колбаса занесла вам 300 рублей 27 лет у монет с удовольствием смотрю ваш подкаст обожаю тему про жизненные моменты советы и т.д. может и я за голову возьмусь братан мы тут втроем за голову еще никак не взялись нас только тимурчик более-менее выплыл на поверхности там плавает буль-буль а мы как-то тоже не не очень в 30 с хером лет не выплыли пока еще ничего да скоро все будет в порядке не забывай о том что у нас наш подкаст это такая страна советов миниатюре мы даем советы а сами ими не следую почему вроде как потому что потому что так было принято всегда всю жизнь и так люди дают советы но сами не мы как раз говорим же типа на тему того что мы делали ну то есть там я делал вот это вот это братан не покупай камеру razor никогда в жизни когда поискал дима пошел купил камеру razor понимаешь вот ну я же я же тебе так я так и не понял зачем ты сделал хорошо другой пример пожалуйста тимурчик пожалуйста блять ну не сделай что-нибудь чтобы у тебя не тормозил макбук нет макбуки классные они замечательные ничего с ним не будет я лучше куплю подставку не будет охлаждать мой макбутик не помогло не помогло не помогло ни хера максимка не буду потому что количество раз да когда он проебался просто очень большой никогда в жизни не заливаете несколько макбук никогда этого я прям чувствую за этим стоит какая-то адская история кто-то про которую я почему-то не знаю ты забыл про нее я забыл прямо во время нашего буквально стрима когда я поставил короче я выключился и убежал его расхуярило там про я почему поставился таймер типа там через пару тройку минут типа подойти ну типа там через две или три минуты и вот я не я только буквально жопу прислонил короче как там нахуй бомбанула просто на всю кухню я просто я бы я просто напомню что крышечку сорвало да нет просто завтра кассу и сосит xbox и поэтому у димы с максимом xbox series x у меня сейчас как штатив для камеры если что тимур не будет стать тайна от нас он нам не говорит играет fire emblem тримхаусов каждый ебаный день там друг другу можете посмотреть на мой аккаунт в нинтендо короче видеть что нет да да про кусян за 420 рублей ей парни смотри вы 90 декады хочется вам занести и тут вы давлялка на ютубе рад онлайн и ей питер руби вот так мы закончили ту голосовалку если что в ней победил не победил питер 69 процентов набрал найс да найс то что начали поехали давайте добрый вечер дамы и господа начинаем завтра касс номер я забыл и забыл нажать 227 вот 227 выпуск а что если а что если он будет называться именно так что если он будет называться двести двадцать седьмым без названия или а что если просто завтра касс как-то немножко кринжовенько потому что нет хорошо давай другом давай другом смотри раньше была какая история у разных франшиз да финал фэнтези 1 финал фэнтези 2 3 4 5 10 15 а потом перезапуск за файнал фэнтези понял да или например я предполагаю что это возможно окей battlefield 1 battlefield 2 battlefield 19 42 battlefield потом просто battlefield 1 то есть как бы типа перезапуск понял да окей следующий момент бэтмен там не знаю один бэтмен 2 бэтмен возвращается просто бэтмен понял поэтому я тебе предлагаю 227 выпуск называем не 227 не как-нибудь по-другому а что если мы назовем его за завтра касс или просто завтра касс без бизнес неделя чем не получится то что люди запоминают примерно какой выпуск они послушали какой нет я кстати тебе напомню историю помнишь с тем когда apple короче взяла и выпилила короче они как сделали они запилили номера выпусков свой собственный подкаста приемник да и по сути инкорпорировали это в рсс и попросили типа пришли ко всем подкастерам и сказали слышите блять а ну ка убрали номера из тайтлов все сейчас же и короче идите кого там типа используйте теперь номера через рсс и все таки и все такие типа да ладно вы чё почему зачем короче apple сказал что если кто не сделает у вас там типа забаним нахуй вот и я сейчас не шучу ну то есть они не так грубо конечно говорили но они намекнули да имплейнг что мы сейчас вас забаним короче но подкастеры просто абсолютно все подкастеры просто бомбанули так что apple пришлось откатить назад свое вот это нововведение искали ладно хуй с вами делать как хотите и в итоге ряд изданий ряд подкастов которые как бы в свое время сказали типа что ладно окей давайте сделаем так они начали использовать нумерацию через вот эти самые номера выпуска а короче соответственно в тайтлах ничего не писать ну типа burd каст а новых макбуках вот а потом apple выкинула подлянку короче они чё сделали они начали как бы периодически в различных страничках подкастов просто рандомные выпуски тебе давать как бы ну типа самые интересные выпуске и там список выпусков вот и там burd каста макбуки burd каст тумта burd каст fordk из то троги просто ты можешь да нет а ты такой судишь так блять а я какой из них слушал а какой нет. А, в этом проблема. И по номерам ты можешь понять, а Apple как бы сначала всем как бы сказала, ну-ка нахуй все номера сделали, да, а потом сама же от этих номеров отказалась. А подкасты не отказались, понимаешь? И в итоге у тебя появилась куча подкастов, в которых в тайтлах написано примерно о чем они, а какая дата выхода и какой номер нету. И ты такой сидишь и думаешь, бля, я слушал это или не слушал? Хер знает, понимаешь? И как бы я считаю, что в итоге оставить номера в тайтле подкаста это было хорошее. Мне очень нравится вот всю эту информацию, которую я сейчас прослушал. А я напоминаю, что вы смотрите за строкаст 227, который ведут его три бессменных ведущих Дмитрий Замбак, это я, Тимур Сейфельмлоков это вот та мешанина из Пикселей, которую мы только что видели, потому что у него Core i9 опять перегрелся. И посередине у нас Максим Зарецкий. Максимка, привет. Да, который с виндового, отвратительного ноутбука Lenovo пока не фризит. Да. Бля, пацаны, я фризил, потому что у меня VPN охуевал, как бы, вот и все. Я сейчас его отключил, меня переподключило к вам, и по идее должно сейчас быть нормально. Будем надеяться, что все будет хорошо. Я к чему всю эту историю вел? Мы сегодня немножко нестандартный нас выпуск, мы сегодня попробуем новую рубрику, которая у нас сегодня будет. А второй момент, мы не отказываемся от наших старых и очень популярных рубрик, например, рубрика «Слухи недели». И в этой рубрике мы обычно говорим о том, что «Вот, там инсайдеры обосрались, я только что это сделал, ты не слушал». Подожди-ка, ты должен был сказать, что ты, типа, это говорил нам только что Тимур, я такой, да, это я, короче. И типа, а это вот с нами Максим из далекой Казани, и Максим такой, типа, да, это я, чтобы все люди, которые не смотрят видео-верши, а это примерно 95%. Он вообще, он вообще не слушает. Он не слушает. Мне кажется, у него перегревается мозг, как вот Core i9, знаешь, он, когда слишком много информации, он воспринимает только вот части. Мешанину из пикселей, это я был, если что. Надо, 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 надо термоподставку взять. А вот так, да, сегодня? А вот такое, да. Идите в жопу. Давай, переключай свою камеру. Нет, все, идите нахуй. Короче, специально для нашего третьего ведущего, пока он там не обиделся, мы представляемся все. Я ваш ведущий, Дмитрий Замбак. Сегодня со мной Тимур Сейферимлюков. Привет, Тимурчик. Это я. И из далекой Казани Максим Зарецкий, перед Максимкой. Привет. Вот, включай камеру. Не, не буду. Короче, слухи недели, наша традиционная рубрика слухи недели, и мы в этой рубрике постоянно говорим о том, что то инсайдер обосрется, то какой-то там на фучане очередной слух про GTA 6, который мы просто игнорируем и прочее, прочее. Но на этой неделе я могу сказать так, как ни странно, сегодня я буду хуесосить только одного человека, это будет Максим. Максим, ты почему сказал, что Джефф Граппу это unreliable человек, на которого нельзя положиться и который постоянно несет хуйню? Ну, потому что это ты говоришь. Нет, ну, я и тебе поддакивал. Поздно, поздно. Короче, у нас сегодня в слухах недели выясняется, оказывается, что Джефф Грапп был прав. Прикиньте. Джефф Грапп, знаешь, там, типа, это как палка, знаешь, которая, типа, там, раз в год да выстрелил. Если ты постоянно, как бы, смотришь слухи на фурчане и их транслируешь, то, типа, как бы, с большой долей вероятностью один из ста слухов все-таки окажется правдой. Ну, то есть ты хочешь сказать, что анонимусы на фурчане тоже правы про GTA 6? Ну, понимаешь, когда ты постоянно дроби улупишь в небо, рано или поздно ты пристрелишь птицу. Какую птицу в этот раз застрелял Джефф Грапп? Дело в том, что он написал, точнее, рассказал в своем подкасте о том, что, вы знаете, что-то я слышал такую историю, ну, я как бы слышал, ну, я не знаю, правдива она или нет, но, наверное, она правдива. Horizon Zero Dawn, которая вторая часть, которая Forbidden West, не выйдет в этом году. Да, перенесли ее на следующий год, на 2022. И Максим такой, аха-ха, там Грапп опять написал хуйню, ха-ха-ха. Так было, Максим, я помню. А на самом-то деле его информацию подтвердил не абы кто, а Джейсон Шрайер, который так и написал PlayStation Video Game Horizon Forbidden West отложено до 2022 года. Вот так. Что вы по этому поводу думаете? Да, только Sony пока официально ничего не переносила. Это первый момент. Я, кстати, почти не сомневаюсь, что она реально переедет. А во-вторых, когда мы говорим, что какой-то инсайдер подтвердил, этот же инсайдер, если что, нам рассказывал про Switch Pro. Как он, кстати, был? Ну, в следующем году будет показано, что-то. Главное верить. Вообще, любые хардварные новости абсолютно можно всегда со скепсисом воспринимать, потому что сейчас же Чипагедон, и, ну, мы все знаем отлично, что любые планы, которые связаны с электроникой, могут пойти по пизде просто вот-вот легко. Абсолютно. Что глава Intel сказал по поводу Чипагедона? Он сказал, что он еще несколько лет еще продержал. до пароля, то есть в 2000, там, типа, как бы, 22-м, все надеются, что он закончится, а он такой, не, насвешили. Короче, когда вы за 120 тысяч все, там, ну, окей, за 150 тысяч, короче, отказывались купить себе 30-90, потому что, ну, это что, пиздец, идиотизм. Начинаете копить. вы думали что playstation 5 вы купите через годик или полгодика да чё такие бабки платить на старте я чё дурак что ли и так каждое поколение каждое поколение просто а чё по поводу перенос фарбит новости думает мне кажется с фарбит инвестом другая история она связана даже не с тем что игру сделать не успевают может и успевают сделать но реалистично в какой релизный слот и впихнуть ну то есть потому что вот если ты подожди макс что значит в какой у тебя есть потому что сентябрь октябрь ноябрь и декабрь вот у тебя есть декабре декабре три по и никто не выпускает ноябрь занят колдой и battlefield'ом которые будут на playstation отлично продаваться вот и смысл тогда в сентябрь сентября они уже физически не успеют выйти потому что и маркетинг надо раскрутить и гораздо логичнее группе не кинуть на февраль где она прекрасно продастся и не будет мешать ни колде не battleфилду потому что консоли и так производит сток не надо роняя кал кстати говоря майкрософту тоже если уж на то пошло сейчас выпускать эксклюзивы ты выпускаешь один момент тот момент что вообще-то horizon for bidden west эта игра которая выйдет и на playstation 4 тоже поэтому не надо говорить о том что консоли там в край и прочее 100 миллионов шли сколько там сто двадцать миллион штук уже продали for bidden west а не продать playstation 4 дима а понимаешь у цели forbidden west а такая цель так ну чтобы заработать денег именно по этой причине и на playstation 4 и выпускают потому что какой-то момент они поняли что от по сути у тебя есть install база консоли там 10 миллионов штук на тот момент когда они делали for bidden west и приняли решение то что надо выпускать его на ps4 у них вообще не было понимания того какая будет install базу ps5 и они в этот момент единственное что могли точно себе отдавать отчет это понимание того чтобы вообще-то в чипогидон а вдруг мы вообще не сможем произвести ps5 много а вдруг мы их 3 миллиона произведем а вдруг 2 миллиона произведем если demon souls это было ну чистой воды такая типа затравка когда у тебя тут и просто вкладываешься в игру которая как бы купит типа очень мало людей как например в killzone помните shadow fall точно так же в него же вложились четко осознавая что его купит очень людей то же самое то есть как бы это игры которые были абсолютно нормальное понимание того что типа эта игра чистой воды вложение в маркетинговое вложение в продвижение консоли можно так сказать вот и как бы просто подумай сам то что у тебя в ноябре у конкурента должна выйти тоже как бы типу эксклюзивная игра классно какая-то как смысл хау ну хау я не по я не понимаю о чем ты говоришь давай давай более конкретно как бы ты хочешь пожалуйста я хочу халов нет но это же не игра конкурент аудитории у друга аудитория ну и что да и ну и как бы какая тебе нахуй разница что выходит hollow infinite ты понимаешь что переносом horizon forbidden west на следующий год мы как бы вступаем на ту опасную дорожку которую фанаты нинтендо такие уже ручки вот так вот типа потирают и говорят о том что она чё опять выйдет она когда зельда выйдет новое что ли ну то есть то есть фанаты нинки искренне считают что зельда выйдет 22 я думаю что зельда скорее всего выйдет надо до 23 она на 23 переедет о чем не двусмысленно кстати тот же шрайер говорил что nintendo is targeting 22 ты хочешь сказать что игра которая сделана на движке предыдущие игры в которой как бы много анимации много а сетов будет из-под использоваться мы мы сейчас ты просто уточнить мы сейчас просили все еще или про хорося просто как бы понимаешь вот приходит такие инзом некоторые там типа вы них или 5 грамм спидов вот и такие вот еще один спайдер еще один расчет и кланк давай сейчас еще блять нахуярит тебе там был санцировый драйв 2 давайте быстрее ну и почему как как insomni games не могут все остальные пойти и как бы точно так же за хуярить вот там например сейчас сакер панч такие идут и вот dlc для такой директор скат условный для госов сусимы делает чего мешает там условному например хорайзону по сути ну как бы взять и выпустить вторую часть который довольно таки похоже на первую часть что им мешает ее побыстрее я не знаю какие у них проблемы возможно что ну то есть я очень надеюсь что на момент записи подкаста никакой информации самой sony нет мы сейчас если что инсайдеров обсуждали поэтому слух неделя да но я могу сказать так я очень надеюсь на то что она выйдет все таки в этом году и то что это окажется идиотским слухом а про переноски и замечательный шрайер обосрется игра побосрется кстати говоря об опсерах помните такого инсайдера роберта сирана помните такой ой ой он тут витре заявил что помните я вам говорил что event playstation который должен был выйти в начале июля перенесли на конец июля а потом ясно что вы понимаете пандемии все меняется перенесли на 12 августа так вот 12 августа его не будет потому что его перенесли на сентябрь серьезно то есть как бы ивента sony который мы тоже ждем потому что про него говорил не только от роберт сиран но еще и многие другие люди он может и не произойти в августе а может произойти например сентябре или не произойти как знаешь пишут на реддите типа я оставлю бутылку пива на то что конференция sony пройдет как минимум в этом году безопасный вид инсайда да да я думаю что на самом деле она скорее всего может как раз таки пройти осенью вот вопрос только в том что они на ней покажут и помнишь была история по поводу того что на финансовом отчете рок-стара они сказали что до конца лета представить типа новую франшизу которая типа полностью новая франшиза одну типа при ней ничего не известно и поэтому многие сидят и думают что вроде как на конфе sony могут показать как раз таки новую франшизу от рок-стара что это за игра что это будет вообще такое никто не знает в курсе что может этот сто процентов не будет эйджент который мышь они очень долгое долгое время делали они обновили дорогую марку они забили на нее хуй ты понимаешь что это может быть все что угодно как бы то есть начиная от какой-нибудь очередной игры от рэнди питчфорда borderlands 5 нет нет это не borderlands потому что это новая франшиза это новый айпи это может быть магические магические трюки от рэнди вообще на самом деле многие пишут что это может быть вот это вот икс комообразная стратежка по marvel от фераксис может быть кстати да потому что про нее тоже слухи же ходили то есть это может быть новая игра от фераксиса это действительно может быть их ском подобная игра я кстати хорошо в чате спрашивает а ты уверен что от рок-стара не от take two поговаривают говорят вроде как что take two я думаю что я сомневаюсь что рок-стар как бы сейчас способен будет что-то делать то что они по сути держит сейчас маленькая инди команда из пяти человек держит целых две франшизы сразу да то есть три даже маленькая команда из пяти человек рок-стар не успевает тратить заработанные деньги простите пожалуйста мы пробовали все мы покупали машины яхты самолеты это не помогает спасите что у них восьмое здание покупаем что хранить бабло ниже 33 по сути даже четыре игры сейчас у них есть gta-5 у нее онлайн онлайн который как отдельная часть игры и соответственно gta-5 апдейт gta-5 для новых консолей для пока тоже будет плюс у них есть red dead redemption который они все еще поддержат red redemption онлайн ну вот и кроме всего прочего они еще ну как бы явно уже по всем слухам работают над gta-6 его то есть они но внутри ее все-таки делают и соответственно как бы получается что у них целая пачка игр на котором не работает и напоминаю вам что они как раз таки по всем слухам которые были инсайдом что они же даже пытались внутри себя переизобрести несколько игр в том числе пытались сделать булли 2 которые в итоге как бы превратилась то что ну типа они хотели ее сделать они два раза перезапускали два раза переделывали команды там типа разные вообще концепты и прочее в итоге дальше каких-то препродакшнов это в итоге не пошло потому что они заняты как раз таки вот всеми этими играми типа на тот момент gta-5 и red dead redemption 2 а сейчас как бы они соответственно заняты gta-6 red dead redemption 2 и gta-5 еще одновременно поэтому им немножко тяжело и скорее всего в ближайшее время я думаю что rockstar ничего нового не сделает если только если только они не решили возродить эксперименты как свое время было помните когда у них маленькие команды сидели и говорили давайте теннис блять ебанем за 1 что 1 игрой на движке rage на котором сделаны сейчас все gta был настольный теннис для playstation 3 ну да ну то есть как бы такие типа чуваки просто давайте теннис ебанила давай понимаешь как бы не теннис пинг-понг понимаешь если бы теннис там реально был пинг-понг причем я думаю что примерно похожая история вполне я я не удивлюсь на самом деле если все это будет интерпорировано в итоге в большие игры потому что любая как мне кажется механика которая не приходит такие типа давайте сделаем летающие мотоцикла где онлайн но мы же хотели отдельную игру это онлайн да 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 типа а давайте сделаем новую серию midnight там типа рейс миднайт клуб давайте сделаем гта онлайн смысле типа да у нас там персонажи да гта онлайн поэтому в гта онлайн даже персонажи из миднайт клуба перенесли понимаете ну то есть как бы настолько они там типа уже как бы ну погрязли есть есть красивое слово диму ты ты вот вот опять забываешь есть красивые слов для этого сегодня пучина метаверс ну типа да 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 теперь модно говорить метаверс да это правда вот слушайте но в любом случае так или иначе мы ждем новую франшизу от take two которая должна появиться до конца лета у нас остался месяц вот я как и макс тоже я ставлю на ту самую игру по слухам типа x-com подобную группа marvel я прям вот считаю что скорее всего а знаете что еще должно выйти до конца лета до конца лета должно выйти то самое приложение abundant она уже есть его можно скачать playstation story я его не нашел поиском знаешь как его можно найти заходишь в категорию бесплатно е да и там у тебя красивонько привлекающее внимание иконка геншин импакта такая знаешь висит прям вот потянулись ручки знаешь поставить ее на свою playstation и рядышком такая черная такая отвратительная грязная такая надпись abundant вот и сейчас туда заходишь и там типа выбираешь язык там есть русский язык кстати говоря не не врали по поводу того что там тебя не удивляет что у проблемы были с переводом что у игры которую делает маленькая 333 араба короче да что у нее блин переводы есть на все языки там еще то что она предзагрузку имеет что стоит денег что она апдейтится что она дается что у нее отдельное приложение что все это вообще не у одной инди игры вообще в принципе но вообще на самом деле если так подумать это ничем не отличается от фритуплейной параши которая может выходить там миллионами на playstation ну то есть как бы то что тебе пишут в твиттере и то что на самом деле есть сейчас в этом приложении это две большие разницы говорится так вот ты заходишь в игру выбираешь язык и дальше тебе на том языке на котором ты выбрал надпись приходите позже когда-нибудь что-нибудь здесь появится и сама эта студия blue box пишет своем твиттере про abandoned real-time experience так это теперь называется в игре abundance мы хотели создать новый игровой нарратив то как вы исследуете сражаетесь и продвигаетесь по игре все происходит по-разному и уникальное и благодаря real-time experience вы не только сможете увидеть высококачественную графику игры но и поймете как она ощущается ну конечно там же будет фидбэк надо а именно так спасибо большое большое зум что вылезла хуйня у меня посреди экрана очень блять обожаю компанию зум нравится что у нас классный стикер прямо сейчас в конце концов real-time experience это игровое приложение которое делает гораздо больше чем просто показывают вам видосики мы считаем что приложение real-time experience это фича нового поколения консолей которые появились благодаря быстрому ssd ведь раньше такое сделать было просто невозможно ssd позволяет нам мгновенно перемещаться из точки а в точку b и быстро загружать данные таким образом внутри игровой ролик виде трейлера имеет смысл и это хорошая функция которая совершенно не помешает обычному видео а весь контент из real-time experience можно будет также посмотреть онлайн на ютубе или на нашем веб-сайте в виде видеоролика в хорошем качестве но мы рекомендуем владельцам playstation 5 испытать весь этот опыт через приложение попытки вроде как 10 августа то есть то моменту когда вы услышите этот подкаст в записи уже все это должно димка вот приколись запускаешь ты abandoned вот этот real-time experience и тебе показывается просто типа лес такой и из этого из-за анрил энджин гаражи всенявина токовый да вот гаражи всенявина и лужи с ретрейтингом типа персонаж идет 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 и вот она короче идет идет такой типа достает пистолет и тут короче стоит персонаж и он просто тупо стоит ты такой думаешь бля чё он стоит такой берешь геймпад короче а он и все и хуя геймпад работает это такой у наебали нихуя себе ходить можно короче ты идешь такой у чувака типа есть один единственный пестик типа и все и ты идешь с этим пестиком короче понимаешь что у тебя пять патронов всего и ты такой думаешь бля чё за что за хуйня короче ходить ходить ходишь бесконечно ничего не можешь пока не понимаешь что типа в одном месте в лесу есть снег и ты такой идешь поэтому короче по снегу идешь-идешь-идешь и такой паш бля наконец хоть что-то изменилось в этой ебучей игре, короче. И вот ты подходишь к обрыву скалы. Максим сейчас заснет, смотри. И вот ты подходишь к обрыву скалы, короче, внизу долина, а в долине Shadow Moses. Почему не Silent Hill? И просто и конец такой. А почему не Silent Hill? А потому что Silent Hill во второй демке Абандант, которая чуть попозже выйдет. А, то есть ты спускаешься в Shadow Moses, а там туман. Да, да, да. И пирамиды головой на тебя выходят под мне. Бля, причем у него вместо ног эти шагающие, как у робота, бля, такие, как у курицы. Ноги. Бля, это охуенно. Что еще можно запихнуть? Давайте туда сирену запихнем из игры сирен. Да. А что еще? Колосса? А потом камера отдаляется. Выяснится, что ты играл все это время с Нейком, короче. Но потом камера отдаляется, 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 и типа установится двухмерная такая сцена. И тебе говорят Battle Royale, Super Smash, Konami Brothers. Да, и такой титр Siphon Filter 6. Да. Так у... Нет, так у этого же у Sony была All Stars Brawl, или как она там называлась, это... Siphon Brawl 2. Короче, что вы думаете про Аббан? Давайте подождем, да. 10 августа вроде как должно там что-то появиться. Сегодня уже третье. Мы когда пишем этот подкаст, третье. Через недельку буквально мы узнаем, что там будет. Это по слухам 10 августа. А там как оно пойдет? Ну, вы же понимаете, как бы, ну, пандемия, ничего нельзя... Вот, в общем, все слухи так у нас сегодня работают. И, возвращаясь к слухам, Джефф Граб тут заявил, что... О, боже. Компания Electronic Arts в просторечии ИА, ИА, ИА. ИА. Планируют выпустить новую Dragon Age в 2023 году. Маркетинговая кампания игр должна была начаться в 2022-м, начнется. И по информации Граба, следующая Dragon Age будет с упором на сюжет. Нахуеть. Блядь, это просто... Просто пиздец инсайдер. Следующая Dragon Age будет с упором на сюжет. А знаете, про что будет Новый год Уфор? Про мужика с топором. И там, наверное, будет фокус. Который застрял в лесу, а в лесу снег. А снег, потому что Рагнарог. А? 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 Get it? Самое охуенное, что с упором на сюжет про это говорили еще, по-моему, то ли Bloomberg, то ли сама ИА, что Dragon Age перезапустили не так давно, потому что ИА посмотрела на успех Fallen Order, посмотрела на провал Anthem и такая... Ладно, хорошо, пилим сингл, давайте, убирайте нахуй все онлайн-компоненты из игры. И поэтому Dragon Age просто сильно задержался. Вот смотрю, что Electronic Arts компания, которая ничему не учится абсолютно. Чё это? Чё это? Потому что в 2011-13 году, когда инсайдеры говорили о том, что рынок, консоль, мертв, всё, консоль, мертвые, мертвые, всё, теперь только на мобилах всё будут играть. Так думали все, не только я, а так-то... Ну, бля, чувак, тогда думали так, типа, только отдельные, конкретные, типа... Многие, ну, кто так думал, блядь? Знаешь, кто так думал? Кто? Я так думал. Фейсбук так думал, алё. Фейсбук так думал, потому что они видели статистику. Да, конечно, короче. Такие, типа, в Candy Crush Saga играют миллиарды людей. Давайте сделаем свой Candy Crush Saga. Да, короче, поэтому люди, конечно же, бросают консоли ради Candy Crush Saga. Да, ты так разве не делал? Вот. Нет. Никто так не делал. А вы что, забыли этот великий ход с консолей? Великий исход? Там же был в чём прикол? Я просто к тому, что компания Electronic Arts тогда пошла и сделала, помните, Mass Effect, короче. Не, Mass Effect не было. Dead Space был, короче. И Battlefield Bad Company были на мобилах. И они начали делать, короче... И Mass Effect тоже был, инфильтратор. А Mass Effect же тоже, да, инфильтратор был, короче. То есть они начали делать игры на мобилы. Я помню, только Deus Ex какой-то говёный. Чувак, сделали кучу игр на мобилы, в том числе я, как бы, прям много их сделал на тот момент, понимая, что, ну всё, консоли-то мертвые. И тут выходят консоли, и они внезапно не мертвы. И я такая, ууу, блядь, ну как же так-то... Типа, бля, надо что-то делать, короче. И вот теперь выходят новые консоли, короче, да. И, ну, как бы, все такие думают, ну всё, теперь только игры сервиса. Только игры сервиса. Всё. Посмотрите на Destiny, как у неё всё хорошо было. Хорошо, что, да? Вот. Ну, ты скоро, кстати, много народу играет, не надо вот так вот. Я всё понимаю, поэтому, как бы, я такая, говорит, ну всё, сингл мертв. Да, мертв, мертв, всё, нахуй сингл, да. Вот. И, ну, блядь, как бы, то есть, в итоге сингловые игры как жили хорошо, так и живут. Внезапно я понимаю, что, блин, чёрт, сингловые игры, оказывается, даже мы можем делать. Блин, чёрт, вот это да. Ну, ладно, хорошо, давайте сделаем сингловые игры. Давайте сделаем новый Dragon Age с упором на сюжет. Да, будет классно, да. И я просто думаю, до какого момента, как бы, всё-таки, я будет вот так вот наступать на грабли и делать хуйню всякую. Вот. Хотя, я вижу, что они лечатся потихонечку, потому что, например, когда они начинают Форезу давать бабла на то, чтобы он сделал условный тейксту, как бы, ну, классно же. Когда они начинают индюшатину, типа, всякого фе там выпускать, это тоже круто, на самом деле. Круто даже, что они пытаются экспериментировать. Помните вот этот шутан Plants vs. Zombies? Он же, кстати, довольно неплохо продаётся. Он в плюсе в этом месяце Garden Warfare. Да. Неплохо? Он реально неплохо продаётся. Неплохо? У него хорошие показатели, это правда. Я могу сказать так, раз уж мы начали про EA, и тебе хочется поговорить по EA, я вижу по тебе, по этой нездоровой активности, что тебе очень не нравится компания EA, и не нравится её решение, я, давайте закончим мы с рубрикой «Слухи недели», начнем рубрику «Новости», «Новости», скажем так. Кто обосрался? Кто обосрался на деле? И у меня к тебе вопрос сразу, Тимур. Смотрел ли ты «Канфу» и «Электроник Артс»? Ты знаешь, если честно, нет. Я вот этот момент был в Питере. Я был не до неё, я понимаю, да. Мне было не до неё, но я такой быстренько посмотрел, ага, трейлеры вышли, так, что там за трейлеры, вот это всё, так, хорошо, окей, пока-пока. Ты сломал мне весь нарративный экспириенс, скажем так, который я пытался сейчас выстроить, вот, чтобы пропушить свою точку зрения. Я хотел сказать не о том, что «Электроник Артс», да, может быть, когда-то у неё были проблемы и с мобильными играми, и с другими, но они справляются, потому что после вот этой «Канфы» и «Ей», я тебе могу сказать, что... Природа лечится. Чуваки, да. В «Баттлфилд» вернулся фан. Даже не так. Мне захотелось впервые за сколько, за две части или за три части «Батлы» купить её прям вот осенью на релизе. С «Баттлфилдом» самое смешное, оказалось то, что новый режим, о котором мы уже писали везде, вы уже про него тоже все знаете, как бы, если вдруг вы не читали, как бы, там сидели в танке и ждали завтра каста, когда он вам расскажет эту новость, то показали, что «Баттлфилд 2042» — это новая игра, которая выйдет вот сейчас, условно, осенью, в ней будет режим, который будет называться «Баттлфилд Портал». Что это такое? Это, по сути, песочница, в которой будет, возможно, собрать карты, команды и, типа, различные настройки из разных игр «Баттлфилд». То есть, как бы, в идеале, в идеале, у вас должно получиться так, что у вас будет карта из «Баттлфилд 3», на которой будут играть солдаты из Второй мировой войны против солдата современных, короче, которые, там, типа, ходят с гранатометами, а ты ходишь с ППШ против них, вот. И все это на карте из «Баттлфилд 3», вот. Ну, то есть, вроде как, типа, прикольно, классная, интересная очень история. Все настраивается там, причем настройка не только какими-то такими базовыми пресетами, но и доступна очень тонкая настройка логики игры, логики режимов для задротов, которые, там, захотят этим сильно заморочиться, вот. Я думаю, что, скорее всего, это будет выглядеть следующим образом. Наверняка будут приходить какие-то задроты, которые будут делать вот эту безумную логику, чтобы, например, создать карту, на которой будут ходить люди, точнее, будет один танк против 15 роботов-чинильщиков, вот. Так и будет, да. Да, и я будет такая, о, прикольно, добавим их, короче, вот этого, фичера, вот. И, по сути, я буду собирать из комьюнити по какие-то прикольные, интересные карты, кто до чего там допер. Это логика, на самом деле, вот эта продуктовая. Она идет, в первую очередь, во-первых, из роблокса, а во-вторых, она идет из GTA Online, потому что GTA Online различные, совершенно просто ебейшие по своей тупизне режимы сделало огромное количество народу. Причем там есть такие крутые комьюнити-карты, например, я помню в свое время, мы безумно перлись от карты, где, короче, в центре города висела в GTA, огромная платформа, и на которой одна команда появляется, это просто персонажи, у которых, по сути, на небольшой платформе, ну, то есть, эта платформа длинная, но маленькая, не широкая, то есть, с нее свалиться вниз и умереть, как бы, очень легко, а ты бегаешь человечком, и у тебя есть единственное оружие, это Rocket Launcher с бесконечным боезапасом, то есть, ты можешь себе под ноги выстрелить и сдохнуть, и упасть, и сдохнуть, а с двух разных сторон находятся два трамплина, и чуваки прыгают на бронированных машинах и пытаются вас сбить с этой платформы, подпрыгнуть таким образом, чтобы вас сбить, а твоя задача в воздухе попасть в него ракетой, блять, мы там играли, наверное, раз сто, это просто был охренительный режим, и вот, его очень много раз добавили фичеры, то есть, соответственно, в него мог поиграть кто угодно, и он был виден всем, так вот, я думаю, что он, кстати, начался, по-моему, Rocket Launcher с RPG versus Instructions или как-то так, короче, прикол в том, что в Battlefield хотят сделать то же самое. Да, причем там история в том, что в этом режиме Portal появится специальный редактор Rules Editor и скриптовый язык, который позволит тебе создавать полноценные модификации игры, и, в общем-то, с помощью такого скриптового языка, который, в принципе, где-то там на скриншоте засветился, он очень похож, знаешь, на что? На, вот, ты когда ищешь курсы, там, там, типа, программирование, для ребенка. Нет, он скорее похож на блюпринты Unreal Engine. Ну да, но немножко попроще, я бы сказал, еще в разы проще. Вот, и ты берешь такой, типа, вот, если вот эта курочка переходит дорогу вот тут, то, и такой, тянешь такой, типа, стрелочку, типа, должно произойти вот это, выпадающая менюшенька, взрыв. Так, половина игровых движков работает, Дима описывает блюпринты сейчас. Ну, просто это очень забавно выглядит на самом деле, и мне кажется, это подстегнет какое-то количество модификаций. Там же история была в том, что никто не знает в Battlefield, про что будет режим, вот, третий, я забыл, как он называется, Hazard, по-моему, или как-то так называется режим. Якобы говорят, что это будет коп против врагов. Уже сказали, что это не батл-рояль, но, но, вы можете сделать свой батл-рояль в редакторе. Пожалуйста. Самое прикольное, что с Порталом надо понимать, зачем его вообще делают, ну, это, кстати, очень крутая история, то, что там еще и разные эпохи, ну, то есть, наконец-то вы сможете экранизировать свой кинцов про попаданцев. Так вот, смотрите, с Порталом классно то, что фактически для ей это важный инструментарий, чтобы собирать дату и вовремя перехватывать такие явления, как появление каких-то новых игр. Потому что мы немного про это, ну, не очень любим говорить, но вообще батл-рояль как жанр появился как мод. Братан, ты помнишь такую игру, как Дота? Она же появилась как... Дота, вообще-то это мод к Варкрафту. Популярная карта, да, в общем-то была. И, собственно, если не хлопать ушами и как-то вовремя это перехватывать, то почему бы и нет? Портал, это опять же очень хороший для этого Наверняка будут какие-то серьезные ограничения. Ну, то есть, вряд ли они позволят там пиздец модификации наворачивать. Наверняка Портал, в первую очередь, хорош для того, чтобы они могли на базе фидбэка комьюнити добавлять туда карты, которые все очень хотят. Хотя говорят, но мы очень ровно с Кортом иен из Бутлфилд там типа один, короче, они такие, блядь, да пожалуйста, короче, что Бутлфилда первого там пока нету. Ну вот я говорю, они как раз будут добавлять потихонечку, они добавляют такой bare bones минимал своеобразный, а потом туда скажут типа, а мы добавили оружие с первой мировой, а мы там вот это сделали, а мы там лепите все, что хотите. И там главный вопрос, который спросили, а как вы будете следить за балансом? Они такие, Игроки сами будут следить за балансом? Тихуй с ним! Нет, на самом деле это то, о чем говорил Димка, в Батлу возвращают фан, потому что Батла это фан, это не киберкотлетная дисциплина, это игра, где вы все загрузились в самолеты и пошли топить этих пидорасов на вышке снайперов, которые засели. Пошли такие всем складом, да, а напротив вас 18 снайперов. Да, 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 А если я буду быстро бегать, никто меня не подстрелит. И фан такой заканчивается очень быстро, и ты такой, да пошло, ну в хуй. Чувак, да нормально все. Ладно, окей, второй прецедент по поводу ей, да, ну. Про поводу Battlefield я хотел закончить последнюю. Дело в том, что самое было смешное, это то, что год назад про это был слух на Reddit и писали о том, что типа, а Battlefield это будет вообще-то игра в которой будут люди там встречи из разных эпох, из разных эпох можно будет столкнуть людей там из второй мировой типа с обычными людьми и там типа будет возможность с будущим сыграть и разное оружие, и разная техника. Вы представляете, там можно будет реально сыграть типа условно там типа этот тигр против короче современного Абрамса, а? И все говорят, да ты чё, мудак что ли? Никто ему не верил, короче, а реально так и оказалось. И там причём писал чувак, что это типа главная фича нового Battlefield, это его главная идея. То есть всё, что вы видите сейчас у Battlefield, когда маркетят типа что как бы всё остальное типа вот там что это типа дополнительная фича на самом деле изначально в игре это и есть её самая главная фича вот это Battlefield Portal. Вокруг неё вся игра и строится по факту. Слушайте, ну по поводу того, что EA справилась, я могу сказать ещё, конечно, то есть помимо там анонсированных игр на срать на них, то есть там всякие гриды и я не знаю, что там дёрты и покую. Самое главное, самое главное, слон в комнате, самый большой. Ей наконец-то взялась за голову и такая типа а чё от нас все просят всё это время? Новый Dead Space, что ли? Вы чё там сумасшедшие? В хоррор же никто не играет. Да. Они такие смотрят на продажи Outlast и такие а чё в смысле? А чё в смысле? Играете в хоррор? Вы дураки, что ли, да? Позвони в Sony, спроси, чё они там делают. Мы обанды надпили, мы это новый Silent Hill. В смысле? В смысле? В дураки, что ли? В смысле? Никто же не играет в хорроры, как бы все в мобилы, в Candy Crush так играют. Короче, выяснилось, они делают новый Dead Space. Я могу сказать так, я у меня прям во время этого тизера, который показывали, я прям вот испытывал ощущение сравнимое с тем, что как бы вот... Покалывал в некоторых регионах, да? Да, прям, прям стол шевелился, что называется. Я очень люблю Dead Space, мне нравится вся трилогия, и мне прям вот этот тизер прям такой, боже мой, спасибо большое. Но есть ложка дёгтя. Есть ложка дёгтя в этой бочке с мёдом. Вы понимаете, что то, что нам показали, это, несмотря на надпись внизу, что типа, это всё на движке? Ты такой, типа, да, я такие тизеры уже видел. Посмотрите, посмотрите на ингейм, типа, инэнджин футэдж трейлеры Battlefield 1 и Battlefield 5, а потом сравните с финальным результатом в игре. С гримплеем, да. И вот вы можете, типа, вот отсюда досюда пройти вот этот путь. Отмасштабировать, да. Да, отмасштабировать и в голове примерно представить, как всё-таки выглядит Dead Space в игре. Это первый момент, а второй момент, ты же понимаешь, что эта игра на очень ранней стадии разработки. То есть мы её увидим в лучшем случае через два года, а, наверное, через три. Через три-четыре. Знаешь почему? Потому что следующая новость на неделе сложна в подтверждении твоих слов. Ведь игру, ну, давай чуть-чуть подробнее расскажем, это будет ремейк, типа, как Final Fantasy 7 ремейк. Так. То есть они возьмут оригинальную игру за канву, но они не будут следовать ей буквы в букву, они это уже сказали. Ну, это, мне кажется, правильно, нет? Да, да, да. Но суть не в этом. Суть вся в том, что помимо того, что это ремейк, делает его студия Emotive, которая до этого делала всякие такие штуки типа Squadrons и прочего. И Emotive, это студия, которая сидит в Монреале и состоит из кучи бывших сотрудников Ubisoft. И вплоть до того, что её долгое время возглавлял Джейд Раймонд. И история заключается в том, что вот буквально на днях креативным директором разработки Dead Space. То есть они только сейчас креативного директора нашли. Это, в общем-то, главный парень на деревне стал Эрик Баптизат, который разработчик Вальхаллы, главный креативный директор серии Assassin's Creed был долгое время. Так. И что нам это должно сказать? Суть вся в том, что они только core команду набирают. Ну, то есть, я скажу так, это анонсированные намерения, это анонс намерений, знаешь? Намерения, да, намерения, что мы будем делать, сейчас мы наберём команду, она там что-нибудь сделает, в общем, ну, в общем, через три года приходите, это в лучшем случае. А потом мы её отложим ещё на год, чтобы допилить до конца. А помните такую игру Beyond Good and Evil 2? Чего, Вал? Да. Вот я тоже не помню. Хорошая была игра. Классная, я играл. А помнишь, я делал Мишель Ансель, а потом ушёл из индустрии? Мишель Ктасель? Да, да, да. Просто я к тому, что Final Fantasy 7 ремейк тоже довольно давно. Ты знаешь, Final Fantasy 7 ремейк шикарно было, мне позавчера алгоритмы Ютуба подсунули видео с реакцией геймтрейлерс на Е3, где, собственно, её показали в первый раз. Ну, та самая легендарная реакция, где Мору стулья переворачивает. Это где чувак встаёт на эту настойку? На стул, да. И так далее. И они такие, да, да, это охуенно. Вы же понимаете, что она выйдет в лучшем случае через 5 лет. Блядь, как ты знал, мразь, а? Она говорит, пусть вот через 5 лет. То есть не через 3 года, а через 5. Ну, да, с Dead Space'ом прямо так кажется. Ты знаешь, на самом деле, с одной стороны, это даже хорошо. То есть те люди, которые играли когда-то в Dead Space, они к этому времени поумирают от ковида все. А новое поколение, оставшееся в живых, оно это откроет как новую игру, да, оно просто не будет, помните, про Ставры. Вот и всё. Майкас хоу. Майкас хоу. Знаете, кто... Сделай нас целыми. Кто говорил о том, что надо сделать нас целыми? Ну, кто? Сексуальные хищники в компании Blizzard. Господи, просто подводочка от бога. Сделай нас целыми. Это интересный переход, братан. Я ничего не скажу. Короче, вообще... Подожди, на этой неделе, на этой неделе произошло сразу несколько сексуальных скандалов, но мы начнём, наверное, на самое главное, да? Ты что, это вопрос не то, что ты зашёл немножко со странной стороны о том, что типа там сексуальные скандалы и прочее. Вообще, в компании Blizzard и в компании Activision довольно давно назревали, так скажем, типа перемены. Так. Я думаю, что история, связанная с сексуальными скандалами, подача в суд и обезглавливание компании Blizzard, ну, по сути, типа студии Blizzard, довольно-таки хорошо связана с тем, что у компании Blizzard довольно давно были проблемы с компанией Activision, что у Activision были довольно справедливые претензии компании Blizzard о том, что, мол, а игры-то, блядь, где? Даже не так, где деньги, Зин. То есть, это прям классическая ситуация, где деньги, Зин, потому что Blizzard делала дохуя игр в основном в своей голове, и они не выходили, они прожирали бабки, и, в общем-то, у нас же, помните, была история, когда вышла Diablo 3, к ней вышел один аддон, еле-еле, и больше вышло нихуя, потому что Blizzard не смогла родить второе дополнение. Нам хорошо... Это было очень странно. Хорошо пишут в чате, что вон, Skull and Bones, Beyond Good and Evil, вы игры продаете, нет, только показываем. Вот примерно то же самое было у Blizzard. Да, да, и при этом разработка стоила дорого, культура Blizzard была достаточно дорогой, и сама студия, ну, жрала достаточно приличное количество бабок. Вернемся к обсуждению сексуального скандала. История в том, что в блоге Катаку вышла замечательная статья по поводу внутренней культуры, скажем так, Blizzard, и вышла она не на простом фоне, а вышла она на фоне судебных исков, которые подали в сторону компании Blizzard, о том, что внутри компании сложилась такая культура, я бы сказал, студенческого братства американского, то есть такого мужского братства, естественно. Мужланства. Мужланства, да. То есть сотрудники схватали за жопы и, в общем-то, ни во что не ставили и вообще сексуально их домогались по-всякому. Денюжков платили меньше, чем мужчинам на аналогичных должностях и на аналогичных позициях. И, соответственно, проблема была в том, что работать в принципе в Blizzard было тяжело, именно если ты женщина. Ну, если ты мужчина, то ты мог входить во всякие замечательные мини-кружки, скажем так, по интересам. Вот один из таких кружков, она, в общем-то, и рассказывает в статье Катаку, что у них была следующая история. В времена одной из Е3 компания сняла номер в отеле. И прикол был в том, что внутри номера этого лежал ковер. И ковер был совершенно адовейший, блядь, адской расцветки, просто вот вырвиглазный. Он еще был потрепанный такой, замученный, шестиной. И кто-то из сотрудников Blizzard пошутил о том, что этот ковер напоминает ему о свитерах Билла Косби. И если кто не знает, Билл Косби это такой американский актер, которого недавно обвинили в... Как недавно? Подожди, 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 подожди. Билл Косби, чтобы вы понимали, это такой типа семейный комик, который играет... Его называли американским дедушкой. Или американский дядюшкой, как-то так. Да, то есть в семейных сериалах играл такого дядюшку доброго, который все время отпускает такие смешные, добрые такие шутки. Но все время такой прикольный мужик, а потом выяснилось, что он насиловал кучу народу. Причем не просто насиловал, а подсыпал буквально и в баре, и в мертвых, и так далее. Снотворное, и ебал просто отключившуюся в жизнь. Ты в курсе, что его недавно тут оправдывали? Его пытаются отпустить сейчас. Его пытаются отпустить, да, потому что, как выяснилось, некоторые из обвинявших Билла Косби, они, в общем-то, не нашли доказательств. Нет, нет, мертвые, это если бы он был Эпштейном, да. Но история в следующем. Так вот, у него был, в его ситкомах, была такая, типа, история, когда он надевал разные свитера. Причем свитера были в вырвиглазных цветов, и если вы погуглите свитера Билла Косби, там, типа, подборки, знаешь, там, типа, на сайтах, там есть просто совершенно одовище. Так вот, в этом номере отеля, в который сняли Blizzard 1, 2, 3, там был ковер такого цвета, и кто-то пошутил, что, типа, блядь, это номер Билла Косби. Так это название и закрепилось. Так вот, прикол в том, что на основе этой комнаты одно из братств мужчин внутри Blizzard создало целый чат в Фейсбуке, они там постоянно тусили, говорили о том, что они Косби Сьют, типа, как это, номер, номер Билла Косби. И в какой-то момент они даже сфоткались с его портретом внутри этого номера, этого Билла Косби. Прикол в том, что в этот чат входили многие люди, ответственные за многие хорошие, скажем так, решения внутри самой Blizzard. То есть, например, там был главный геймдизайнер World of Warcraft. Там был, по-моему, Крис Мэтсон. Да, там был главный HR. Да. И, в общем-то, это не последние люди были в компании Blizzard. А внутри этого чата, судя по тем сообщениям, которые удалось раздобыть к атаку, творился полная анархия. То есть там, типа, я сегодня приведу горячих чик, мы будем их жахать прямо внутри нашего номера. Ей, пацаны, поставьте мне лайк. Ну, типа того. Вот. И, в общем-то, участники этого чата, они говорят о том, что да это все хуйня собачья. Ну, блядь, мало ли. Ну, то есть, в конце концов, если я возьму, приглашу Тимура и Максима в чат с названием, типа, три одиноких пидораса, это совершенно не означает, да. Мне нравится, что в комментариях пишут кружок по пусканию по нему интересов. Скорее, кружок по пусканию, если что-то пошло, внутри Blizzard был. Но, я бы сказал так, люди имеют право оправдываться, и, может быть, действительно этот чат и прочие истории ни к чему не привели, но там регулярно всплывает фамилия одного человека, как его зовут? Аликс Афросиаби. Это мужик, который делал World of Warcraft. И он прослыл таким, ну, даже не бабником, а таким бабником, типа, прям вот, знаешь, сексуальный хищник, типа, такой. То есть, приезжает сотрудница в углу и начать нашептывать ей, пойдем со мной в номер, детка, это вот про него. А ты представляешь, ты домогаешься, ты прижимаешь сотрудницу, такой, детка, пошли на Тренора, пошли, 28. Висп-статы, да-да-да, примерно так. Но прикол в том, что поскольку он был главным дизайнером, сейчас в World of Warcraft огромное количество отсылок к нему и к тому контенту, который он создал. После того, как все это скрылось, команда World of Warcraft по сути опустила руки, они не работали над игрой все это время, они такие, типа, пока мы как бы не разберемся, да, вот это тоже хорошая история, они действительно что-то делали все это время, да? Новый, новый Дренор перезапускали, классно было. Да, вообще отлично. Но, я могу сказать так, Боб Котик, это который глава активистской компании, да, глава всего этого. Который очень долго ждал, что в Близзарде все-таки что-то поменяется и игры все-таки начнут выпускаться. Что-то бомбанет, я бы сказал так. Он сначала выпустил заявление, что да, это все хуйня. То есть то, что в Калифорнии иск подали, это полное говно, это, блядь, мы, у нас все давно уже не так, это, блядь, они разбирают какое-то старье. Вот. Вышла эта статья к атаку, немножко бомбануло у всех, сотрудники Близзард вышли на забастовку возле главного офиса, и, в общем-то, вся эта история, наверное, бы заглохла бы, если бы в другой компании, в компании Ubisoft, не произошло примерно то же самое, ну, плюс-минус, с поправкой на то, что это Ubisoft, труба пониже, дым пожиже, в общем, вы поняли. И там и в ГИМО, и руководство, они якобы приняли меры по поводу вот этих вот плохих людей, которые портят нам рабочий коллектив, портят нам тут девок. Они сделали очень простую историю, они сказали, что, блядь, мы примем меры, у нас будет компания, в которой будет все заебись, все будут равны, все будут получать одинаково, все будет классно, никто сотрудниц в туалете прижимать не будет, а если будет, мы его тут же уволим. Но прикол в том, что это они так сказали, а на словах сделали совершенно по-другому. На словах, те сотрудницы, которые на это жаловались, их переводили в другие отделы или вообще увольняли, а, собственно, вот этих вот сексуальных хищников, так называемых, да, которые там пытались домогаться, да, сотрудниц, их либо повышали, либо переводили в другую студию, ну, короче, все что угодно, только не увольнять. Слушайте, я вспоминаю вот эту историю, что постоянно говорили про католическую церковь, то же самое, когда ловят какого-нибудь человека на педофилии, его просто или переводят в другую, типа, территорию, или повышают куда-нибудь еще дальше. Да, да. И вот, и я просто, знаешь, что хотел сказать по этому поводу, что я сейчас будет супер-хот-тейк, я знаю, что меня многие люди могут захуесосить за это. Так, три-четыре, скушешься темно, через пять минут, так. Но, вы представляете, какого, какие в целом, как бы, по психотипу, по паттерну, по какому-то там психологическому портрету люди делают игры в целом? Ну, какие? Кто является геймдизайнерами, художниками, сейчас будет опять нападки на логиней, там, дюд-бро-культуру, да, мразь? Я просто пытаюсь сказать, что это люди, которые, так скажем, типа, выбирают очень специфическое, мало того, что рынок, так еще и рынок со специфической, там, типа, культурой, как бы, культурой вообще всего. Ну, то есть, там, начиная от работы и заканчивая, там, культуру, там, персонажей, культура, там, выставок, культура, вообще всего. мы с вами, мы с вами отлично знаем, как, например, проходят игрожурские всякие различные мероприятия, кто там присутствует, как там присутствует, чего там происходит, и все эти замечательные, просто охуительные истории, которые мы слышали от наших замечательных товарищей, не буду указывать пальцем, как бы, но истории одна охуительнее и другое, чего происходило в Киольне, на Е3, там, и так далее, и так далее, и так далее. И представьте себе, что вот такой человек, некий в вакууме, такой вот, типа, условный, сферический, там, разработчик в вакууме, да, начинает не просто, как бы, типа, добиваться успеха, и, ну, что у него так получается, что, например, его там имя указали, там, в титрах, а теперь он, там, сеньор дизайнер, а теперь, там, геймдизайнер, а теперь геймдиректор, там, а теперь, там, вообще, какой-нибудь глава, там, типа, у вас такой вот человек, который, как бы, вот из всей этой, вот такой вот геймерской культуры, внезапно достигает того, что под его началом 50 человек. Ну. И внезапно, как бы, не просто под его началом, а к нему начинают приходить с горящими глазами, там, какие-нибудь девочки, например, как бы, да, которые будут и говорят, что, блин, я играл в ваши игры, просто обожаю, вообще всю жизнь, это так круто, так классно, я мечтаю работать, вот, под вашим началом. Помню, такую историю про Криса Вилон недавно была. Я хочу, чтобы с вами работать, хочу, чтобы вот буквально, типа, пожалуйста, дайте мне работать с вами, я сделаю все, что угодно, вот. И, как бы, она не подразумевает, что я сейчас вот про многих расставлю, как бы, да, и вот вообще все, что угодно, в смысле вообще все, что угодно. Она имеет в виду, что, типа, я буду стараться, я буду там, типа, хреначить, работать, делать, но, чувак, ты слышишь, не это. Вот в чем проблема. И я просто пытаюсь еще это объяснить, как бы, тем, что я просто знаю, что и в IT-индустрии, типа, и в игровой индустрии, и вообще в целом, как бы, вот в индустрии, где, типа, такая прямо конкретно мужицкая такая культура, как бы, да, там, или пацанская, или гиковская культура, много всякой хуйни происходит. И все зависит, конечно... Это правильно, Тимур, но проблема в том, что ты так говоришь, как будто это встречается в каждой игровой студии. Нет, не в каждой. Есть куча примеров того, где такого не происходит. Представь... Нет, смотри, смотри, давай мы как бы, идем как бы, с другой стороны зайдем. О том, что... Вот ты говоришь, например, там, есть какая-нибудь небольшая, там, студия, которая, там, делает какую-нибудь инди-игру, да, и там у нее есть, допустим, глава этой студии, там, он возглавляет, там, 10 человек, да. Сколько людей мечтает работать, там, в маленькой инди-студии? Ну, не очень много, Сколько людей мечтает работать в Близзарде? Ну, да хуя ей больше, да, ты про это? Да хуя ей больше. Подожди, просто вопрос очень важный. Ты послышишь, как инкуренция для того, чтобы работать в Близзарде? Дело не в том, что у тебя в конторе обнаружился, скажем так, паршивая овца, да, обнаружилась. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что ты с этим не борешься, братан, понимаешь? Достаточно было бы, если бы HR подошел к этому чуваку и сказал, братан, так нельзя, мы тебя или депримируем, или если ты будешь дальше это делать, уволим, понимаешь? А он идет к его геймо и говорит, Ив, слышь, вот эту манду, которая ко мне сейчас вот доебалась, короче, уволить завтра. Иначе я всем, блядь, расскажу, как я тебя ебал с тропоном, суха. О боже, это неожиданый поворот, все же это. Именно это и называется панибратство, братан, именно с этим люди пытаются... Это, это, это называется гораздо проще, это называется круговая порука, это действительно проблема коллективов, таких старых, как Blizzard, и почему нужны HR, но понимаешь, тут еще есть момент, опять же, такой на грани хот-тейка гуляющий, что мне кажется, вы заметили, что реакция Бобби Котика, она такая, как сказать, она, она своеобразная, то есть я не скажу, что вот он, вообще он бы по идее должен был выйти, там все разъебать, там сохранить имидж или еще что-то. На самом деле, Бобби Котик поступил довольно-таки нормально. Вот я о чем говорю, сейчас, я сейчас к этому и веду, что Котик, он, у него давно были терки с Blizzard, и объединение Activision Blizzard, еще тогда, в далеких-далеких седьмых годах, оно было немного шероховатым, потому что Blizzard не хотели тогда якшаться с Vivendi, и Activision тоже искала, как бы ей потягаться за рыночную долю. И это был такой союз больше про деньги, чем про дружбу, и он всегда был очень натянутым, этот союз. В определенный момент вот Blizzard вошли в этот цикл того, когда они прожигали бабки, и если вы помните, Overwatch при всей его успешности, вообще-то родился из краха проекта Титан. На которой они еще проживали, прожигали бабки 5 лет до этого, да. Да, да, и так далее, и так далее. И мне кажется, Котик тут вообще Соломонова решение принял, потому что он снял Джея Алена Бурека, это который вот текущий президент Blizzard, который 15 лет работал в компании, 2 года был CEO, и кого он поставил на их место, очень интересно, он поставил Дженнифера Нил, это женщина, во-первых, куй доебешься, второй момент, это женщина, которая возглавляла Викарос Виженс, Викарос Виженс это студия, которая в общем-то сейчас вошла в состав Blizzard и перед Diablo 2 Resurrected. Это которые до этого делали крашу Бандикута, они до этого делали крашу. Да, это Diablo, которая реально выйдет, и даже в этом году. А второй чувак это Майк Барре, это бывший менеджер Xbox, на секундочку, это человек, который пришел примерно в той же волне, что пришел Рот Фергюсом, который сейчас пытается Diablo 4 превратить в игру, которая выйдет. То есть переводя с корпоративного на русский, это те люди, которые к Blizzard вообще никакого отношения раньше не имели. Да. И это люди, которые пришли разгребать дерьмо. Да. Это чисто пожарные. Это чисто пожарные. Мне еще нравится история, что он их назвал ко-лидерой. То есть ко-лидерс. То есть не CEO. Не президента. Не вице-президента. Ко-лидерс. Это, сука, так интересно звучит. То есть, знаешь, типа, я вам, блядь, на пальцах, пидорасы, объясняю, кто здесь главный. Я тут, блядь, главный, а вы остальные ко-лидеры. Поняли? Вот ты, манда, ко-лидер, и вот ты, пидорасина, ко-лидер. Поняли меня? Я думаю, что там история такая, типа, я 7, блядь, вас лет ждал. Сука. Да. А теперь пошли, блядь, руки в жопу засунули, типа, игры себе сделали. Сука. Я вам денег сколько дал? Быстро игры мне на стол положили. Чтобы Diablo 4 было у меня на 100 лет. Дню благодарения. Сука. А ну-ка быстро. Ну и самое главное, что это действительно ведь очень интересный конфликт, который, опять же, пресса тоже немного предвзята в этом вопросе, как и некоторые участники индустрии, потому что же харассмент, сексуальные скандалы, и все-все-все. И надо, естественно, утопить всю компанию Activision Blizzard, потому что это было в Blizzard, но заметьте, это было реально в Blizzard, и это не было в Activision. То есть команды, которые делают колду, бабы туалетом не ебали. Да, потому что они там ебут друг друга. Все правильно. Нет, просто потому что они ебутся с игровым кодом на рабочем месте, потому что код должен выходить ежегодно. Да, и мы, кстати, пропустили момент, то что в этом году Call of Duty новая пока еще не анонсирована, уже скоро 7 сентябрь. Я напоминаю, что Black Ops показали 26 августа. Блин, ну это как-то плохо. Нет, это нормально. Ну просто поменяли. Нам там в чате пишут, что 13 минут назад еще полетели Head of HR Джесси Мищук, and also no longer at the company. Bloomberg has learned. То есть глава HR тоже полетел нахуй. Я думаю... Тот самый, который должен был прийти и сказать, что типа... Ребят, ну понимаешь... Ебите друг друга, не ебите женщин на работе. Ну вы что? Проблема в том, что поскольку Ален Брек вылетел из компании, теперь некого шантажировать. Я думаю, что там прикол в том, что сейчас полетят все вот по цепочке круговой поруки. Да? Как бы сейчас, скорее всего, всех выпиздят в итоге. А потом, через три года выясняется, что... Ну так как у людей память золотой рыбки, да, то... О, надо же! Чувак теперь работает в... Та-та-та-та-та-та-та-та-там... В Electronic Arts. Нет, Ubisoft, братан. В Ubisoft. В Ubisoft. В Ubisoft. Новый Assassin's Creed делает, да. Да. В Сильную Женщину делает, да. Какой-нибудь там... Или, типа, знаешь, там новый Final Fantasy делает онлайн какой-нибудь очередной, там, типа, чувак из World of Warcraft, который тот делал. Ну и хуй с ним, что там портрет Белла Косби держал, как бы, какая разница. Короче, в общем, вы знаете, вся эта история немножко грустненькая, во-первых, потому что, опять же, вскрывание вот этих нарывов сексуальных домогательств, это действительно каждый раз очень грустно и противно, вот, потому что я повидал такой хуйни даже в российских компаниях много, вот. Но обычно, конечно, это все происходит намного как-то, знаете, так аккуратнее, что ли, как бы, и только происходит с теми, конечно, девушками, которые, ну, так скажем, не могут дать отпор, как бы, но обычно, как только, хотя бы на секунду это происходит, где-то публично или около публично, за таких девушек всегда вступаются и всегда, как бы, говорят, ты чё, сука, охуел там, даже если твой начальник. Именно, именно поэтому, если никто не вступается, это называется понебратство, понимаешь? Вот это вот история того, что культура, видимо, в Близзарде была такая, что это было просто не принято, понимаешь? Ну, это ужасно, потому что, я говорю, я поработал во многих IT-компаниях и прочее, я даже видал ситуацию, когда, например, мой там прямой начальник, да, ну, не, не прямой, короче, косвенный начальник, да, по сути, такой, типа, который был на две позиции выше меня, в очень крупной там компании, пьяный приставал, короче, к девушке на корпоративе, вот, и к нему не только я, но целая толпа подошла и сказали, бля, мужик, ну, ты чё, камон, короче, и сказали, что, типа, как бы, чувак, вот, типа, вот, хоть ещё что-то подобное мы увидим, тебе пиздец просто, и чувак просто, знаешь, в эту секунду просто такой, прямо видно, что он протрезвел, и сразу такой, бля, мужики попутал, там, туда-сюда, извинился перед девушкой, на следующий день, короче, ей там, типа, цветы прислал, вот это всё, и в итоге, типа, ну, он настолько оправдался, что девушка даже его простила, потому что он там просто чуть ли не в ногах валялся. Помните, понимаешь, одну небольшую медиа-компанию в Латвии, в которой главный редактор кого тут по жопе шлёпнул? Сука, пиздец, просто, я, я из-за этого не донатил, и не буду собирать донатить им до сих пор, пока вот его, нахуй, не уволят, короче, но мне кажется, они скорее закроются в этом моменте. Да, да, прежде чем мы перейдём к следующей теме, можно я зачитаю донатики? Давай. Сейчас я тут, у меня тут немножко всё закрыто, я неподготовленный пришёл сегодня на работу. Ты бокируешь взрослого, заняться на 86 рублей, вы play.date обсуждали, будете, я не знаю, что это. Play.date — это та самая, ты наверняка видел, маленькая консолька, жёлтенькая, у которой есть... А, ручка с ручечкой. Я очень слежу, она, у неё вроде как, типа, недавно должен был стартануть предзаказ, и мне приходилось... Они уже всё раскупили. И там был такой приказ, что типа там, братан, через три дня предзаказы стартанут, братан, через два дня, через один день, вот буквально завтра. А в момент, когда должны были стартануть предзаказы, нихуя не пришло, понимаешь? Самое интересное, что всё раскупили, и теперь они шипят только... То есть у них было 20 тысяч юнитов стартовых на этот год, их уже раскупили, и теперь они только... Раскупили первые пару часов, к сожалению. Я очень, на самом деле, хотел себе эту штуку. Она стоила, по-моему, недорого, там что-то 150 или 200 долларов. Она 180 баксов стоит вроде как. Вот. Но она... Это реально довольно прикольная штучка, как бы, и там куча игрушечек, и она сама по себе форм-фактор очень забавный. Забавные игры, причём очень много из них эксклюзивные сделаны чисто для этой штуки. Блин, я бы с удовольствием поиграл бы. Я ждал. Но, знаете, вот я куплю, когда будет более-менее свободная продажа, когда можно будет реально заказать, и она к тебе придёт. Вот тогда да. Но если кто-то вдруг внезапно пацаны купит из наших слушателей, и кто-то захочет нам или подарить, или там, типа, я не знаю, продать по какой-то адекватной цене, то welcome, пишите нам, короче, мы у вас такую одну штучку купим. Да? Вот. Там, кстати, пока мы всю эту историю пишем, там вышел отчёт Activision Blizzard перед инвесторами. Мы будем его обсуждать, или пошёл он в хер? Ну, подожди, а чё там говорят, так как бы, типа, что 5 триллиардов пуль в Call of Duty был выставлен. Я не знаю, для этого надо его читать. Мурта сложный, это буквы. Надо их интерпретировать. Пусть пока мы разговариваем, Макс там почитает их, короче. Дайте я дальше что-то зачитаю. Короче, где я вас... Да-да, давайте сразу я вам скажу. Ну, давайте, пока мы не ушли от Близзарда. Во-первых, Diablo Immortal перенесли. Она теперь выйдет в первой половине 22-го года. Во-вторых, просели результаты на 7% по сравнению с предыдущим... У всех, ты вижу, Близзарда, не только у Близзарда. Да-да-да-да. Ну и там Близзард Котик, это Близзард, всё уже, заговариваясь. Бобби Котик пообещал, что вот мы будем обеспечивать безопасность рабочих мест. Прямо... На каждом рабочем месте будет специальный такой штырь. Если вдруг у тебя на работе стал член, то эти прям с задней члены члены. Короче, и смотришь. Каждые полгода начинается какая-то хуйня. То одни кранчат, то другие что-то сделали, то третье что-то сделали, то четвёртое что-то сделали. Ты такой, бля, ну вот серьезно? А что не так? А, подожди, я понял, ты привык к стандартному рабочему процессу с Тимуром, когда вы постоянно кранчат, Да? Ну, типа того, да. Я такой, типа, зачем мне это делают только раз в полгода? Надо делать постоянно. Слушайте, я... Давай мы с донатом закончим, я хотел ещё одну штуку рассказать. Классно, давай. Затракас из будущего занёс нам 86 рублей, и ребята, идём на рекорд, восьмой час подходит концу, а конца всё ещё не видно. Спасибо, братан. Волик свободен занёс нам 100 рублей, амбассадору бренда Razer, а то как-то давно нативочки не было. Берите, премьерский Олег, представляющих Apple и Sony. Я не амбассадор бренда Razer, я амбассадор бренда DXRacer, так это, на секундочку, видите, у меня... Наездник на чху на хуях. DXRacer. Дмитрий Беспал, занёс нам 100 рублей. Ребят, дайте аналитику по саундбарам с Dolby Atmos, стоит ли оно того. Максим? Короче, если коротко, то, да, наверное, стоит, но не дешевле 50, потому что, значит, ты не заметишь разницу. То есть, это надо очень хороший саундбар покупать. у тебя какой саундбар? Который упит наверх. У меня стереосистема с усилителем 1029A, Gennilek. А ты какие саундбары использовал за последнее время? Я использую... У меня последний саундбар, который отдал отцу, был Paul Caudio, он мне вполне нравился, но он был без атмоса. То есть, когда ты выбираешь саундбар, всегда имею в виду две вещи. Первая, какая у тебя площадь, это очень важно, потому что покупать охуенно большой саундбар на небольшую комнату, это бесполезно. Абсолютно. А второй момент, если ты покупаешь атмос, внимательно смотри, чтобы у тебя были каналы наверх, ну вот те самые потолковые каналы, потому что, если у тебя их нет, то смысл какой в атмосе, я не понимаю. Слушайте, я в свою очередь хотел вам сказать, что если у вас есть правильная модель OLED, соответственно, там B, C, там и так далее, то у них есть версии, которые, соответственно, со встроенными сабвуферами, и с теми самыми колонками, которые как раз смотрят вверх, поэтому они поддерживают Dolby Atmos. Я могу сказать, что в небольшой комнате, вот у меня 20 квадратных метров здесь, в небольшой комнате такой телек довольно хорошо звучит даже без саундбара. Поэтому я могу сказать, что даже B8, не говоря уж о всяких там CX-ах и так далее, они звучат даже без саундбара, не на супербольшой, там супербезумной громкости, но звучат классно. Поэтому я даже, я же когда покупал, типа я прям думал, ну все, теперь надо убирать саундбары. Пошел там, смотри, всякие Sony, Yamaha там и так далее. И когда послушал телек, вот такой настолько охуел, что я просто не стал в итоге покупать саундбары. Вот. И это тоже. Юрий Исаевич, знаешь на 100 рублей, почему недостаток чипов произошел во время массовой вакцинации? Совпадение? Не думаю. Просто как так-то? Неужели? Спасибо, братан. Замбарь, знаешь, с 204 рубля. Здорово, мужики. Уже смотрели новый Гранд Тур? Меня долго не погибло ощущение, что я смотрю ивент Forza Horizon 4 хорошего вам стрима. Я посмотрел, я могу сказать так, то ли мне надоело, то ли я не большой любитель машин, но новый Гранд Тур мне не особо понравился. Он такой, типа, забавный все еще, но мне больше нравилось, когда они катались, знаешь, по многим разным странам, да, там и прочее, там были красивые виды и прочее. А здесь они из-за локдауна не выбирались за пределы Соединенного Королевства. И, собственно, у них новый Гранд Тур, он на территории Шотландии. То есть они из Шотландии едут там через всю Англию. Да, вот. И что-то как-то, ну, хз. Я пока не оглядел, но отзывы такие разноправленные. Ну да. Кагасир занялся 200 рублей. А что если чипокалипсис наступил, потому что все чипы вакцины пошли? Чем быстрее приведемся, тем быстрее видеокарты подешевеют. Понял? Уже второй человек, да. То есть смотри, надо вакцинироваться, чтобы видеокарты подешевели. Именно. Слушай, ребят, я думаю, что это отличный повод вакцинироваться. Вот. Я вот уже сделал, я жду, когда 3080 подешевеет, ее можно будет купить за 50 тысяч рублей. Ники 7.2 заместил на 10 рублей, пошел за пивом, вернулся на словах Тимура ебал с трапоном. Так я и знал, что что-то интересное пропущу. Это хорошо, да. По классике. Так. Все, слушайте. Да, это все. Слушайте, я хотел как бы на другую тему переключиться, как бы я немножко даже перенес ее из шоуноутов, так как мы тут заговорили о сексуальных скандалах. Я хотел рассказать вам о очень интересную историю про компанию Weather Factory. Вот. Чтобы вы понимали, Weather Factory это, по сути, новая компания, довольно известного чувака, которого зовут Алексис Кеннеди. Вот. Димка, ты можешь, кстати, набрать. Вот. Алексис Кеннеди делал, кстати, довольно большое количество различных крутых игр. Я боюсь, что... Мне почему-то Алексис Кеннеди ассоциируется с порной актрисой. Ну, не совсем. Я не знаю, почему. Слушай, ну, например, из его игр, типа, довольно известных, на которых он реально работал, это Fallen London, Sunless Sea и Культист-Симулятор. Sunless Sea? Серьезно? Да, да. Он был основателем Fair Better Games, ой, или Fair Better Games, они, потому что, ну, как сказать, он был основателем всей этой движухи, а потом произошла история, про которую... О, у него тут Культист-Симулятор есть, кстати, наверное, я даже его не видел. Короче, чтобы вы понимали. Дело в том, что, ну, это очень такой известный инди-разработчик, который занимался тем, что последние там 10 лет, условно, пилил игры, вот, и, соответственно, сделал студию, которая называлась Fail Better Games, ну, то есть, если так перевести дословно, то это, типа, проебывайся получше, и у него случилось, вот, на тот момент, когда, как бы, все, соответственно, подняли движение и волну Мету, на него наехали и попытались сказать, что, типа, он тоже участвует в сексуальных скандалах и, соответственно, он является, там, типа, человеком, который, ну, так скажем, неблагонадежным, вот. А про него прям его отменили в Твиттере или что случилось? Его отменили в Твиттере, как бы, сейчас я объясню, смотри, подожди, сейчас я аккуратно пойду по нужным пунктам, чтобы прям выстроить выстроить нарратив, короче, смотри. Дело в том, что сейчас, как вы заметили, прошло немножко времени, люди подуспокоились, и первой ласточкой для нас стал Крис Авион, который пошел и, знаете, долгое время молчал, собирал, соответственно, все доказательства своей невиновности, потом пошел и нахуй подал в суд, ну, то есть просто используя, по сути, систему юриспруденции для того, чтобы наказать своих обидчиков, вот. И таким образом создал прецедент в обществе, когда выясняется, что, во-первых, не надо молчать, ну, то есть, если ты не виноват, то, как бы, сидеть и, как бы, закрывать голову руками, как бы, типа, вот сейчас все пройдет, нельзя. А я вам говорил, я вам говорил, что надо всегда говорить, это был не я. Ну, тут еще очень важно следующее, то, что... Пруфы, пруфы важны. Вот, шоу-мири ситс, знаешь, как говорится, чеки покажите, вот. И он, кроме всего прочего, че сделал, короче, он тоже собирал доказательства всем, что какие надо, и теперь выступил Кабос очень, блядь, такой интересной историей, я просто охуел. В общем, чтобы вы понимали, чувак тоже, по сути, че сделал? Он взял, замолчал, когда на него наехали. Нисколько молчал, молчал долго? Молчал пару-тройку лет, вот. Че сделал? Во-первых, ушел из компании, и продал свою долю в компании, большую часть акций в компании, за стоимость, которая стоила примерно 15% от ее реальной стоимости. Ну, то есть в шесть раз дешевле. Короче, слил. Слил, по сути, свои акции, побыстрее. Вот. И, как бы, с позором был выгнан, и его компания, как бы, соответственно, продолжала существовать уже без него, а он сделал со своей девушкой отдельную новую компанию, где пилит, соответственно, другую уже игру. Это вот это, которое в Weather Factory, да? Да, в Weather Factory. То есть у него было Fail Better Games, потом они сделали, соответственно, машину погоды, ну, фабрику погоды, то есть в Weather Factory. Вот. И прикол в том, что он долгое время сидел, молчал, причем, как бы, терпел, ну, как бы, терпило такое, знаете, как бы, сидел, терпел, терпел, причем наезжали не только на него, но на его девушку. Девушка тоже работала вместе с ним в компании до этого. Вот. И, конечно, как бы, было, ну, очень грустно. После того, как он пошел по пути Криса Авелона, по сути, как бы, все это время он аккуратно пытался решить свои вопросы с компанией предыдущей с помощью законодательных, знаете, как говорится, юридических. Подожди, а какие у него были вопросы? То есть, он не поделил акции или еще что-то? Там с оформлением документов. Смотри, смотри, сейчас расскажу. Очень важно. Да, вот пускай тему расскажет. Смотри, очень важно, короче. Значит, чувак пришел, типа, и начал написывать компании о том, что, ребят, я провел расследование и выяснил, что какого-то хера ваши сотрудники сидят и троллят меня в твиттере, типа, хуесосят меня, что они участвуют в травле, что даже тогда, когда, типа, уже отказались все от каких-либо обвинений в мою сторону, что даже уже, когда все, типа, замолчали, ваши сотрудники продолжают какого-то хуя на меня наезжать. Вы не могли бы что-то с этим сделать? На что в компании или вообще молчат, или говорят, да пошел нахуй. Вот. После чего он говорит, типа, бля, пацаны, а можно, пожалуйста, не только на меня не наезжать, но на мою девушку, которая вообще здесь сбоку с припеку, она вообще не при делах. Какого хуя вы на нее наезжаете? Ну, они прям так ему ответили? Или это просто... Ну, там похожие формулировки, как бы, типа, я немножко приукрашиваю, но при формулировке примерно похожие, типа, на уровне пошел нахуй. Так. Вот. И он в какой-то момент, ну, как бы, обозлился немножко и начал такой, как бы, пытаться на них надавить юридически. Вот. Первое. Он послал... Дело в том, что, как бы, в какой-то момент практически, как бы, куча сотрудников компаний, в которой он работал, ну, соответственно, Fail Better Games, в том числе ее руководителя, начали использовать явно очевидно внутренние какие-то переписки и внутренние документы и внутренние какие-то, типа, чуть ли не шпионажные штуки, как они следили за, соответственно, ним и за его девушкой, и начали их сливать. И, типа, писать, ну, смотрите, вот этот хуйсос, что он там, блин, делал, короче. Вот. Он послал им официальный запрос GDPR через специальную комиссию в Великобритании. Так. Короче, мол, а какие у вас данные есть в вашей компании на меня? Ну, они, короче, таки отбрехались и сказали, пошел нахуй опять. Вот. А они отбрехались перед вот этим ведомством, через которое он послал? Нет, они отбрехались от него, короче, а он надавил через ведомство. Им пришлось, как бы, какую-то дату дать, но не всю. И они, типа, дали какую-то совершенно рандомные вещи. Какие-то рандомные вещи, типа, на уровне, знаешь, там, поискали быстро на серваках, что там, блядь, есть, какие-то слэки, дискорды, на, блядь, держи, отебись от нас, короче. И выяснилось, что, например, они следили за ним, в том числе, на всяких там закрытых дискорд-сфеверах, на которых, типа, официальных нигде не было. Но они как-то каким-то образом туда пролезали и чуть ли не личные переписки его получали. Вот. Там, типа, из разных мест. Он такой, ох, интересно, как так-то. Я просто не очень понимаю, а с чего вообще началась вот эта травля? То есть... Вот. И теперь мы идем к самому главному. И он в какой-то момент как бы подводит совершенно охуительный пост. Он очень большой, очень длинный. Я вам очень советую его почитать. Он нарративный, он очень хорошо. Обязательно почитайте просто охуенный пост этого чувака, короче. Но если все это, типа, там, сжать, как бы, то получается примерно так, что в какой-то момент чуваки просто решили отжать у него компанию. Ну, я могу сказать, что у них получилась акция, то он слил, блядь. И... А теперь слушай внимательно. Но не совсем, но есть трис. Но есть нюанс, смотри. Короче, и под всем этим соусом мету, короче, они, по сути, его выжили из компании, очернив его репутацию, там, и так далее, и так далее. И в чем прикол, как бы, если так дальше, типа, все сжать, там, блядь, нахуительная история, просто надо ее всю сжать, там, бр-р-р-ром, типа, в итоге. Документы, которые он делал по передаче им акций его компаний, там, типа, компаний, которые зарабатывают, там, типа, десятки миллионов фунтов, там, в год, да? Он им продал за 300 тысяч фунтов всего. Ну, то есть, это, типа, это, блядь, копейки. Ну, то есть, это, как он, вот он писал, типа, это минимум 6 раз меньше, типа, их реальной стоимости на рынке этих акций. Ну, вот. И, как выяснилось, они неправильно сделали все документы. И документы на передачу прав на их основной IP, с которого они генерируют всю выручку, тоже были заполнены все неправильно. и выяснилось сейчас, что такая ситуация, так, в какой они оказались в ситуации, что он им торчит 300 тысяч фунтов, потому что они ему выплатили 300 тысяч фунтов, но он владелец компании и владелец их IP основного. И он им все время говорит, что, типа, пацаны, я понимаю все, мы оказались в очень сложной юридической ситуации, давайте ее решим. На что чуваки просто ушли в радиумолчание и сказали, последнее свое пошло, ахуй, и закрылись все, типа, мы в домике. И он говорит, что, пацаны, теперь мне придется с вами взаимодействовать как бы в рамках закона, потому что, если мы эту проблему не решим, вы 100% можете сесть на три года, вы 100% можете сесть на три года, а я, ну, почти могу, типа, то есть у меня шансы большие сесть тоже, а мне этого не хочется. И вы знаете, если мы все решим, то возможно, возможно, вы тоже не сядете, понимаешь? А чуваки там просто сидят в домике, такие, типа, ууу, мету, типа, да, типа, там, чувак приставал к женщине. Ну, то есть, это все вопрос к вопросу о том, что если на рынке, как бы, если, ну, как бы, убирая всю эту историю про то, что там кто-то у кого-то хотел отжать бабки, типа, компанию и так далее, и у него этого не получилось, и сейчас все сидят под угрозой, как бы, очень нихуевого такого уголовного преследования, да, то, как бы, если все это вернуть обратно, как бы, к изначальному скандалу, то стоит здесь сказать так, что если вдруг к вам никто не приставал, но вам человек не нравится, то оговорить его не самая лучшая идея, потому что есть неиллюзорный шанс того, что... Вас поймают на вранье. Что вас поймают на вранье. И если, как бы, пару лет назад, как бы, все вообще сратиебали доказательства, чего там, кто, короче, как бы, жертва всегда права. Почему жертва всегда права? Потому что раньше жертв всегда задавливали, то есть даже если жертва была права, никто ее не слушал, поэтому теперь маятник качается в обратную сторону, типа, до суперпозиции какой-то, да, ну, то есть сначала амплитуда в одну сторону, потом амплитуда в другую сторону. Сначала жертв никто не слушает, а теперь жертв слушает, даже если она не жертва. И давайте Немножко как-то Избавим все обороты Потому что вполне возможно, что Вам это, блядь, аукнется И аукнется так нихуево Когда будет Скидончик на его культист Симулятор ехать и купить Я не удивлюсь, если она в Apple Arcade Появится в определенный момент Может быть Вся эта история сводится к тому, что Опять же В игровой индустрии Сейчас очень много будет таких историй Когда в итоге выяснится, что не только Криса вело И еще и выяснится, что Алекс Холовка Никому не приставал И вообще там вело себя нормально Это было, по-моему, в самом начале известное? Да, ну как бы Как ее там звали? Зоя Квинн Как бы все еще на свободе И у нее все отлично Алекс Холовка не убивал себя? Да Поэтому, короче, ребят Просто программное такое заявление, что Пожалуйста, вот как бы Если вы хотите напиздеть Лучше не надо Вот И почитайте статью Статья просто охуенная Мы дадим сук обязательно Сделать это Вот, да? Давайте дальше, пацаны Еще одна охуенная история Которая упирается в деньги И женщин Была на этой неделе Потому что Она никак не связана с домогательствами Но она связана с тем Как работает крупный бизнес И что на самом деле Крупным корпорациям Без разницы, кого кидать Если вы простой контрактор Если вы обычный зритель И если вы Мультимиллионная актриса Которая сделала вам, блядь Целый франчайз И речь идет о том Что компания Дисней Зажала Скорлетт Йоханссон Денег за черную вдову В смысле Зажала денег? Как можно было Зажать денег? Вот так можно было Смотри Ей не заплатили столько Сколько ей Обещали или что? Да, я расскажу История вся в том Что сейчас Во всем мире У нас есть глобальная пандемия У нас есть сложности С кинопрокатом И поэтому Многие фильмы Уходят одновременно В стриминг И одновременно Уходят в кинотеатры И в общем-то Для студии Это разумная политика Потому что Они пытаются Максимально выжать деньги Особенно с премьеры И как минимум Уйти в ноль И как это сделали Например на HBO Max Потому что HBO Max Наверное Самая громкая Такая политика Потому что Достаточно громкие релизы Типа Дюны В этом году Так выходят Они что сделали Они прежде чем Объявить об этой всей херне Они сели с абсолютно всеми Актерами Режиссерами Людьми Которые имели в контракте Такую вещь Как процент от сборов Потому что Не секрет Что актер Например Берет себе Не очень большой гонорар Ну Живыми деньгами А потом говорит Ну я получаю Типа там Пять процентов от сборов Вот И оно как бы Так уравновешивается Что типа Ты ему сейчас платишь Мало А потом ты ему платишь Либо много Но у тебя и фильм И так дохера заработал Или ты ему все равно Ни хера не плачешь Потому что он провалился Это безопасная схема И для тех И для других И так работают Очень многие актеры И они абсолютно Со всеми вот людьми Которые были вот так Вот прописаны в контрактах Переписали контракты То есть Они сказали Так вот Ты гарантированно Получишь там Такую-то сумму тогда Потому что Мы выпускаем фильмы Там и там Мы не уверены Что сборы будут высокие И поэтому Ты получишь там Гарантированно Допустим К своему гонорару В 10 миллионов долларов Еще 20 Ну что типа Что вот Вот это некая Минимальная планка Которую мы ожидали от сборов Ну типа таким Типа суперзвездам Я так понимаю Да Да естественно Потому что Естественно Такую сноску не дают Кому попало Это не так много человек Типа какой-нибудь Условный Гальд Гадот Вандер Вумен Да Или какой-нибудь Тимоти Шалама в Дюне Да Или Вильнев То есть Примерно такого уровня И в данном случае Они потратили на это Если уж так посмотреть Не сказать Что дохера денег Примерно 200 миллионов долларов Ворнеры потратили На пересмотр всех условий Всех контрактов И ушли с миром Как оказалось Замечательная Великая Бесподобная Очень умная Охеренно Натренированная В бизнесе Судья Дисней Такого не сделала И в итоге Выпустив Черную Вдову И пообещав Скарлетт Йоханссон Процент от сборов Они утопили прокат Мы писали про это В нашем телеграме И вообще Немножечко даже Подкасты рассказывали Но история вся в том Что Черная Вдова Выступила достаточно слабо Несмотря на то Что она заработала Где-то 300 лямов Даже прокатчики В США писали Что политика Двойных релизов Это было еще Задолго до Йохансса Она обеспечивает Вдове Неадекватно Высокое падение Проката То есть Прокат падает Действительно Фильм достаточно мало Собрал В прокате кинотеатральном В Дисней Плюс Он заработал Там свои 60 миллионов долларов И после этого Дисней прекратил Рапортовать о цифрах В Дисней Плюс Потому что все фильмы Кто хотел купили А остальные все Его скачали на трекерах Естественно Но прикол весь в том Что у Йоханссон Как раз была сноска В контракте Что ее гонорар По большей части Зависит от сборов И она несколько раз Пыталась договориться С Диснейом Что давайте мы Блять пересмотрим Этот пункт Потому что очевидно Что фильм будут смотреть дома Потому что у нас пандемия Но что Дисней сказал Ч-ч-ч-ч На переправе Контракты не меняют Знаешь что Иди И снимайся В своем Марвелском Выпустил он фильм И сейчас Йоханссон Подала официальный иск На Дисней За то Что она недополучила Прибыль с фильма За то Что контракт В общем-то Был нарушен Что условия контракта Не были соблюдены Диснеем И дальше Произошло самое интересное Потому что Дисней зачем-то ответил Дисней сказал, знаете, Скарлетт Йоханссон безответственно подходит к кинорелизам, потому что она зачем-то в разгар... Скарлетт Йоханссон ебанутая? Да-да-да. Скарлетт Йоханссон тащит людей в кино в разгар ковида? Вот. Примерно такой был посыл. И компания... Подожди-ка, они не так сказали. Они сказали, что типа очень жалко и очень грустно наблюдать такую реакцию Скарлетт Йоханссон в разгар пандемии, когда нужно вообще всячески идти навстречу людям. Да, а... Ты такой сидишь, думаешь, так, типа, а в смысле... А деньги? Где 60 миллионов баксов-то? Алло. Которые вы должны были заплатить. И должны были заплатить, по-моему, 50 или 40. Ну там 50, там что-то такое было. 60-50 где-то в таком районе было. Знаешь, Тимур, на таких цифрах уже 50 миллионов, 60 миллионов. Все равно ты больше, чем один, понимаешь? Как бы... Да, да. Короче, история в самом деле, что Йоханссон стала тем камнем преткновения, который двинул, вот как с этими историями Близзарда, как с этими историями в индустрии, да? Вот, когда кто-то крупный оступается, начинаются более мелкие всякие штуки. И это стало прецедентом. Потому что теперь, в общем-то, инсайдеры голливудские, причем не последние инсайдеры, а нормальные инсайдеры, говорят, что вообще-то Эмма Стоун сейчас подумывает подать в суд на Дисней, потому что с Круэллой произошло то же самое. Подожди-ка, там же, по-моему, еще этот, как его, чувак, который стрелок, этот... А, не-не-не, путаю, путаю, короче. Там еще должен был... Эмили Блант еще. Да, и Джерард Батлер подал тоже в суд, типа, но он подал на других чуваков, не на Дисней. Да, и сейчас, наверное, начнется Вал Исков, потому что вот... И тут ты понимаешь, насколько Ворнеры поступили прозорливо, потому что они предвидели эту ситуацию еще в прошлом году. И когда они вышли на тактику двойных релизов, они нивелировали проблему. Да, они потратили немного денег сверху. Бюджет одного фильма они потратили, фактически, да? Хочешь, я тебе сейчас ложку дегтя подарю огромную такую? А знаешь, чего Ворнера не предвидели? Тоже, что пидорасы? Ну, давай. Нет, когда они выпиздили Джонни Деппа из фантастических тварей, следующих, которые, может, даже и не снимут, вот. Потому что, типа, ну, на Джонни Деппа же подала в суд там одна барышня, вот. А суд еще не закончен. Эмбер Хёрд ее звали, да. Да. Потому что, типа, ну, сам понимаешь, сейчас я скажу, вот. И, а когда на Эмбер Хёрд начали все говорить, типа, что, мол, выкиньте Эмбер Хёрд, типа, из Аквамена, потому что она насрала кровать Джонни Деппу. И это не доказано. Подождите, подождите, мы, как бы, мы не идем на поводу фанатов. Мы не идем на поводу общественности. Мы, как бы, все делаем честно, абсолютно. Не доказано, непонятно, ничего. Все говорят, типа, подождите-ка, но в суд Джонни Деппа оправдал? Как бы, может быть, вы его вернете тогда? Да, типа, а, не-не-не-не, ну, сами тут, сами понимаете. Не, не, не. Понимаете, как бы, когда Эмбер Хёрд насрала в кровать Джонни Деппу, это не доказано, что, чего вы решили? Смотри, какая она святая, блин. Посмотри на нее, она классная. Слушай, чувак, ты слышал ее, ты слышал ее разговоры, типа, когда она чуть ли не пиздила прямо на аудиозаписи Джонни Деппа? А ты видел, в каком состоянии он лежал там, блядь, обколотый, блядь, нажратый, говнина, тряпка, мудак? Козел, блядь. Ну, короче, в любом случае, в общем, Warner Brothers в итоге не отказались от Эмбер Хёрд, и мне кажется, что... Мне тоже кажется, что это ошибка. Это выйдет им, блядь, таким боком, потому что, когда выйдет ебучий Аквамен 2, и там будет Эмбер Хёрд, сука, и вот с таким говном просто сожрут. Да они просто с... С чего ты так решил? Смотри, Аквамен 2, она там не ведущая актриса. Там ведущий актер это, блядь, Джейсон Мамо. Народ пойдет на Мамо. Чувак, поверь мне, они вупсят в HBO Max, и все пойдут пиратить его. И не пойдут ни в кино, ни покупать ничего. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Короче, история вся в том, что стриминг в любом случае, к чему я вообще все это рассказываю, стриминг, в любом случае сейчас серьезно поменяет взаимоотношения между актерами и студиями, и вообще творческими людьми и студиями. Потому что какие-то студии были к этому готовы, какие-то студии это предусмотрели, какие-то студии изначально так работали, типа Netflix, который просто отваливает до хера бабла. Но история вся в том, что вот студии типа Disney не успевают перестроиться, и они вот влипают в такое, строго говоря, некрасивое дерьмо. И, конечно, ответ корпорации, когда эти корпорации, которые 300 миллиардов пишут, мы расстроены и удивлены поведением. А это она что? Это она что, ради денег, что ли, с нами-то? А вы думали, она ради фильма, а она... Вот же мразь, да если бы мы знали, да никогда бы не взяли бы фильм. Да пошла она. Ну, короче, такая история. Слушайте, там у Гугла такая же история вышла, как с айфонами. Я думаю, нас Тимур лучше всего про эту историю расскажет, потому что я, честно говорю, я в этом не разбираюсь, и мне кажется, что апдейт-полиси у андроида ничего такого не производит, но перед началом записи, когда я говорю, Тимур, давай уберем эту историю из наших шоу-нотов, нахер она нужна, она неинтересная. Тимур такой, не-не-не-не-не-не-не, это очень важно. Вот рассказывай, что тут важного? Чувак, это не просто важно, а это... Это прямо индустриообразующая новость, которая так сильно повлияет на мобильный рынок, что ты просто охуеешь. Для начала, в чем сама суть? Смотри, в чем прикол? Дело в том, что многие из вас наверняка знают и следили за ситуацией, что когда Apple в прианонсе iOS 14 сообщила о том, что теперь всем разработчикам нужно будет в какой-то момент идти, и обязательно мало того, чтобы предупреждать всех своих пользователей о том, что они собирают данные об этих самых пользователях, так еще они должны спрашивать пользователей, можно ли эти данные собирать про этих самых пользователей. А я вам напоминаю, что мобильный рынок вообще строится следующим образом, что вот это огромное количество бесплатных приложений, в которых есть возможность сделать какие-то внутриигровые или внутриприложенческие покупки, но они не совсем обязательные, и типа вроде как, ну, можно и ничего и не покупать, это совсем не обязательно, но, пожалуйста, посмотрите, вот тут ролик, а вот тут маленький баннер там и так далее, и так далее, короче, потому что все это на самом деле, как бы эта дата, которую с вас получают, она приносит владельцу приложения довольно большое количество денег. И, условно говоря, это примерно сопоставимо с тем, как если бы каждый пользователь этого приложения платил бы ему там по 2-3-4 доллара в месяц, вот. Ну, то есть это сопоставимо с этим, как бы. Но только теперь, но только никто ему ничего не платит, а просто смотрит рекламу где. Вот. И, конечно, все тогда засуетились. И когда Apple в какой-то момент взяла и начала говорить о том, что типа, как бы, пацаны, сроки поджимают, и мы скоро эту штуку реально введем, и это в итоге, как бы, отложилось аж до iOS 14.5, а не до iOS 14, да. Ну, то есть, как бы, еще до анонса, ну, точнее, на анонсе iOS 14 об этом говорили, но введение этой новой полисе отложили до iOS 14.5. Так вот, когда ее ввели в итоге, выяснилось, что в среднем по рынку, в зависимости от приложения, от 5 до 40% типа людей только соглашается на то, чтобы отдавать свои данные. То есть, считайте примерно следующее, что если у вас приложение, которое скачивает большое количество новых пользователей, и они еще не привыкли к вашему приложению, еще не понимают, насколько оно ценное для них, не ценное, важное, неважное, они думают, что типа, ну, попробую потещу, типа, если говно, удалю, да. Среди таких людей обычно 5% людей соглашаются на то, что типа, да, можно, типа, мне, ну, как бы, собирать мою дату. Потому что, грубо говоря, только 5% людей просто тыкает на кнопку, да-да-да, окей-окей-окей-окей, да. А 95% людей читает, как бы, и говорит, типа, в смысле вы собираете мою дату? А нахуя? А зачем? Не, нельзя, короче, вот. Так я угадаю, у Гугла сейчас то же самое будет или что? Я сейчас к этому веду как раз, что примерно 95% людей, которые отказались от того, что, грубо говоря... Нельзя за ними следить? Нельзя продавать их жопу. Нельзя продавать их жопу, да, короче. Это транслитерируется примерно в падение ваших доходов с вашего приложения примерно на 60-70%. Ну, то есть, грубо говоря, ваше бесплатное приложение начинает вам приносить в 2 раза меньше денег. просто потому, что, как бы, потому, вот. И дело в том, что, как бы, народ, конечно, охуевает. Поэтому, например, мало того, что, ну, как бы, сами по себе владельцы приложения стали получать намного меньше денег, здесь есть еще огромное количество других нюансов, которые тоже начинают всплывать. Например, если вы являетесь владельцем приложения, которые начинают, типа, ну, которые рекламируют свое приложение. Дело в том, что у вас существует огромное количество внутри ваших приложений опишек рекламных кабинетов. Ну, то есть, условно, от Фейсбука, от Гугла, там, еще от кого-нибудь. Яндекса была, по-моему, недавно. Ну, Яндексом почти никто не пользуется. От Метрика была какая-то, типа того. От Метрика есть, но ей сейчас мало кто пользуется. Там пиздец, короче, вот. Но там есть огромное количество других сеток, типа, включая Unity Ads. Фейсбук был еще. Ну, про Фейсбук уже сказал, короче. И куча-куча других различных, включая, там, оплавин, там, и прочее, и прочее. И смысл в том, что теперь, когда человек поставил ваше приложение из стора, и при первой же установке взял и сказал, типа, не, нихуя, короче, нельзя отслеживать данные, стирается метка внутри приложения о том, а откуда поставил он ваше приложение. И в итоге теперь, когда вы заглядываете к себе в дашборд, типа, в вашей, там, аналитике маркетинговой, да, вам, ну, как бы, раньше вам показывалось, типа, так, значит, в Фейсбуке потратили вы, там, допустим, 100 тысяч рублей за неделю, да, из этих 100 тысяч рублей, короче, там, типа, вам вот эти люди установили, значит, один инсталл вашего приложения стоит столько, зарегистрировалось вот столько людей, значит, одна регистрация стоит вот столько, а вот столько людей вам занесло, там, допустим, от 1000 рублей, значит, там, ваши платежеспособные покупатели стоили вам вот столько денег, да. Ну, то есть все четко, все понятно и ясно, да. А теперь вам говорят, вы знаете, мы знаем примерно про 5 процентов ваших пользователей, а остальные это что-то там. И хуй знает. Ну хорошо, я понял. Падение прибыли, все переделанный рынок, все плохо. Нет, очень важно про это сказать. Дело в том, что вы как маркетолог внутри своего приложения перестаете понимать, типа, ну, а что происходит, какие паттерны. А как теперь его рекламировать? А какой канал рекламный работает, а какой не работает? И ты сидишь и охуеваешь такой, типа, а что теперь делать-то вообще? Вот. И ты просто, ты тупо не понимаешь, что работает, а что не работает. То есть ты начинаешь скидывать бабки никак, и все, F, R, F. Подожди, сейчас поднялась. Еее, поднялась. Короче, в общем, пацаны, с точки зрения, типа, во-первых, типа, ну, то есть реклама вашего приложения становится просто нереально. Если у вас бесплатное приложение, на котором вы зарабатываете с помощью рекламы, теперь нереально. И самое главное другое, что если вы собираетесь рекламировать ваше приложение с помощью различных рекламных сетей, которые собирали данные через все эти кучу бесплатных и платных приложений, понимая, какая из аудитории именно конкретно ваша, то теперь этой даты нету. И теперь вы хотите, типа, как бы порекламировать ваше приложение. И вам говорят, что, вы знаете, ну, как бы, теперь мы куда-то там, как-то, где-то, что-то рекламируем ваше приложение. Скачает его кто-нибудь, нам хуй знает. Мы даже не знаем. Там любители собак, любители семейных каких-то ценностей, любители машин, любители игр. Мы хуй знаем. Там какие-то, блядь, люди. Мы вообще нихуя не знаем. И в итоге стоимость твоей рекламы начинает повышаться. И в итоге, если ты хочешь порекламировать свое приложение на iOS сейчас, то бюджет твоего, как бы, ну, твой бюджет, условно, вырос 2, 3, 4, 5 раз. Да. А у Гугла каким образом это происходит? Ну, смотри-ка. Ну, у Гугла, как бы, там у них пока все было нормально, как бы, да, то есть, типа, четко все понятно, как бы, у них вся дата собирается, везде жопа продается, поэтому четко понятно, где, кому, чего, как продвигать, как бы, ну, то есть, вот этих всех проблем их нету. То есть, ты идешь, хочешь продвигать свою игру среди любителей, там, гиперказуалок. Говно вопрос. Показываем твою рекламу только любителям гиперказуалок, понимаешь? Все, короче, у тебя один инсталл стоит, там, типа, 30 рублей, короче, да. Окей, нормально, короче. Пока на iOS твой инсталл начинает стоить уже 500 рублей, 1000 рублей. Тут есть еще один очень важный момент, Тимур говорит сейчас как маркетолог, я вам могу сказать, с позиции человека, который немножко знает игровой рынок на андроиде, и есть еще один очень важный момент. На андроиде конверсии в платные игры гораздо ниже, чем на iOS, и поэтому очень многие игры, даже те, которые с премиум ценником на iOS, они на андроиде как бы добирают рекламы, в том числе таргетированные. Эта реклама просто, сука, до жопы, до пизды вам, разве что это, в игровой загрузчик баннер не лезет. Да, это, кстати, тоже правда, да. И прикол весь в том, что для игр это тоже серьезная угроза, потому что если на iOS у тебя может быть премиальная игра, и revenue stream может строиться тупо на том, что ты, ну, игру по факту подаешь, я не знаю, Monument Valley какая-нибудь, или еще что-то такое, игра стоит, там, 1 доллар, 5 долларов, что-то в этом духе. На андроиде ты никогда в жизни не заставишь такое же количество пользователей заплатить, и поэтому ты это компенсируешь рекламой. Потому что, например, очень многие премиальные игры на андроиде, они на iOS стоят денег, а на андроиде они рекламные. И ты можешь занести денежку, чтобы выключить рекламу. Примерно такая модель монетизации. И вот что с ней будет, мне пока не очень понятно, потому что вообще с играми тоже все непросто в этом контексте. Короче, все это ведет в итоге к новости о том, что Google сначала ходили слухи о том, что они ведут похожую историю, как iOS, а теперь они тупо ввели очень-очень тихо, нигде никому ничего не сказал. Как мошенник. Просто тупо, короче, полиси обновили, короче, для разработчиков. Сказали, ах да, теперь вы должны сообщать всем, типа, своим пользователям, какую дату вы с них собираете, и просить консента, ну, то есть, грубо говоря, просить их разрешения и согласия на сбор этой самой даты, вот. И такой, типа, едем в домике. Все, идите, пока, все, до свидания. Ну, то есть, переводя на русский, они сделали то же самое, что Apple. Они сделали то же самое, что и Apple, и теперь весь рынок немножко в панике, вот, потому что, а если пользователи запрещают свою дату собирать? Нет, и, конечно, можешь, типа, взять какую-нибудь, поскольку это Android, какую-нибудь хитровыебанную штуку придумать, которая тупо обходит механизм Google потенциально, и которую, может быть, Google даже не найдет. Потенциально это возможно, теоретически, потому что на Apple, ну, с этим сложнее немножко, вот. Но вообще, я думаю, что это сильно очень подкасситрано к Android, потому что количество free-to-play приложений там намного больше, чем в Apple. Потому что в Apple, как бы, вообще приложения, которые с помощью подписки живут, их, ну, стало прям намного больше. То есть, грубо говоря, ты скачиваешь бесплатно, потом ставишь подписочку и вперед. Проблема в другом. Проблема, опять же, в том, что, как бы, как я и говорил, что, как бы, все эти бизнесы, они являются успешными на iOS'е за счет того, что там хорошо работает реклама, где у тебя начинает сходиться юнит-экономика, где у тебя, грубо говоря, есть ROAS, return on spending, ну, return on ad spending. То есть, грубо говоря, когда ты берешь, у тебя есть бюджет определенный, который ты влил, и с этого бюджета по аналитике ты пошел, получил вот такую-то выручку. И ты понимаешь, что у тебя return on ad spending в канале Facebook по такой-то там, допустим, компании, у тебя вот такой вот. А вот здесь вот там в гугловой компании, вот такой вот, короче. А вот здесь ты продвигался через Инстаграм, а вот здесь такой-то, да. Короче, а теперь тебе говорят, типа, братан, вбрасывай куда хочешь бабки, и ты что-то где-то как-то с них получишь. Хуй знает откуда, хуй знает как, короче, и так далее. Мы, по-моему, в прошлом подкасте или в позапрошлом, когда эту политику ввела Apple, на два часа его хватало, а потом началось вот эти вот падения непонятные, да. Ну, в общем, подожди-ка, я хотел просто договорить до конца. Я хочу спросить просто у тебя, смотри. Прошлый раз, когда мы с тобой эту историю обсуждали в наших прошлых подкастах, что когда Apple это вводила, я тебе задавал такой вопрос. Ну, окей, Apple это вводит, и Google, скорее всего, это же введет. Так и произошло. Но у них же должна быть какая-то своя, скажем так, своя ответочка на тему того, что рынок страдает. Ну, то есть своя рекламная сеть, или своя рекламная там какая-то возможность показываться, или возможность трекать пользователей как-то по-другому, или еще что-то делать. Смотри, я тебе уже рассказывал по поводу Apple до этого, что Apple предоставляет возможность трекать с помощью специальной SCAD Network, которая дает тебе возможность всего 6 бит данных отправить. Да, а у Google как-нибудь это работает? Я уже тебе рассказывал, короче, про это. Якобы, якобы Google собирается, короче, я думаю, что, скорее всего, у них это ничего не получится, потому что монопольщики их просто сожрут с давном, что они якобы собираются оставить только свои собственные способы продвижения, понимаешь? Ой-вэй. Вот, как бы, ну, то есть, типа, Google УАК, так называемый. Реклама в Google Story, короче. Ну, типа, то есть реклама в Google Story и реклама через свои собственные каналы. А все остальное, типа, пошли нахуй. Вот. Я думаю, что, скорее всего, скорее всего, короче, им этого не дадут сделать, потому что к Apple уже начали потихонечку приходить и говорить о том, что, типа, вы выпилили все возможности, по сути, рекламы, ну, как бы, оградили, кроме своей собственной, так называемой, Apple Search Ads, это ОСА, так называемая. Это та самая, как бы, штука, когда вы берете и в App Store, в поиске набираете какой-нибудь там кроссворды, и вам первая же позиция показывается с подписью Ad, о том, что, типа, какое-то приложение, которое заплатило за то, чтобы показываться по семантике кроссворды, ну, типа, по ключевым словам кроссворды. Вот. И там, соответственно, у вас игра про кроссворды. Вот. Он тебе хорошо пишет в чате, что разрешение к трекеру начнут завязывать на получение бандла с игровой валютой. Вот тебе, пожалуйста, типа, хочешь получить супер-пупер меч, нажми кнопку разрешить отслеживание. Смотрите, смотрите, как бы, тут есть некоторый момент. Мне кажется, это серая схема какая-то. Не-не, смотри, во-первых, это серая схема, во-вторых, я поясню, Apple довольно жестко регламентирует то, каким образом запрашивает этот самый консент. Вот. Они говорят о том, что у тебя должно быть определенное окно, в котором есть две кнопки, типа, согласиться, отказаться, и текст на определенное количество символов, только текст, в котором ты, типа, по сути, объясняешь пользователю, зачем это все делается. Причем текст тоже модерируется, и ты должен текст, типа, как бы, очень открыт и четко, без введения в заблуждение сказать человеку, типа, зачем, почему ты от него данные эти спрашиваешь, вот. И, как бы, в этом плане они еще регулируют, что у тебя должно быть на фоне, ну, то есть, в какой момент появляется это окно, и что у тебя на фоне этого окна. И когда мы делали для Puzzle English, это я уже рассказывал в подкасте о том, что мы очень много экспериментировали, и в итоге добились охуительных показателей по вот этой штуке, у нас больше 50% людей соглашалось, соответственно, давать свои данные. Но, блядь, я там просто хитровыебанную схему придумал, как бы, чтобы, как работают таймеры, каким образом показывается это консент-окно, при каких триггерах показывается это консент-окно, как сделать так, чтобы консент-окно показалось через триггер другого, то есть, у тебя есть один триггер, который триггерит, показывается консент-окно или нет, и так далее. Не рассказывай подробности, мне кажется, это, ну, не стоит рассказывать. Короче, в общем, я очень долго ебался, несколько недель так, чтобы правильно сделать эту штуку, чтобы она, блядь, сработала, и она сработала в итоге, и правильно мы все сделали, и все хорошо было. Ну, далеко не все такие умные, Тимур. То есть, должно быть какой-то более простой способ, потому что, я думаю, в Apple не мудаки сидят, они понимают прекрасно, что без рекламной возможности отслеживания каналов будут проблемки. Ну, то есть, как бы, с монопольной службой в том числе. Смотри, там просто проблема в том, что нам тут правильно пишут о том, что народ там пытается обойти эту схему. Пытается придумать различные другие схемы монетизации, грубо говоря, даже не так, а именно схемы монетизации, потому что, если ты выпускаешь бесплатный условно калькулятор, который, типа, хуерит там рекламу тебе, и человеку похуй, потому что у него там внизу крутится баннер, ну, это, конечно, все ок, но есть проблема. Она заключается в том, что если ты сейчас, как бы, перестаешь, ну, у тебя на 60-70, там, 80% падает прибыль из твоего калькулятора, тебе нужно придумать что-то другое. Ну, как-то по-другому монетизироваться. И это очень сильно перекроет весь рынок. Калькулятор по подписке! Ну, вот, типа того, или как на Nintendo Switch видел, там, за 800 рублей продавали калькулятора. Нет, на скидку было 95% или что. Да пиздец вообще, охуительно. Вот. Я просто все это к тому, что это действительно очень рынкообразующая штука, которая очень сильно перекроет весь рынок вообще. Рынок с точки зрения маркетинга, как продвигать свои приложения. А, соответственно, понимаешь, если у тебя начинаются проблемы с продвижением приложений, то, как бы, тебе нужно, значит, соответственно, перекравить всю юнит-экономику. Чтобы перекроить юнит-экономику, тебе нужно повышать LTV, ну, то есть Lifetime вылью твоего клиента, грубо говоря, сколько тебе клиент занес денег за все время пользования твоим приложением. Там, типа, ARPU, то есть там, ну, там, условно, Average Revenue Per User тебе нужно обменять. Тебе нужна куча... То есть вся твоя юнит-экономика перекраивается. Ну, короче, для обычного пользователя, скажи мне, что может происходить в худшем случае? Это, во-первых, повышение цен. Повышение цен на внутриигровые подписки. Внутри подписки. А, подписки. То есть, грубо говоря, подписки. Плюс внутриигровая валюта начинает стоить дороже. Угу. Плюс будут перераспределения маркетинговых бюджетов, и, например, вам будут меньше рекламировать приложения через традиционные каналы, и будут больше хуярить вас через рекламу блогеров. Я уверен, что сейчас в итоге в какой-то момент то, что вы, знаете, раньше в свое время заебывали там каким-нибудь рекламой... Raid Shadow Legends, ищи меня в игре. И мы переходим к нашей сегодняшней рекламной интеграции. У меня замечательная на мобиле игра. Пожалуйста, не делайте этого. Ребят, пожалуйста, я вас очень прошу, потому что это очень плохо, так как вы вроде в шутку, но вы рекламируете игру. Вроде в шутку, но рекламируете. Я не показал какую. Ну, бесплатно. Особенно Максим. Я не показал. Как бы. И я просто к тому, что, опять же, к инфлуенсорам начнут идти массово. И начнут рекламировать теперь игры мобильные, как бы. И мобильные игры не только большие, но и средние. И, как бы, реально рынок весь перекроится. Потому что, как бы, в какой-то момент сейчас, месяц назад были новости о том, что мы пересплитовали весь свой бюджет полностью, короче, с iOS, типа, на Android. А на iOS, типа, оставили там какие-то вообще, типа, в копейки, как бы. Потому что Google же не мудаки, чтобы сделать так же, как Apple. Блядь. Я просто реально, как бы, наблюдаю, как, типа, народ в маркетинговых, там, всяких чатах, там, типа, и прочих, просто охуевает. Просто охуевает, потому что, типа, ну, вот у тебя весь бизнес строится на приложении. Я из всего этого монолога Тимура понял только две вещи. Apple мудаки, Google мудаки, а самый мудак, то я, который теперь вместо 100 рублей будет платить 800 за какую-нибудь, блядь, очередную. Три в ряд. Черт. Да, Вадимка, да? И тебя заставят это сделать, понимаешь? Я заебут рекламой просто какого-нибудь вагинального массажера, понимаешь, каждые пять секунд, чтобы ты... Я попадаю в целевую аудиторию, если что. Ну, ладно, хорошо, вот. Ну, в любом случае, короче, эта новость очень важная, как бы, если что, почитайте, обязательно мы отдадим ссылку на, собственно, самые новые полиси гугла. Да, лучше нагуглите его. Ха-ха, pan intended. Кстати, раз уж мы загорели про гугл, у нас это ху... Чем мы еще нагуглили, да? Чем мы еще сегодня на гугл? В интернете нагуглили, как будет видеть, выглядеть, точнее, как будет выглядеть новый гуглофон, который пиксель 6. Такое слово, знаешь, типа прям фрукда, прям такой гуглафон. Гуглафон, ну прям... На верже тут замечательные картинки, были опубликованы о том, как будет выглядеть новый гуглофон, я могу сказать так, он выглядит как кусок говна. Бля, ты чё, мышь? Угу, гуля, ну ты посмотри на этот, на эти, блядь, полоски непонятные, тут хуй поймешь. Нормальный дизайн, ты чё? Бля, я тисерен, игрок, дизайн охуенный. Вот я прям смотрю, и он выглядит ретрофутуристично, отчасти. Ретрофутуризм, сейчас в моде, да. Вот, и как бы, блин, вот эта вот жопа, как бы, со слегка отличающимся цветом, типа снизу, типа красноватый, а сверху чуть-чуть там, типа рыжеватый, да, как бы, ну то есть, блин, я считаю, что очень прикольно, они реально круто сделали дизайн. И самое главное, что, что они любят в айфонах? Выступ камеры? Который несимметричен. Ну да, ты типа кладешь телефон, и он такой, типа, неровненько лежит, неаккуратнее. И он качается. Неаккуратнее. Ты берешь его, короче, может, ты его кладешь, а он такой, он такой, качается, короче. Он как левое яичко, да, оно чуть ниже, как бы, вот. Вот, а это телеван, ты берешь, ты берешь, ты берешь, что он не будет качаться, ты его положил, и он просто лежит. Потому что... Прям как Google Store. Как Google Store. Лежит, как все гуглосервисы в Китае. Вот, но, опять же, как бы, давайте про сам телефон. Очень классно, первое, что Google все-таки впервые действительно перейдет на свой собственный процессор, а не на какой-нибудь Snapdragon очередной. Они сделали свой собственный процессор. Уверен, что, скорее всего, они сделали его тоже, как из наработок армовских, там, всяких ядер. Тоже там, типа, нахуевертили какой-нибудь дичь. Никаких данных про то, что там, ну, типа, крутой, энергоэффективный, или еще ничего нет. Что мы знаем, что там будут нейронные сопроцессоры, так же, как и у Apple Silicon. Там будут специальные процессоры, которые будут обрабатывать фотки, конкретно фотографии, заниматься. И все. Все. Надеемся, что он не будет сильно греться, потому что, на самом деле, я могу вам сказать, что последние флагманы на Snapdragon, которые я держал в руках, были очень горячие. Очень горячие. И от меня в последние мои, что называется, эскапады от андроида полностью отвадило, потому что мне очень нравится, когда все-таки телефон, когда ты запускаешь на нем трехмерную игру, не пытается пожарить тебе яичницу. И в этом моменте, в этом моменте я просто закончу мысль, Tensor это такой же, блядь, звоночек для этого, для Qualcomm'а, что и M1 для Intel'а. Вот тут серьезно. То есть, может, это процессор, который не заработает большую долю рынка, но на самом деле вендоры телефонов немного заебались. Терпеть тот факт, что Qualcomm уже который год не может выпустить холодный и сравнимый с Apple'ом процессор. А зачем? У тебя же есть, как бы... У тебя же монополия, но это главное. Нет, подожди, у тебя есть Snapdragon и хуёвый Mediatek. Да, и был отличный Kirin, который грохнули санкциями, в общем-то. Да. Ну, то есть, короче, у тебя, как бы, не очень много вариантов. Типа, хочешь богатый Snapdragon для господ и бояр? Хочешь крестьянский, грязный такой, значит, прямо из-за скотовозки Mediatek, да, короче, за свои деньги нормально. И поэтому у тебя, как бы, у тебя не очень большой выбор, как бы, да, и, как бы, а потом приходит Google и говорит, что смотрите, какой у нас охуительный телефон, охуительный процессор, опять купит 5000 человек. Вот. Как бы, я, кстати, по поводу Pixel'а хотел сказать свое Fe. Помните, я подбирал для своего отца на день рождения в декабре, короче, телефон. Я же тогда в итоге выбрал Pixel'а, вот, и он оказался довольно хорошим телефоном по многим параметрам. Бля, чуваки. Через поле наебнулся, сломался, ну и он наебнулся дисплей. Знаете, каким образом? У него перестала, короче, часть тач-панели работать, то есть дисплей сам по себе работает, но он не реагирует на прикосновение, причем правая часть реагирует, а левая не реагирует. То есть у тебя сетка померла, отлично. Короче, меняется замена телефона, по идее, меняется сэндвичем, ну, как бы, весь сэндвич дисплея полностью, 10 тысяч стоит, и это я еще на шоп по суперзнакомству, потому что так, ты 14. А сколько сделал сам телефон? 38. Их, сэр! Да, и я сказал своему отцу, что, мол, пошел ты, еще раз, еще раз получишь айфон. А он просто такой прям упирался ногами, руками, как код, знаешь, не, не, никакие, андроид, только андроид, у меня куча приложений, вот это все, я сказал, что отец, вот в 2021 году перейти типа с андроида на айфон, как никогда просто. Я могу сказать, что и в обратную, и в обратную сторону тоже легко. Да, это работает в обе стороны. Как никогда просто, типа все логины, пароль, у тебя все есть, все хорошо, типа все, как бы нормально, я говорю, ну блин, с айфоном, я буду хотя бы знать, что я тебе куплю телефон, который у тебя прошло уже 4-5 лет, и у нас не будет проблем. У нас ничего не сломается, ты ко мне не придешь, не будет тормозить, как бы современный телефон, как бы, ну все будет хорошо, давай вот, ну давай, короче, отец такой, нет, ну это же вот Apple, это же вот это все, короче, я такой, да что там, там все то же самое, ну в общем, короче, я к пикселям теперь отношусь предвзято, такой, знаете, ну как, потому что у меня один из одного, знаете. Я бы, на самом деле, если он такой привяжешься Android, покупал бы ему Xiaomi, да, он бы ломался у него там через какое-то время, но, блядь, ты, он же дешевый. Ты знаешь, я думаю, что отцу его жопа дорога. Такая, такая сейчас тишина повисла, я хотел что-нибудь сказать, а потом вспомнил, что я своему SE взял, новый, то есть, я, реально, я уже сказал, типа, что сейчас же, сейчас XR и 11, как бы, можно периодически, очень часто найти, по хорошим ценам найти, за 45-50 тысяч, короче. Братан, ты можешь купить рефербишит, или вообще бушный, зачем рефербишит, зачем бушный, если можно новый купить, у Тимура, какая хуй разница. Гарантия 2 года, алло. Вот, 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 абсолютно, гарантия 2 года, ты чё? Или вам, пожалуйста, советуют Samsung серия, вместо Xiaomi, естественно, Ну, слушайте, возвращаясь к Pixel, я могу сказать, что даже если Pixel 6 и 6 Pro будут классными аппаратами, а я, на самом деле, вот у меня есть такой зуд, иногда я понимаю, что он рациональный, и он неправильный, на самом деле, но у меня есть такой зуд, купить себе вторым, телефоном какой-нибудь Android, чтобы вот иметь обе ОС, как-то переключаться между ними, и так далее. Я иногда думаю про планшет на Android. Вот, но, вот, Pixel 6, это, наверное, был бы тот смартфон, на который бы я обратил внимание, да, что, может быть, я бы его себе даже взял в нагрузку к iPhone. Он красивый. Он прикольный, он необычный, он, скорее всего, будет с реально классными, хардварными фишками, потому что кастомный чип. Я почти не сомневаюсь, что у него будет заебатая камера. Проблема в том, проблема в том, что купят его 10 тысяч человек в Кремниевой долине, потому что, как всегда, Google проебется с, собственно, дистрибуцией. Самое главное, парни забыли, знаете, что? Google Pixel, маленький, красивый, айфон большой, милый, милый, милый. Если у Google Pixel, кстати, напомню, что, во-первых, выпустят две версии, Google 6, Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, вот, и отличаться они будут не очень сильно, на самом деле, друг от друга, вот, но в любом случае, мы ждем, посмотрим, но, как прав Максим, на самом деле, дело в том, что у Pixel сильно меньше 1% продаж на домашнем рынке в США. Ну, то есть, чтобы вы понимали, насколько плохо дела у Pixel, и чтобы вы никогда в жизни даже не пытались питать надежд на то, что Pixel что-то там хоть как-то решает в индустрии. Это не так. Слушайте, сейчас у нас будет замечательная тема, но прежде чем мы к ней перейдем, можно я дочитаю наши донаты на секундочку? Эль Андре занес нам 300 рублей, донат занес, поклон отвесил. Теперь вопрос, что стоит лучше взять, новый стол с автоподъемом или нормальный стул и какие? Братишка, я тебе советую взять нормальный стул, ну, то есть, кресло, да, какое-нибудь, потому что это та вещь, которая будет подпирать твою спину. Я ни на что не намекаю, я ни на что ни на что ни на что ни на что смотри, у меня что-то. Да, у тебя там шапка хотя бы висит, но не обязательно такое, но поищи что-нибудь хорошее, братан, я, как ни странно, нам многие говорили о том, что в Икея нормальные кресло бывает. Ну, вполне может быть, но история вся в том, что стол ты всегда сможешь купить, а кресло это та инвестиция, которую ты почувствуешь просто сразу, я серьезно говорю, не зависит от того, какой ты стол. По поводу автоподъема, это классная штука, я могу сказать, что мне очень нравится работать стоя, у меня это невозможно на моем столе, который вот у меня сейчас, на котором у меня стоит мониторы, но это вот прям моя мечта, стол с автоподъемом, потому что иногда хочется просто постоять, и там типа перед монитором и что-нибудь понажимать, устал, сел, опять набрал сил, опять встал, то есть мне кажется, это классная штука, но говорю, это можешь ты купить и потом, так что начни с кресла. Алексей Колобашкин, зависит от 100 рублей, тут такая тема, что те, кто переболел или привелся от ковида и прошло два месяца, могут сдать плазму для создания вакцины и получить 5000 рублей. Да, это есть в Москве, такое есть, я могу сказать так, я не пробовал, но я иногда задумываюсь о том, чтобы это сделать, поскольку я переболел, а как бы, знаешь, 20 баксов, это 20 баксов, ну ты понимаешь, но насколько я помню по последним сообщениям в каком-то чате, по-моему, это были московские новости, что ли, в Телеграме, там была история в том, что плазмы достаточно, ее реально очень много, она далеко не всегда помогает, и как бы, она помогает, наверное, прям тяжело больным, но в любом случае, доноров такое количество, что, ну, мне кажется, это не очень хорошая новость, в контексте того, что она от переболевших, ну почему? когда плазмы много, а что не так? берут ее с переболевших, это значит, переболевших немало, ну, это правильно, да, но надо, чтобы их было, как бы, тех, кто болеет, им было легче, понимаешь, это для этого делается, неважно, но я могу сказать так, ты подумай, если тебе вдруг нужны 5000 рублей, то пожалуйста, 20 баксов не лишнее, мне кажется, что тебе откажут, потому что, ну, по крайней мере, в Москве так точно, Илюша на ум, в заместном 100 рублей, пацаны, у меня сегодня ДР, ни в чем себе не отказывайте, еей, гуляем на все 100 рублей, спасибо тебе, братан, Денис Мандаренко, в заместном 100 рублей, спонтанно подумал о покупке Apple TV 4K, для игр из Apple Arcade, как считаете, подходит ли твоя приставка для такого кейса? Там не очень новый процессор, и в целом, мне кажется, Apple TV, это если ты именно контент собираешься потреблять, а брать его как игровую приставку, ну, не знаю, у меня был просто такой вариант, я хотел так сделать, но я в итоге купил просто iPad, это было гораздо более лучшим решением. Мне кажется, что тебе проще играть условно с iPad, подключая к нему геймпад, или прямо на iPad с тачскрином, а картинка, если хочешь ты выводить ее там на телеку, через AirPlay, например, у меня телек поддерживает AirPlay прямо внутри него, тоже. То есть я могу, например, с iPhone, что произошло у меня такое сейчас? У меня сейчас мигнул свет. Сейчас, знаешь, свет мигает, и Димки нет. Короче, братан, мы тебя отговариваем от Apple TV, я тебе могу сказать так, что лучше смотри в сторону хорошего телека, вот так. Владимир Рыньков, займется на 100 рублей, что у вас с телевизорами? Стоят ли они на подставке или висят на стене? Я хочу взять 65 OLED, а он тонкий, я суево повреди, когда вешать буду. Ну, во-первых, есть специально обученные люди, которых ты можешь пригласить. Я просто, ты просто позови, заплати полторы тысячи, тебя еще заебись смонтируют. Я делал так в своей квартире, потому что у меня до этого висел толстый 42-дюймовый телевизор. А ручки и спопки, да. А ручки и задницы. Я сразу сказал, я просто этим не буду заниматься, я лучше людям денег отдам. И я считаю, что лучше всего кронштейн плюс плата мастерам. Это самый безопасный заебатый вариант. Я могу ответить за Тимура, у него дома висит на кронштейне телевизор. У меня стоит дома на подставке, то есть у меня нету кронштейна, я в принципе доволен. Единственное, что вот ты говоришь, OLED тонкий, и типа боишься его повредить, но вот конкретно у моего LG он сам-то тонкий, но вот подставка его нижняя, она пиздец какая здоровая, поэтому у меня телек отстаёт от стены где-то ну сантиметров на 30, и туда прекрасно помещается Xbox. Просто идеальная история. Закинул её, блядь, за телевизор, и просто не видишь этот уродливый чёрный ящик, тебе просто похуй на него. Так что такое. Дельфинчик занялся нам 200 рублей, слушаю вас с 2016 года, но я впервые на стриме, спасибо, что поднимаете настроение каждый раз. Спасибо тебе, братан. Спасибо. Это все наши донатики, что там, Тимурчик не пришёл ещё? Нет. Смотрите, тут такая история, у нас есть следующая новость, проблема в том, что я как не автолюбитель не могу оценить её важность. Ты что-нибудь в курсе про это? Тут на самом деле совершенно прекрасная история произошла. Уже очень давно есть такой производитель электрокаров. И как вы знаете, электрокары — это перегретая достаточно тема, то есть, поскольку все ищут новую Теслу, вкладываются практически во все стартапы, которые делают электрокары. Так. Некоторые стартапы взлетают, например, какой-нибудь Тривиан, или какая-нибудь компания, господи, как она называлась-то, которая из Румынии супергиперкары электрические делает. Так. Нет. И некоторые компании взлетают. И реально они взлетают неожиданно. Ну, кто бы мог подумать, что в Румынии будут делать пиздатые электрокары. А между тем, они сейчас поставляют вагу своей технологии. Ага. Вот. И поскольку все ищут вот эту вот молнию в бутылке, вкладываются во все подряд. И вот одной из таких все подряд компаний была компания Никола. Они до этого квас делали, да? Правильно? Не-не, просто до этого. Квас же делали, да? Квас, да? Да. Ну, вот. Это как бы как Тесла, только Никола. Такая примерно логика. Компания была зарегистрирована в Аризоне. Вот. И обещала она просто до хера всего, что у них будет замечательный суперкар, что у них будет замечательная машина Никола-1, которая называлась, что она будет работать на водородных топливных ячейках и питаться от электродвигателей и все будет заебись. Вот. И это был грузовик. Суть в том, что Никола-1 это был грузовик. И поскольку в определенный момент компанию поймали на финансовых махинациях, выяснилось, что у нее ни хрена нет с душой, кроме обещания. Вот тиранус такой от мира по факту автоиндустрии. Начали официальное расследование. И сейчас этими результатами расследования начали делиться. И прокурор по Нью-Йорку, собственно, который это все расследует, обнародовал следующее, что, во-первых, основатель компании Тревор Милтон постоянно врал, откровенно, чтобы держать акции компании на плаву. То есть поддерживал хайп. Сами электрогрузовики были такими своего рода, знаешь, машинками, которые Васька у нас обычно во всяких играх создает. То есть ты напиздил детали от других машин, это все обув красивый корпус. Свостолет. Еще более смешно другое, что у этих машин не было батарей. Да, батарейки не было. И машины работали от настенных розеток в презентационных румах, где стояли. Но самое охренительное видосы, где машины ехали, это машины просто скатывали с холмов, а не под горочку так красиво на камеру. Да. Пролетали. Подожди, а почему? То есть это тот замечательный подход, который, типа, делай фейковые, пока у тебя не получится сделать нормально. Fake until you make it. Да, 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 да. Fake it until you make it. Но в этот раз не получилось, да? Не получилось абсолютно. Вот. Не дошли до этапа, когда, типа, make it. Просто fake it только, и все. И что случилось с этой Николой? Ну, что случилось? Собственно, сейчас основатель выплатил миллиард долларов. Ему навсегда запретили работать в компаниях, которые вообще могут выпускать ценные бумаги когда-либо. Ну и он заплатил 100 миллионов долларов в залога пока вот сидит, ждет, что еще там накопают. Я не удивлюсь, если там хомячки крутили некоторые штуки в машине. Мне нравится. Я вообще... Он заплатил 100 миллионов долларов в залога, я такой, сколько? Ага. Это как? Ты, типа, тебе говорят, бро, типа, заплати, сейчас я посчитаю, сколько там, 70, 700, 750 миллионов рублей. 7 миллиардов рублей заплатил. Миллионов, 750. Почему ты так думаешь? Что миллионов долларов 100 миллионов долларов. 7 миллиардов рублей. Заплатить 7,5 миллиардов рублей. Ты такой, говно, вопрос, конечно, лопать, не отстаешь такой, типа, блядь, можно, блядь. Такой, типа, и дабы, и сидишь на жопе, ровно ждешь дальше рассвета. А компания, заплатив 7,5 миллиардов рублей, надо так. Румынская компания, про которую я говорил, называется Rimac. Вот, собственно, это просто я к тому, что бывают чудесные случаи, как Rimac, да, когда компания из ниоткуда, без бэкграунда, реально создает охуенно. Электрокары продает их, уже продает свою технологию концерном. И даже Хамонт успел на одной из них разбиться. Вот. А есть компании, ну вот как Никола, вот 7 миллиардов отслюнявили, чтобы не сесть. Мне интересно, возникает вопрос, а как вообще эти компании, ну, то есть, они же инвесторов, по сути, обманывают? Или как? Типа Николы и прочие, которые приходят, и тебе показывают полную поебень, короче, и все такие, да, и вкладывают бабки. Не, я просто к тому, что это же создательный обман инвесторов, это почти мошенничество, или нет? Ну, так их же и сажают, так-то вообще. Их и сажают, за это. Ну, пока никто его не посадил. Ничего, ничего, его посадят еще. Да. Короче, пацаны, пока мы не пришли к следующей теме, я хотел немножко ответить на предыдущие вопросы в донатах, которые вам были, потому что я отходил на кухню. Во-первых, про телефоны, как его, ой, про телевизор, как его сажать на стену. Вот у меня B8 висит на гигантской, невъебенной руке, вот. Когда вы покупаете себе карнштейн, руку, например, какую-нибудь большую или не руку, и вы смотрите, там обычно всегда пишут, типа, максимальный вес, и там часто сопоставляют, когда пишут, типа, что такое-то количество дюймов максимум, и такой-то вес максимальный, вы обязательно посмотрите. Дело в том, что OLED-телевизор средний весит примерно в два раза меньше, чем такого же размера какой-нибудь там кулет или там, типа, любой другой ЖК-телевизор. То есть, OLED в среднем весит в два раза меньше. Поэтому, например, там, типа, мой телек, условно, как бы, 55-дюймовый, по-моему, весит, что-то типа, 13 что ли килограмм, типа, или там 16, короче, при том, что мой кронштейн рассчитан там чуть ли не на 45 килограмм от Кромакса, вот. Как его вешать? Все очень просто, вам нужно обязательно, обязательно вам нужно два человека. Ну, то есть, типа, в одиночку нереально повесить, это тупо невозможно. То есть, ваша задача какая? Вы вешаете с помощью уровня кронштейн к стене, как бы, соответственно, или у вас на кронштейне уже есть уровень, ну, знаете, вот эта водичка и пузырик, вот, или, соответственно, вы сами прикладываете и делаете это. Потом, соответственно, один человек держит телевизор в руках снизу, потому что Дима был прав, у него снизу специальная, по сути, весь его процессорный блок, блок управления, да, блок управления и колонки, сабвуферы снизу и колонки сверху, они располагаются вот в этой самой, типа, по сути, третьей телевизора, примерно, ну, половине телевизора, условно, половина телевизора, как бы, она пухлая, а половина телевизора толщиной вот там, типа, не знаю, меньше сантиметра, очень тонкая. Так вот, вы берете снизу телефон, ну, этот телевизор, держите его, короче, а второй человек закручивает, ну, то есть, в одиночку нереально это идет, только вдвоем, возможно, вот. И еще спрашивали какой-то вопрос, Макс, что-то ответили по донатам, короче, а я такой подумал, что надо обязательно отклиниться. Apple TV 4K для игр. А по поводу Apple TV, короче, смотрите, Apple TV, покупать как приставку, смысла большого не имеет, но как, ну, смысле, как игровую приставку. При этом, при этом, даже прошлый Apple TV 4K, не текущий новый, который на новом процессе, а прошлый, довольно неплохо справляется почти со всеми играми с Apple Arcade, и, кроме всего прочего, если у него еще и новый пульт, новый пульт, охренительный, он реально очень хорошо работает, и он в тысячу раз лучше, чем предыдущий сраный просто пульт, который вот этот Siri Remote, так называемый. А вообще, типа, Apple TV новый справляется с играми хорошо, и реально, если вам хочется ну, как бы, вдогонку к вашим куче консолей, или вы вообще особо не паритесь по поводу консолей, вам нужно просто, типа, казуальную приставочку, типа, чтобы иногда подсоединить геймпад и поиграть во всякую такую, прям вот реально казуальные игры, это реально крутая штука, как бы, тем более, что стоит он недорого, но самое главное другое, что он отлично справляется с медиазадачами, потому что Apple TV отлично справляется с всякими, там, нетфликсами, там, HBO, там, даже кинопабом каким-нибудь сраным, понимаете, как бы, он со всем чем угодно справляется, короче, я прям дичайший лютый советую, это для медиа потребления отличная консоль, для игр, ну, хер знает, примерно так. Игры там идут, Макс, хорошо, прям хорошо, я тебе могу сказать, что у меня Apple TV, в котором стоит, по сути, чип от семерки, хорошо справляется даже с фантазином, там, и так далее, ну, прям реально хорошо справляется, поэтому, и половина игры Apple Arcade работает на нем, так что, как бы, кстати, кстати, чтобы ты понимал, Тимур, сейчас в Apple Arcade выйдет Wait and Mystery Journey Plus, это хуйня, да, и там, еще Asphalt выйдет, и еще выйдет, еще какая-то игра гоночная, вот, в ближайшее время, там еще, кстати, помнишь, помнишь, та игра, которая Леонина Куни, тоже там. Да, 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 Detonation Racing там вышел, вот, от создателей Split Second, да, короче. Короче, пацаны, в общем, смотрите, двигаемся к следующей теме, она очень интересная, она заключается в следующем, дело в том, что, ну, как бы, на тему электрокаров, тут на Wired и на RastTechnik вышла замечательная статья о том, что компания Toyota, та самая, которая такая, была, по сути, на самом рубеже, на самом, знаете, прям вот на острие, буквально, вот этого самого экологичного машиностроения, когда они выпустили, это их первая тачка такая. Когда они выпустили Prius, вот, а потом начали гибриды всячески вообще, как бы, запихивать, типа, куда угодно, включая Lexus, там, даже Highlander, Toyota, там, и так далее, и так далее, и вот, короче, вот они выпускают все эти гибриды и начинают ставить на топливные ячейки водородные и как бы начинают эту технологию прям раскачивать, двигать как бы и считают, что у них все получится отлично. а потом появляется Tesla. И что? Что происходит? И Toyota такая, типа, говорит, что типа, ну, вообще, вы знаете, электрокары, ну, это такая, типа, ну, это, 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 это в каком-то очень далеком будущем когда-нибудь будет, как бы, потому что от бензина отказаться сейчас нереально. А если можно... А в каком году происходило, подожди, чтобы я понимал контекст. Это буквально происходило несколько лет назад. Вот. Типа, 2018-й? 15-й? 2015-м, как бы всячески публично через своих спикеров, там, типа, в статьях, там, везде, типа, что, ну, как бы, вот электрокары в чистом виде, ну, блин, пацаны, ну, еще очень не скоро это будет. Все потому, что электросети не готовы, батарейки очень дорогие, короче, литий-ионные батарейки, типа, вот это все, короче, очень небезопасно. Ну, короче, ну, сами понимаете, ну, там, 2050-й может быть когда-нибудь. Вот. А сейчас, типа, ну, не, нереально. Поэтому, пацаны, давайте-ка потихонечку готовиться, вот, к топливным ячейкам на водороде. Вот это, типа, вот это будущее. Да. Короче, вот наша Toyota Mirai, вот она использует топливные ячейки на водороде, а еще, если вы купите, короче, Toyota Mirai прямо сейчас, то вы получите топливных ячейк на год вперед, короче, на халяву. Ну, и все такие, типа, ну, ну, круто, ну, что это хуйня какая-то, вот. И, короче, Toyota начала наблюдать ситуацию, как электрокары в целом начали развиваться намного быстрее, чем они рассчитывали. Намного. Ну, то есть, типа, начали расти электросети, возможности зарядки, как бы, начали появляться электродвигатели у кучи различных брендов, которые они даже не рассчитывали, что когда-нибудь на это пойдут, то есть, там всякие, как бы, во-первых, появились плагин-гибриды очень быстро, как и у Toyota, то есть, это, грубо говоря, там, Mercedes какой-нибудь. Это что такое, это когда батарея вставляется, да, а потом заряжается отдельно? Плагин-гибрид, не, плагин-гибрид, это когда у тебя гибридная машина электрокара, ну, типа, обычная машина вместе с функциями электрокара, которая, мало того, что заряжается за счет рекуперации, то есть, грубо говоря, когда ты тормозишь, и у тебя вот этот, типа, момент от колес, типа, начинает заряжать у тебя машина, таки еще, и ты можешь воткнуть тупо провод, и чуть-чуть зарядить эту батарею самостоятельно, и ее хватит там условно там на 50, на 100 километров, на 150 километров, ну, то есть, грубо говоря, до работы доедешь, и обратно. Подожди, не понимаю, в смысле, а почему это называется отдельным словом? Это называется плагин-гибрид, это типа гибридная машина, которая стандартная гибридная машина, их обычно нельзя подзаряжать самостоятельно, они подзаряжаются только в тот момент, когда ты едешь, и за счет энергии торможения, за счет рекуперации, они, по сути, как бы заряжаются, как Prius там, да, и Lexus, а когда у тебя плагин-гибрид, это значит, что у него есть дырка, как бы, в которую ты можешь воткнуть провод, и как бы даже если он у тебя не заряжался все это время, пока ты ехал, ты его воткнул в провод, зарядил, короче, и как электрокар, по сути, и до того момента, пока у него есть энергия батарейки, он не включает двигатель из внутреннего сгорания, и ты просто, ну, типа, едешь. Ну, то есть, я бы сказал так, это промежуточная стадия между... Между гибридом электрокаром. Да-да-да-да, так. Вот, и прикол в том, что, типа, как бы, Toyota все это проебланило, пока, как бы, вот, и вкладывалось, соответственно, не туда, и электрокары, они так, типа, банкировали, и считали, что это хуйня какая-то, вот. Потом они поняли, что... Мода пройдет через пару лет, поняли. Ну, типа того, ничего не получится, короче, ну, там, типа, как вот появилось, так и тут же уйдут. Вот. В общем, в какой-то момент они поняли, что немножко неправы. Мало того, что начали сами потихонечку лепить электрокары, ближайший их серийный электрокар, который полноценный полностью электрокар, выйдет вот-вот уже чуть ли не в этом или в начале следующего года. И в чем прикол? Они начали всячески лоббировать в различных правительствах, в том числе правительство США, различные ограничения, точнее, так скажем, послабления для машин с двигателями внутреннего сгорания и послабления для, помните, вот этих новых законов, которые, к 2035-му ни одной машины с двигателем внутреннего сгорания не будет продаваться. Вот они начали лоббировать, чтобы это тоже начали откладывать потихонечку, типа, куда-нибудь, ну, там, давайте 2045-й, например, сделали. Вот. И начали, типа, лоббировать историю, что там же начали затягивать потихоньку тиски, чтобы и выбросов было поменьше в машинах, чтобы они были более экологичными, чтобы они меньше тратили бензина, там, и так далее. Они начали это тоже, как бы, пытаться пролоббировать, типа, чтобы ничего, это все не сработало. В чем прикол? Дело в том, что почти все люди, которые, как бы, ну, которым нужно это занести денег, чтобы они это лоббировали в США, это люди, которые нефтяники. А нефтяники это обычно кто? Кто? Правительство? Ну, типа, из двух партий в США это обычно кто? Ну, республиканцы, наверное, да? и, короче, а республиканцы, как бы, последние несколько лет за кого-то пили? За Трампа? Да, и, короче, мне надо, как ребенку маленькому, знаешь, наводящий вопрос. и так, типа, вопросами, мне нравится. Можно так, можно так, весь подкаст, так, ну, вот, и, короче, выходит, ну, Toyota начали, как бы, ловить на том, что они, по сути, как бы, спонсируют не просто, там, республиканцы, а всяких там уебышей, которые там, прям, там, блядь, пиздец, вообще, там, типа, негров, нахуй, линчевать, там, типа, вот это все, ну, то есть, как бы, мигрантов, нахуй, японцев, нахуй, всех, нахуй, короче, ну, и, увидел женщину в штанах, на костер, ну, типа, и начали, Toyota, предъявляйте, типа, ребята, вы не охуели, спонсировать вот этих чуваков, и Toyota в январе 2020 года сказала, о, ебать, нас бес попутал, короче, ебать, короче, не будем спонсировать, в январе этого года или прошлого? вот сейчас, а, я даже знаю, почему, ну, то есть, как бы, в январе что-то произошло, что-то произошло, и Toyota такая, типа, мы не, мы не при делах, не, не, им, им, короче, начали говорить, типа, у какого хуя, они такие, не, не, все, бля, пацаны, бес попутал, вот этих чуваков больше не будем, короче, в общем, их словили в прошлом месяце, в мае, что они спонсировали все еще, там в Капитолии тот чувак в бобровой шапке, и чувак с логотипом Toyota, не, не, братан, все, давай, надо, уходи из кадра, а, все, очень просто, ребята, их в мае словили, ты понимаешь, чувак, вот они обещали в январе, их в мае словили на то, что они все еще спонсировали этих чуваков, там просто, типа, значит, утром, типа, топлю за нефть, короче, а вечером топлю против женщин, что он, типа, ну, типа, да, 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 вот, и, короче, Toyota попала в не очень хорошее положение, и, в общем, на Toyota сейчас всячески ополчились, и говорят, мол, какого хуя, вот, а Toyota всячески такая, типа, говорит, мол, как бы, ребят, водородные двигатели, в общем, короче, Toyota не позавидующая, дело в том, что говорят, что они не только в США, они и во всех других странах сейчас пытаются всячески заносить бабок, и, типа, лоббировать, причем они увеличили свои бюджеты на лоббирование чуть ли не в 4 раза, чтобы только сдержать вот выход вот этих всяких, ну, или electric vehicles, да, EV, и у них позиции, ну, типа, довольно шаткие, потому что все отлично знают, что количество людей, которые хотят купить, или которые покупают себе, соответственно, электрические машины, в цивилизованных странах растет просто астрономически, вот, и, ну, там просто пиздец, и мы реально, мы с вами ставим свидетелями буквально через 9-10 лет, как во многих странах, особенно европейские, ну, там, Скандинавия и так далее, просто тупо запретят продавать машины с внутренним сгоранием, ну, то есть, мы прям увидимся с вами. Я не автолюбитель, но я это замечаю даже по, вот просто городской среде, я тебе могу сказать, что у меня раньше, у меня окна выходят на проезжую часть, у меня нет вот, как у Максима, чтобы окна выходили в сторону какого-нибудь дворика, знаешь, где дети орут, нет. У меня вообще, у меня вообще деревья. У тебя хорошо, да, у тебя там деревья и прочее, а у меня выходят на проезжую часть, и раньше у меня всегда ездили, блядь, троллейбусы, боже, сука, ненавидел их нахуй пиздец. Могу сказать, что за последние там года 3-4, или там даже, может, лет 5, ну, в общем, небольшой срок, да, по меркам там, типа, продвижения новой технологии, у меня здесь под окном ездят электропусы, блядь, в Москве. Я тебе могу сказать, что даже в Казани я наконец-то их начал видеть на дорогах, и я очень... Да потому что их делает КАМАЗ. Знаешь, это еще, еще бы жителям Татарстана сказать, потому что у нас, похоже, катаются те электробусы, которые в Москве свои отъездили. Мне кажется, осталось во многих городах убрать нахуй трамваи, чтобы эти, блядь, грохотающие колеса, блядь, не существовали просто. И будет просто идеальный вариант. И сделать крутые трамваи, потому что на самом деле трамвай... Нет, трамвай это классно, это очень экологичный вид транспорта, потому что это три огромных вагона, в которых нереальное количество народу едет. При этом, короче, если... Что мешает сделать это в виде электробуса? Потому что это по дорогам общего пользования будет свистеть. а трамвай едет самостоятельно, понимаешь, как бы по дороге, и он едет быстро. Это, по сути, наземный поезд, понимаешь? Да, да, да. Это наземное метро, так это воспринимай. Это такое наземное метро, тем более современный трамвай, ты же видел наверняка у себя, там тоже... У тебя же тоже ездят уже эти... Я просто не... Эти огромные ёбы. Я просто, ну, не слишком понимаю разницы. Какая разница? Но будет он не по рельсам ездить, а по общим дорогам? Потому что он будет на дорогах загораживать полосы, и представляешь, эту хуйню повернуть? А то он свистит себе по путям, которые где-то в стороне от проезжей части, и всё. Ну, короче, есть и плюсы, и минусы. Я просто к тому, что вот, да, за пять лет, пожалуйста, у тебя нету, блядь, троебусов, у тебя поменялись на электробусы. Всё, что можно сказать про Тойоту, пацаны, вы должны это так воспринимать. Просто Хайлюкс с пулемётом где-нибудь в Сирии очень сложно запитать от розетки. Помнишь, как было очень смешно, когда Тойота... Зато можно запитать гибрид. А, вот именно. Как все угорали, когда Тойота заключила контракт с Хабибом. Да, 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 да. Сразу. Мы не будем на эту тему элаборировать никак, короче, но было очень смешно. Было очень смешно, да. Ладно, пацаны, короче, двигаемся дальше. Мы потихонечку переходим к результатам кварталов. Тут сейчас все поделились и таки, расскажем. Можно сразу. Давай про эту тему расскажет человек, который обожает эту компанию. Максим. Нет, я не буду. У нас Тимур про эту должен рассказывать. В смысле, я-то почему? Причём здесь я, ребят? Нет, на Захаре... Я хотел как бы только немножко как бы рассказать про всякую дату, как бы дело в том, что Microsoft компания как бы отчитала соответственно о том, как у ней там происходят вообще дела, что у них там и как, короче. И они все, ну, делятся вообще совершенно бьющими все рекорды, все рекорды показателями, короче. Говорят, что продажи железа выросли по сравнению с прошлым годом. Обратите внимание, я сейчас вот акцентирую внимание с прошлым годом. С прошлым годом по сравнению, короче, продажи железа выросли на 172%, почти в три раза. Вопрос. Это железо имеется в виду Xbox или железо это имеет в виду вообще всё железо, которое делает Microsoft? Это Xbox, Xbox. Окей, окей, хорошо. Второй вопрос, второй вопрос. То есть Xbox Series, продажи Xbox Series X и Series S выросли с нуля в ноябре прошлого года до 172% или что? Нет, 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 смотри. Продажи Xbox в этом конкретно как бы сейчас вот там квартале у тебя, в которые включаются Xbox Series X, Xbox Series X, S, остатки продаж Xbox One X, Xbox One S, и Xbox One совокупно больше, чем продажи Xbox One и Xbox One X в прошлом году. В три раза. Ну, это вполне объяснимо, разумеет. Последний год на закате консоли. Ну, мне кажется, это вполне объяснимо. У тебя, блядь, старая консоль хуево продавалась, это вышло новая и вот у тебя всё... Да, но некоторые аналитики в Твиттере как бы начали писать о том, что это сногсшибательные результаты, на которые обязательно стоят обратить внимание. Вы понимаете, в три раза выросли продажи. Ты такой, но ведь они выросли, потому что выросла новая консоль, а та консоль уже как бы была на самом вот конце своего пути. Нет! Ну, ты такой, типа, а, окей, понятно, хорошо. Вот, дальше, короче, общая выручка Xbox выросла на 11%. Ну, тоже много, нет? Ну, чувак, закат консоли и старшного нового поколения. И старт нового поколения 11%. Не убедил. Я тоже вот как бы, если честно, немножко такой, типа, хм, окей, хорошо. Вот, но что интересно еще другое, что вообще как бы рост очень хороший, он действительно классный. и судя по текущим, как бы, показателям, как бы, что там оценивают аналитики, да, считается, что Xbox Series X и Xbox Series S, ну, как типа, совокупные две консоли нового поколения, в общей сложности продали за время, вот, как бы, с момента старта 6,5 миллионов консолей. Вроде как. Ну, это прилично, на самом деле, так-то. Это из estimate of estimate, вот в чем проблема. Просто понимаешь, в чем проблема? Дело в том, что Microsoft сама не говорит, сколько она консоли продала. В отличие от компании Sony, которая пришла и говорит, блядь, 10 миллионов продали, ёпта, вот. Причем, причем там еще сам Дэниел Ахмат, который называет эту цифру, он говорит следующее, к его части, говорит, ну, вы учтите, когда Sony говорит 10 миллионов, это она говорит тех консолей, которые она на руки клиентам отдала. Когда Microsoft говорит, точнее, когда мы говорим, примерно 5,7 миллионов, там, или там, 6 миллионов футбоксов, это то, что в розницу уехало. То есть, такое. Подожди, а чего-то, чего-то решил, что вот эти 10 миллионов, там, условных PlayStation, купила, их, не, не, купила их 3 штуки, я, Тимур и Максим, а остальные 9 миллионов 999 тысяч, 997 штук, они продали скальпером. Как тебе такое? Понимаешь, есть проблема, она связана с тем, что большая часть из этих PlayStation 5, из 10 миллионов, оказались в онлайне, Дим. Я сомневаюсь, что скальпер поценили в онлайне. Открыл, проверил, да, она вот, что не так? А что не так? Ну, он же должен проверить, работает она или нет? Это говно, ваше, блядь, японское, хуй знает, включится или нет. Он видел, как вентилятором шуршит, пиздец. Я каждый раз охуеваю, вот у меня в Xbox, тихий. Ладно, хорошо, хорошо, подержи медальку мастер-чифа, держи. Спасибо большое, да, мне дали значок, что я дурачок, классно. Ну, Ну, короче, чтобы вы понимали, на самом деле, действительно, показатели обоих консолей, они очень хорошие, потому что 6,5 миллионов Xbox Series X и Xbox Series S, это действительно очень круто, так как примерно к этому же самому периоду было продано 5,7 миллионов Xbox One, ну, то есть меньше, и 5 миллионов Xbox 360, то есть еще меньше, то есть, грубо говоря, за вот, за то же количество времени присутствия на рынке, вот. И это, на самом деле, очень важно и круто, то есть, это значит, что, как бы, каждое поколение Xbox, в принципе, чуть более успешно, чем другое, но в этот раз у нас еще есть и чипогидон, и, как бы, консоли Xbox не всегда доступны, вот просто зашел в магаз и купил, то есть, надо еще поискать, порыться там и так далее. Абстрагируясь от Xbox и Sony, вам не кажется, что вот этот чипогидон и невозможность купить консоль, она привела к дефициту, который только повысил спрос? Вы так не думаете? Возможно, потому что я тебе могу сказать, что даже большое количество моих знакомых людей, я уже рассказывал об этом, знаешь, всяких там из медийной тусовки, там всякие фотографы, там диджеи и прочее, которые вообще, блядь, никогда в жизни не играли, начали писать, блядь, а где взять PlayStation 5 и прочее. Но это какая-то, это какая-то, знаешь, психологическая история, что типа, ну блядь, если все хотят, если ее нельзя достать, значит, надо купить. Да, ну типа, вот смотри, коробка, я могу сказать, что у меня есть тоже сомнения о том, что вот этот спрос астрономический, он во многом завязан на дефицит тоже. Но так или иначе, я думаю, что если бы не было бы дефицита Xbox, их можно было бы купить условно вообще в любом магазе, в который ты зашел, с одной стороны, или их было бы больше продано, то есть там не 6,5 миллионов, а там 7 миллионов или 7,5 миллионов, например, да, а может быть из-за того, что не было бы ажиотажа, их как раз и было бы продано тоже 6,5 или 6, или 5,5 миллионов, например, мы не знаем этого, потому что абы да кабы, да, и то же самое с PlayStation, типа, если бы их было бы меньше, ну, если бы их больше произвели, не факт, что их купили бы тоже больше, как бы, ну, нам этого неизвестно, вот, мы можем только гадать, но в любом случае, при паритетной истории, когда у тебя и та, и та консоль в дефиците, но PlayStation, давайте будем честны, более в большем дефиците, чем Xbox, так или иначе, продали почти в два раза больше, причем, мы с Димой уже тоже об этом писали, дело в том, что нам присылают разные ритейлеры со всего мира, в том, ну, в основном русскоязычные, естественно, которые слушают наш подкаст, нам присылают данные из своих магазинов, о том, какие у них продажи Xbox'ов и PlayStation, и нам присылают, типа, из России, из Канады, из США, из Европы, из Австралии, там, и так далее, почти везде, ну, PlayStation лидирует примерно в два раза больше, два к одному среднее соотношение, примерно два к одному, как бы, ну, то есть мы видим, действительно, что повторяется ситуация с прошлым поколением, плюс-минус, но в любом случае, как бы, опять же, я, знаете, такой, типа, Sony Boy ебучий, пошел, там, типа, испортил праздник Xbox'а, там, и так далее, вот, но я хотел, интересно, если мы говорим, то о пяти с половиной, или сколько ты сказал, шесть с половиной миллионов, да, правда, вот когда будет десять, Microsoft скажет об этом, или они так и будут играть в молчанку? Я напоминаю, что мы до сих пор не знаем, сколько лайфтайма продалось Xbox One, до сих пор мы этого не знаем. То есть только гадаем. Знаешь, Димка, Димка, понимаешь, просто когда у них будет десять миллионов Xbox Series'ов, у PlayStation будет двадцать. И будет некрасиво, да? Будет не очень красиво, нельзя будет сказать, ну, а у Switch'а будет там пиздец вообще, дохуя. Сто сортов. Под сто. Ну, как бы, ты такой, типа, выходишь такой, десять миллионов, и все такие, у тебя такой, окей, little guy. Да, в общем, не очень крутая история, короче. Но, так или иначе, в чем прикол, что, как бы, вот, я хотел, я просто не даром тут шутил по поводу аналитика, потому что Даниил Ахмат, несмотря на все уважение наше к нему, я напоминаю, что Даниил Ахмат был в подкасте у нас гостем, и тоже приходил к нам. Вот. Но, он тут расписывает, типа, вроде как сухими цифрами, но явно с такой, позитивной очень коннотацией, о том, как у Xbox'а все заебись, и все классно, вот. О том, что, типа, например, Series X, X и Series S, там, boosted hardware revenue на 92% год от года. Вот ты такой сидишь и думаешь, да, бро, нас почти в два раза увеличил выручку от продаж, типа, hardware, год от года, ну, как бы, закат поколения, старт нового поколения, старая консоль продается по скидкам, новая консоль по фулл прайсу. Хм, интересно, как так? Неужели, как бы, в два раза, как бы, это такая большая, ну, как бы, такой большой разрыв по сравнению с прошлым годом? Мне кажется, ты на этом акцентируешь внимание, потому что ты сонебуи хейтер, исключительно, исключительно потому, что ты это интерпретируешь, как, типа, искреннюю радость за Xbox и прочее, а он тебе, он тебе, он тебе четко говорит о том, что, чуваки, ну, как бы, да, было все плохо, но стало получше. Чувак, почитай комментарии людей, которые вылетвитят, и там просто танцы с бубном вокруг костра о том, как все заебись у Xbox и прочее, ты такой сидишь ебать копать, вы, блядь, серьезно сейчас, как бы, да, и потому что, например, вот там, типа, пишут о том, что у Xbox типа, очень хорошие там показатели типа по, там, хардверу, по контент-энд-сервисам и прочее, ты сидишь и видишь, что контент-энд-сервисам вообще-то повысился, ну, если ты посмотришь контент-энд-сервисам с прошлого года, короче, фискал-эр типа 20, и фискал-эр 21, да, ты увидишь, что на самом деле контент-энд-сервисам повысился, просто не сильно, не очень сильно повысился, у тебя, блин, старт нового поколения, да, ты форсишь там геймпасс, вот это все, но почему у тебя нету роста там полтора раза, например, в два раза, можно я объясню в этот момент, можно я объясню, почти, вот ты говоришь, типа контент-сервисы и прочее-прочее, а ты вот мне скажи, что вышло на Иксбоксе, потому что, смотри, я играю на Иксбоксе чаще, чем на Плейстейшене, и это вполне объяснимо, потому что я включаю геймпасс, я смотрю, что там, блядь, в геймпассе, выключаю Иксбокс и иду обратно на Плейстейшен, но включаю Иксбокс я чаще, понимаешь? Так вот, я к чему это говорю, я как платил за геймпасс там в начале года, да, заплатил денег, так и всё, я им пользуюсь в течение целого года, а вот, какие игры вышли на Иксбоксе, которые я захотел бы пойти купить с ноября прошлого года, какие? Вот скажи мне, Медиум? Так он у меня в геймпассе есть, что ещё вышло? Ты же в него и поиграл. я в него замечательно поиграю, но я к тому, что понятно, почему всё упало, потому что, блядь, геймпасс, он не подразумевает подразумевает того, что ты пойдёшь и купишь себе игру. Он подразумевает то, что ты за него заплатишь в год. Пошу купишь подписку, да. Да, но ты платишь за подписку, ну, в лучшем случае, 15 долларов в месяц, не так, как я 100 рублей. Не, чувак, смотри, есть ещё какой момент, дело в том, что в эти все доходы, в том числе, входят ещё и Fortnite, туда же входят ещё и всякие фритоварфреймы. Ну, хорошо, предположим, я просто к тому, что смотри, какая игра вышла на Xbox'е с ноября прошлого года, которая, скажем так, должна мне продать консоль. Чувак, вопрос не в этом, вопрос в том, что ты же понимаешь, что Xbox не про это. А про что? Они сами говорят, что мы тебе про сервисы. Тебе в любом посте на DTF скажут, когда ты начнёшь говорить про эксклюзивы, что Xbox не про это, Xbox про то, чтобы купить консоль и играть в Game Pass, понимаешь, как бы играть вот-вот. И ты такой, типа, говоришь, окей, хорошо, как бы, ну, а что, типа, я буду заносить подписку, мне будут крутые игры, давайте они же таки, даааа. Давай, 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 снизим, ожидание, давай, давай, как бы, крутые от Microsoft'а. А остальные, ну... Ну, тут очень интересный момент. Дело в том, что... Цифр Game Pass'а Microsoft' не назвали в отчёте. Во-первых, да, а во-вторых, это немножко, вот тут вышла статья, опять же, тоже баист, знаешь, как говорится, типа, ну, то есть, даже немножко, две статьи. предвзятая, ну, там, не две статьи, но я хотел сказать, в первую очередь, про Шона Лейдена, который, как бы, в первую очередь, это бывший, по сути, глава PlayStation'а. Так он предвзятый. Ты чё? Он сейчас будет говорить... Конечно, предвзятый, короче. Ну, он говорит очень, очень правильные, как бы, вещи, да, о том, что, представь себе, что тебе нужно пойти сделать игру, которая стоит 120 миллионов долларов. Так. Ну. И, короче, типа, еще он ее там маркетинг потратит, вот это все, типа, 220 миллионов долларов. Ну, предположим, а чего? И теперь представь себе, что тебе нужно выпустить в подписочном сервисе, которому, типа, платит 10 баксов в месяц, типа, человек. Давай представим, что в конкретном временном периоде, допустим, три месяца, ну, да, это я уже от себя тяну, да, гаражу, вот у тебя три месяца. И, как бы, естественно, из этих там, типа, там, десяти баксов, три доллара. То есть, мы берем, короче, три месяца, три доллара, девять баксов. Давай для аккуратности сделаем все-таки девять баксов, превратим в десять, ну, прямо вот аккуратно, да. Вот у нас 120 миллионов долларов, да, 120, вот там сейчас, 120, раз, два, три, раз, два, три. Делим на 10 баксов, короче. Сколько тебе нужно людей? 12 миллионов человек. Тебе нужно 12 миллионов подписчиков сервиса, в лучшем случае, который в течение трех месяцев платит этот сервис, оплачивает этот сервис, и который, скорее всего, поиграют в твою игру в течение трех месяцев, чтобы эти деньги, причем много, настолько много поиграют, условно, треть своего времени engagement rate будет, да, как бы, чтобы эти деньги, типа, тебе перечислились. но ты очень сильно утрируешь, потому что ты считаешь, по сути, допустим, ты говоришь о том, что эти, сколько ты сказал, 120 миллионов, делим на 10 долларов, получаем сколько? 12 миллионов человек? Да. из этих 12 миллионов человек должен тебе, условно, заплатить, сколько, 10 баксов, получается? Так? За три месяца, ну, то есть по 3 бакса в месяц, условно. Да. Получается... Это значит, что он должен по своей подписке играть в тебя почти треть времени за месяц. 12 миллионов человек. Которые стоят 120 миллионов долларов, они монетизируются не так, они делятся на 60 или там на 70 долларов, да, если мы говорим про эксклюзивы Саней, например. Мы сейчас говорим про игру, которая выходит в геймпасе. ну так вот, я тебе про то, что поскольку она принадлежит внутренней студии, она не будет приносить тебе деньги только первые 3 месяца. Ты ее делаешь, как энгейджующую игру, которая должна приводить к тебе в этот сервис новых людей. То есть, условно, хочешь поиграть в Gears 5, ты можешь купить ее за 60 баксов, а можешь пойти и поиграть в нее за 3 бакса в геймпасе. За 10 баксов в геймпасе, пардон. Ну вот. То есть, как бы, история в том, что это игра, которая не рассчитана на 3 месяца продаж, как обычно, да, делается с эксклюзивами. 3 месяца все поиграли, потом все упало на интерес. Нет, это игра, которая будет у тебя в сервисе вечно. А потом ты смотришь на показатели энгейджмента игроков, максимальное количество игроков, которые играют сейчас в твою игру, и ты понимаешь, что они сначала идут вот вверх-вверх-вверх-вверх, а потом... Пользовательский интерес, естественно, падает. Но я к тому, что ты рассчитываешь почему-то на 3 месяца, а надо рассчитывать на 5 лет. Да, 2 недели. Нет. 3 недели. Смотри, история с геймпасом же какая? У тебя попадает туда игра, например, инди какая-то, да? Вот пришла Microsoft в какой-то инди-студию, сказала... Заплатила ей полтора миллиона долларов. Типа того, да. И они такие, типа, мы можем эти полтора миллиона долларов получить, когда мы продаем свою игру, да, в течение там 3 месяцев, либо мы сейчас получим полтора миллиона долларов от Microsoft, и она просто полежит в геймпасе 3 месяца. Но она же пропадет оттуда через 3 месяца. Там ротируются игры постоянно. А история с... Ты же видишь, что большая часть игр там все-таки остается? Нет. Нет. Там много игр, которые остаются. Смотри, те игры, которые там остаются, это те игры, либо, а, от внутренних студий Microsoft, то есть условные игры от Bethesda, оттуда никуда не денутся никогда. Они всегда будут в геймпасе. Либо игры от EA, которые там всегда входят в ультимейт, потому что это подписка EA, да, и все. А все остальные игры, либо это купленные игры Microsoft целиком... Как ты считаешь? Условный Halo Infinite. Да. Она будет вечно в геймпасе. Сможет ли она с помощью пользователей геймпаса собрать в течение ближайших трех месяцев, допустим, двенадцать миллионов игроков? Вопрос. Которые будут в нее энгейджаться и прям, типа, играть долго и мощно. Или хотя бы сорок миллионов игроков, которые в нее иногда играют. Ты подводишь к этой истории, как если бы, скажем так, игра три месяца продается, а потом она не продается, да? То есть вот ты рассуждаешь с позицией того, что это, типа, эксклюзив, который вот большая доля продаж, потом падает. Я рассуждаю с другой позицией. Я рассуждаю с позицией того, что в первый месяц в нее поиграет пять миллионов игроков, во второй месяц в нее поиграет миллион игроков, в третий месяц в нее поиграет двести тысяч игроков, в шестой месяц в нее поиграет сто пятьдесят тысяч игроков. Ну все правильно. Потому что в подписке постоянный флоу новых проектов. У тебя, внимание, золотой рыбки. Ты сам это на стримах демонстрировал. Я не спорю. Но Уэйден говорил не про это. Можно я, пожалуйста? Потому что у вас дискуссия вообще, блядь, не туда лучше. У нас дискуссия зашла как раз туда, Макс. Ну чего ты начал? Нет, вообще не туда. Потому что Уэйден говорил про OnGlevity. То есть он говорил, насколько это вообще вся фигня sustainable в относительной перспективе. То есть да, сейчас они идут с каким-то бёрнингрейтом. У них, очевидно, желание нарастить юзербазу, которой, кстати, они уже второй квартал подряд не делятся. Вот. И они сейчас будут сжечь реально-реально большие бабки. Ну то есть вот 7 миллиарда петежда, пожалуйста, тебе. Их задача сделать Netflix для игр, которая при этом желательно-желательно работает на любом, блядь, ёбаном утюге. Чтобы у тебя на телевизоре LG, на телевизоре Sony, на телевизоре каком угодно, на iPad, вообще где угодно работал бы Game Pass. Ты слышал, кстати, историю недавно, что нашли в... что Game Pass выйдет на андроиде. Ты видел эту историю? Ну так... Через облака, да? Подожди-ка, у тебя выйдет не Game Pass, а у тебя выйдет этот xCloud. Нет, не про xCloud, именно про Game Pass на андроиде. История была буквально недавно. Про это было изначально, когда они только-только-только презентовали Game Pass и говорили о том, что Game Pass будет в том числе на андроиде. Это было в момент презентации Game Pass. Я такого не помню, но я просто к тому, что... Они об этом говорили, просто потом это все ушло куда-то там на очень дальние роли, понимаешь? А потом опять всплывло. Ну окей, просто мне интересно, какое количество игр туда попадет. Скажем так, не все же игры выходят на андроиде. Ну то есть какая-то инди-игра может быть там выйдет, но условно там Hell Infinite там вряд ли появится, только если через стрим. Ты понимаешь, что по сути Game Pass это должен быть аналог Apple Arcade, вот. Которую как бы ты берешь, платишь там условно там 200 рублей в месяц, короче, получаешь духу ищу там трясы. Все логично. Ну. Вопрос только в том, что опять же как бы в Apple Arcade ты плачешь Apple, который является платформа-держателем, создателем твоего телефона, создателем операционки. Ну а здесь ты будешь платить. Каким образом Microsoft собирается как бы это реализовать на ведре? Я думаю, она поделится с гулом. Ты не думаешь, что это так произойдет? Типа 30%? А экономику как сводить? Собственно, Уэйден, весь его спич был про это. Он говорил, что если вы выпускаете 120-миллионные блокбастеры, если вы ждете от майков там, я не знаю, условно у Last of a Sport 2, у меня для вас плохие новости. Даже на салфетке экономика не сходится. Ну короче, повторяйте. Подожди, Дим, я хотел подтвердить отчасти Point Max, кстати, и как бы его немножко перевести вот на такую штуку. Я не знаю, кстати, ты можешь делиться или нет. О том, что сейчас же вышла бета закрытая Halo Infinite. Да, я могу делиться там. И в закрытой бете Halo Infinite очень важно то, что там есть такие прям невъебенные баги, которые как бы они вообще не торопятся типа исправлять. И не торопятся вообще что-то делать. Но вот монетизацию, батл пассы, всякие кредиты и прочее поебе, это, сука, мы первым делом, правильно? В бете вам выдают посмотреть на меню сезонного пропуска и 3000 кредитов, потратить их во внутроигровом магазине. Ну посмотрите, как экономика работает. Макс, можешь рассказать, раз уже сошло... Да, но на самом деле... Halo Infinite, вот тот самый 120-миллионный блокбастер, который как бы все ожидают на ПК. Просто сейчас там нету ничего кроме мультиплеера. О чем он будет рассказывать? Да, там был... Расскажи про игру. Вот смотри, помните, вот помните, была альфа и бета, например, Destiny? Вот вышла мультиплеер, было понятно какой. Выходили альфа, бета там типа Battlefield, Call of Duty, было примерно понятно, какая тебя ждет игра. Что нас ждет в Halo Infinite? На самом деле она мне очень сильно напомнила тот факт, что они очень хотят откатиться к какому-нибудь ричу по геймплею, знаешь, вот очень хотят. Но все равно, бля, я не знаю, меня сейчас заклюют, она просто банально морально устарела, потому что вот даже ТТК, вот этот стандартный ТТК для Halo Reach, да, где ты, блядь, магазин высаживаешь, снимаешь щит, на второе оружие переключаешься, снимаешь уже человека. Я могу сказать, что я вот смотрел ролик, как чувак какой-то играл в Halo Infinite, и меня поразило то, какая она, блядь, медленная. Вот этот ТТК, он, мне кажется, очень сильно устарел. Сейчас современные игры не такие. В Call of Duty все происходит, блядь, моментально. В Raduji понизили ТТК. В каком-нибудь Fortnite ТТК еще меньше. Ну, то есть, блядь, все игры более шустрые. Здесь, пока ты распилишь чуваку щит, пока ты убьешь чувака, блядь, он успевает тебя в три гранаты бросить. Да, спам гранатами, знаменитый. Он никуда не делся. Ну, короче, мне кажется, сам геймплей по себе он больно устарелый. А вот выглядит она довольно неплохо, Макс. Ну, графически она норм. Просто норм. Без каких-то восторгов. Другой момент... Ты на чем играл? На ПК, на Xbox? На ПК, на ПК. Ну, во-первых, она на 2060 тормозит, как с деться, я так заметил. Вообще, многие жалуются на ПК, что она лагает без причины. Ну, окей, спишем это на бету. Второй момент. Там доебались до каких-то, до какой-то разрушаемости фруктов. И это там, типа, ой, что вы так... У игры есть куча других проблем. Например, что там ни хера объектов не видно. Что там за пикапами сложно следить и так далее. Но самое главное, что... Причем они говорили, что это билд месячной давности. У меня возникает вопрос... А когда они игру собираются выпускать? Да, то есть игра... Вот у меня самая главная претензия к Инфиниту, потому что, в принципе, для фритуплейного шутера вполне покатит. Это, блин, не игра, которая убьет Call of Duty, но, наверное, найдет свою нишу внутри геймпасса. Warface. Ну, кстати, ты зря смеешься, Макс. И ты, по-моему, зря, на самом деле, так иронизируешь. Я-то играл в Warface, поэтому я-то не смеюсь не просто так. Я практически уверен, что она займет нишу именно фритуплейной игры по умолчанию на Xbox. Короче, история вся в том, что у Инфинита, в общем, есть проблема того, что просто, ну, не знаю, это какой-то такой... Вот билет в 2011 год. В 2011 году это было классно. Сейчас, ну, фиг знает. А второй момент, который вообще меня просто поразил до глубины души, эти дятлы оставили в файлах бетки сингл-хлэйр. О, Господи, это очень смешно. Прям давай, давай, расскажи, пожалуйста, только поподробнее, чтобы было понятно. И утекло нахер просто все, что касается сингла. Утекли куски локаций. Утек полный список задачи. Ты имеешь в виду текст? Или что? Нет, там и локации сингла лежали, те самые с колоннами в виде карт. Чтобы ты понимал, техническая бета проходила на четырех картах, игра весел 17 гигабайт. То есть это явно было не четыре карты, только внутри. не мультиплеер. Да, да. Короче, в игре утекли не просто тексты, например, там, типа, знаете, сценарии, там, типа, субтитры и так далее. В игре утекли, даже как бы в том числе, например, для каждой катсцены внутри игры было прописано текстовое описание, что происходит в катсцене. И поэтому, типа, даже если у вас нету доступа к катсцене, например, ну, просто ее нету в файлах игры, у вас написано этот идет туда-то, этот идет туда-то, говорит вот это, потому что ему нужно вот это, он должен сделать вон то а цель у него такая то потому что он хочет вот это и идет он туда а происходит вот это короче и ты такой ебать копать короче дай-ка я угадаю то есть и сюжет тоже стало весом правильно вообще все даже конец даже к не даже вот вене финальный не спойлеря не спойлеря дайте я угадаю я просто блять угадаю карта на плохая карта на была махая ну типа того пример нет нет не так короче там я не буду спойлерить как бы но там немножко посложнее все но плод твист хуйня из-под коня просто пиздец очень серьезно как бы ну то есть плод твист такой типа что ну сама серьезно самое главное что выдает этот список даже не сюжет потому что реально хуйня и в общем то там даже бомбить не из-за чего а тот факт что игра скорее всего структурно будет очень сильно похоже на far cry потому что там надо будет защищать защищать аутпосты захватывать пропагандные вышки то я это сделать far cry 6 скоро значит короче чтобы понимали вам нужно сделать шутер от первого лица но типа с почти открытым миром то far cry этого есть ваш блюпринт по сути чего вы решили что будет не так ну ты ну серьезно ну то есть как бы когда еще только когда было известно что хайла типа мягко перезапустят и сделают из нее типа открытый мир и всю эту историю мы уже тогда говорили о том что блять из нее либо сделают destiny будет пиздата либо из нее сделают far cry потому что это блять open world ну то есть как бы вы думали что здесь будешь какие-то блять невероятные новые механики или что мне кажется фанаты именно этого и ждут разве нет ну то есть плюс минус вы примерно это и ожидали или я ошибаюсь макс ты чё ждал от хэйло инфинит не far cry а чего то есть как бы если честно как как я представлял открытый мир блять в хэйло вот объясними я вот тоже я ждал прям destiny я думал что типа опять же будут типа набор карт между которыми будут переходы и у тебя будет типа квесты сайт кресты там типа вот хабы для сбора заданий там и так далее типа инвентарь попал рпгшная система типа наделал какой-нибудь супер броню получил вот это надел такую-то броню получил вот это вот это оружие такое это оружие такое и так далее так далее короче я думал что перелет между планетами вся хуйня ну типа того да короче или там типа окей разные локации кольца потому что теперь этому по сюжету знаем что ты будешь только на одном ебучим блять кольце сука да да ну может быть там будут разные биомы будет потому что тебе по сюжетам пацаны я вам говорил о том что разные спайры я жду я жду хэйло фитми насрать на мультиплеер я не буду в него играть мне не нравится мультиплеер хэйло мне просто похуй мне абсолютно потому что как правильно пишут нас чате зачем играть мультиплеер хэйло если можно играть в бесплатный теста не 2 господи блин 1 пока себе поставить она бесплатная и ты не сможешь только в сюжетку играть то есть она будет аддона докупать а если ты хочешь мультиплеер пожалуйста вперед круси был ждет тебя со всеми его багами читами и думаешь в коучем говном иначе ну да я думаю да она все-таки поновее как бы ну то есть я надеюсь на это идите в хер я могу сказать другое что я вот из этих роликов которые там по хэйло инфинит показывают и прочее я прям удивлен того как там работают боты то есть боты там реально пизда то написано то есть там не придет обходят что-то блять пытаются тебя пострелить и там нашли знаешь прикол какой когда бот подходит к чуваку мертвому и делает ему чайный пакетик тибэг блять ты понимаешь бот тибэгает то есть это это у меня есть только одно объяснение этому знаешь какое они обучили какую-нибудь нейросеть на там матчах из хэйла 5 стопудово блять самое главное что изучать еще стало известно это то что в инфинит появится battle royale я не шучу потому что там утек голос анонсера который из 2011 говоришь нет брата если ты еще тринадцатого до четырнадцатого когда было можно делать battle royale если честно конечно немножко грустновато просто хейла потому что хейла раньше был локомотивом ебаного жанра все боялись halo 3 все боялись halo reach и никто не хотел выходить рядом с ним игра задавала тренда игра задавала какие-то даже жанровые вещи в том числе в мультиплеере очень многие вещи в мультиплеере появились в современных играх из halo а потом вышла halo 6 под названием дестани да мы знаем но я вам сказать что когда хэйла инфинит выйдет у нее на мета критики оценка будет 95 из 100 спорим забьем спорим нет забьем слушай давай давай на бутылку типа нормального искры типа сингл тогда я чуть-чуть снижу планочку 90 я я считаю что у нее будет рейтинг типа 80 85 типа кабана то есть не выше 85 но скорее ну короче 875 вот я вот 84 баллу халл опять гордо мы типа 81 это мы еще раз доказываем историю того что все ваши ебаные оценки никому нахуй не упали боится давайте про sony вашу бля я знаю что вы хотите про sony поговорить чё там у sony бля ты что но божественная компания понятно как бы там типа 10 миллионов playstation короче но габа смотрите как вот так дождите как бы так ты что удалил ничего не удалял 12 пункт в наших шоу надо давай хуярь и ты че тут ты че удалил это максим там хуйня занимается максим че-то удалил сейчас буду смотреть чей changes короче в документе кто чё удалил вот я вижу changes by максим толчинский сука тебе нахуй у нас за кадром происходит очень смешная история короче вы про компанию sony будете чем говорить или нет то что вы уже сказали то что sony отчиталась о том что playstation 5 продалась тиражом в 10 миллионов штук начиная с момента ее запуска в ноябре 2020 года и такой тираж делает ее самый быстро поэтому короче я возвращаю как бы справедливость на место я хотел сказать о том что как бы по поводу подписок мы тут говорили по поводу того что типа юнит экономика может не сходиться вот это что типа как вы знаете там начинают потихонечку поджимать пытаться бюджеты пытаться выжимать деньги еще откуда-нибудь как бы для того чтобы типа знаете вот hello infinite очень дорогая игра скорее всего в геймпассе не окупится давайте-ка может быть мы туда фри-туплейных монетизации побольше нафига чем короче ну и так далее так далее в итоге дело в том что в какой-то момент большое количество компаний начали тоже понимать что их подписки возможно возможно не совсем классно окупаются и может быть денег нужно выжить еще побольше и мы хотели сказать о том что как бы целых две компании на этой неделе объявили о том что они будут тестировать ультра дешевые подписки во первых это youtube который сделал типа youtube премиум лайт это грубо говоря youtube который пропускает рекламу но не дает тебе возможности там типа в оффлайн что-нибудь скачать послушать типа музычку с выключенным экраном там youtube music вот это все тебе ничего этого не дается но и но реклама будет пропускаться короче что довольно неплохо стоит пиздец блять 66 99 евро они короче всю эту историю пока как бы тестируют только в европе блять пиздец как дорого стоит я просто забомбил я подумал то что какого хера ну сука ну просто ну за один доллар что вам стоит продать ну пиздец а вот спотифай как раз пошли хорошим путем короче они сделали подписку тоже по сути лайтовую пока тестируют только в сша она по сути только отключает рекламу вот ну и там типа какие-то базовые функции премиуму дает ну типа совсем минимальные вот по сути как бы ну тоже по минимуму реклама один бакс только в сша пока что короче но сам факт что компании сейчас врубают вот эти самые лайк подписки специально для того чтобы посмотреть сколько людей которых они еще не докоптили не смогли типа из них выжать эти самые подписки вот мне очень интересно как только вот 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 как на вот это самый условно лайтовую подписку в какой-то момент подключится например там netflix то там типа вот как макс говорил там в индии например у netflix же есть подписка только на мобилах и только 720p да ну вот типа почему бы не взять и не сделать ее на всякие другие тоже страны подписка стоит столько денег сколько за нее люди готовы платить тимур тоже знаешь как это работает нет не менее нет 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 ну то есть условно я к тому что нет 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 послушали так вас мой point послушай хотя бы потом ты его разобьешь как человек который регулировал цены на подписки могу тебе сказать что нет это работает бульона как-то заебал ты ты не хочешь даже послушать другую версию событий потому что ты тебе похуй смотри не другую версию событий а твое личное мнение которое базируется на неком эмпирическом восприятии мира правильно я хотел сказать что в индии население бедное поэтому такая подписка имеет там смысл смысл делать такую же подписку в сша 0 зачем именно поэтому там ее экспериментируют и пытаются сделать и пытаются посмотреть например spotify интересно почему именно с сша может быть стоило посмотреть это сделать в индии ладно ты разъебал мой что теперь блять я просто к тому что на появится дешевый геймпасс ты наши я думаю что в какой-то момент возможно может быть microsoft ну как бы это такие влажные мечты скорее всего этого не случится но они могли бы это сделать они могли бы сделать подписку геймпасса только на игры microsoft которая бы стоила типа ультра дешево ну там типа 2 доллара в месяц или там три доллара месяц ну типа как бы ты покупаешь за три доллара типа доступ только к играм microsoft типа си оф сиевс там типа хаво стоит в дикей там герасов вор и так далее короче а все остальные игры ты не получаешь вот и как бы это по сути как ей как вот и ей подписка это скорее что sony playstation коллекшн скорее нет это скорее как раз типа как я да или там юбисофтовская ты получаешь доступ только к своим собственным играм типа ей или только к играм юбисофта все больше другим играм никаким нет у тебя подписки вот и как бы я думаю что microsoft принципе за очень дешево типа два-три бакса они могли бы такую подписку сделать я думаю что народа бы хуё купила да только со своей я думаю достаточно скоро вы удивитесь насколько начнется вот это заруба за то чтобы ваш бюджет подписок лес кто-то еще и поэтому все начнут придумывать тиры все начнут как-то игра на экономик кто-то в очередной раз начнет начнет демпинговать всегда это бывает вы не забывайте что у завтра каста на патреоне тоже есть различные тиры вы можете просто поддержать завтра каста когда будем демпинговать тимур пока подожди подожди у нас и так уже есть демпинг у нас и так уже есть подписка которая позволяет вам просто поддержать завтра каст за очень небольшое количество денег если вам не нужен какой-то контент там или еще что то вы просто хотите поддержать завтра каст это очень круто что вы принимаете такое решение у нас таких подписчиков очень много вот и как бы если вы хотите хоть какую-то маленькую небольшую копеечку нам заплатить блин мы очень рады и очень счастливы, если вы это делаете. Если вы хотите занести нам побольше денег, например, и получить за это доступ таким ДТКД, эксклюзивный доступ типа Канкад подкастом, где не вырезается мат, но вырезается реклама и так далее. Если вы хотите все это делать, окей, не вопрос. А если вы хотите, чтобы вас поблагодарили еще и в конце подкаста, тоже не вопрос. А если вы хотите быть тем самым завтра шейхом, который не благодарим подкасте. Мы даем вам такую возможность. Нам пишут в чате, что мне кажется, что на Ютубе реклама уже стала как на телевизоре. Хорошо, что есть Ванс, эта штука, которая отрубает рекламу, то есть отдельный клиент. Я могу сказать, что я тот человек, который не платит Ютубу за подписку ее, ну типа, чтобы отключать рекламу. И я не пользуюсь этими, как они называются? Клиентами. Ну типа, отдельными клиентами, другими, да, и резалками рекламы на Ютубе. У меня Ютуб показывает рекламу, но поскольку я тот человек, который родился во времена телевизора, помнишь, были такие штуки, телевизор, надо было по ним еще смотреть, то, что показывают, а не то, что ты хочешь. Я такой, типа, реклама каждые пять минут, и в чем проблема? Слушай, меня подбешивает, я уже прям реально подумаю, купить Ютуб премиум. Я взял Ютуб премиум на всю семью, потому что невыносимо. Ну я к тому, что, видишь, каждый каждый настраивает свои подписочные истории по-своему. Такой, типа, Netflix заплатил, Spotify заплатил, Xbox заплатил, Sony заплатил, Nintendo пошла нахуй, раз ее выкинул, понимаешь? Без подписок. Слушай, я на тебя могу сказать, что у меня есть еще больше проблем. Я же плачу огромному количеству сервисов за контент, а смотрю все на кинопарке. При этом, моя совесть чиста, я всем заплатил. Я, сука, всем заплатил. Сука, я когда смотрю просто на свои подписки там за месяц, дохуя просто, короче. Но моя совесть чиста, я могу совершенно спокойно открыть на кинопарке, сказать, пошли нахуй, вот и все. Понимаешь, как бы, но обидно, конечно, все равно. В любом случае, поговорим про подписки и по прочей истории, можно, во-первых, я зачитаю нато, скачку. Дельфинчик занес нам 200 рублей, слушаю вас с 2016 года, но впервые на стриме. Спасибо, что поднимаете настроение каждый раз, ничего страшного, еще раз почитаю. Спасибо тебе, Дельфинчик. Мэя занес нам 300 рублей спустя полторы недели ебатни и кучи редбулов, я наконец-то переехал в свою квартиру. Ну и первый донат по такому случаю слушаю вас с 2016 года. Спасибо тебе, брат. Ей, спасибо. Поздравляю с приездом. Молодец, чувак. Лошадь головы занесла нам 218 рублей по совету этих классных мобильных шуптеров, типа Гансов Бум, колда и PUBG Саннина. Спасибо за подкаст, тащусь от вас. Макс, давай уже ноги на стол. Макс, не надо, не слушай. Не надо. Нет. Колда и PUBG Саннина, ну, как бы мобильная колда вроде же нормальная. Насчет PUBG не уверен. Гансов Бум я не играл. Я не знаю, я не играю в мобильные шутеры, в душе не ебуху, что там сейчас классное и что там сейчас плохое. Слышите, я тоже не играл в мобильные шутеры, поэтому мне нечего поставить. Так что вот видишь, ты нас тупик поставил таким вопросом. Это все донаты. Слушайте, раз уж мы говорили про подписки и мы обсуждали Microsoft и прочее, давайте мы перейдем на сторону Sony. Sony отчиталась о том, что на PS5 продалась у нас тиражом 10 миллионов штук. С ноября прошлого года мы уже об этом говорили. Но сам факт того, что компания, во-первых, всех фанатов поздравила с этим событием, что как-то так можно было, да? Ну, то есть как бы отчитаться... Поделиться цифрами, да? Еще и цифры сказать, серьезно. И напомнило, что в будущем фанатов ждут игры-хиты самой Sony. Такие как God of War, который выйдет хуй знает когда, Grand Tourism 7, который выйдет хуй знает когда. В следующем году. Horizon Forbidden West, которая тоже выйдет в следующем году. И игры от партнеров. Вроде Battlefield 2042, которая выйдет везде. Deadloop, который вроде как годовой эксклюзив на PlayStation, потом на всех остальных. Far Cry 6, которая выйдет везде. И почему-то у них там было в пресс-релизе написано Kena Bridge of Spirits. Потому что она консольный эксклюзив. Она выйдет на PS5, PS4 и ПК. Это консольный эксклюзив, да? Теперь когда она ПК выходит. Так называется теперь. Окей. Ну, то есть 5,5 холопов поиграет еще на ПК. Ее, кстати, перенесли на месяц немножечко. Ну, это буквально из-за этого. Слушайте, пацаны, на самом деле про PlayStation хотелось бы сказать следующее, что у них там тоже везде рост вот это все, короче. Но самое главное другое, что опять же, то, о чем мы с вами говорили, что 10 миллионов штук, это, конечно, дохуя. Потому что PlayStation 5 перегоняет PlayStation 4, которая была охуеть какая успешная. Помните, когда она вышла типа в 2014 году, 2013 году, там просто все ходили и охуевали от того, насколько PlayStation 4 успешная, что она намного успешнее там PlayStation 3, и как бы когда она начала в итоге догонять PlayStation 2 и перегонять PlayStation 2 по продажам, все просто охуевали. В итоге PlayStation 5 сейчас перегоняет PlayStation 4, что как бы очень круто, и есть неиллюзорный шанс, что все будет классно. Но это, опять же, то, о чем мы с вами говорили. А если бы ее нормально производили, если она была бы доступна в каждом магазине, покупали ли бы ее с такой же скоростью, с таким же желанием, и раскупали ли же так же бы? Мониторили бы, скальпили вот эти веб-сайты, наверное, нет. Да, может быть, продали бы меньше, а может быть, продали бы столько же, тоже 10 миллионов. Не факт, что если бы консоли производили больше, их укупили бы больше. Может быть, в итоге, если бы их произвели больше, и они были бы доступны в каждом магазине, их все так же купили бы 10 миллионов штук. Мы этого не знаем в итоге. Вот. Но в любом случае, короче, PlayStation 5, конечно, очень успешная консоль. Она очень хорошо продается, все очень круто. Но, опять же, короче, нас немножко расстраивает. Чуть-чуть. То, что, конечно, эксклюзивов, ну, нормально, но не очень много. В смысле? Мне просто вот это... Вот люди забывают, что такое первый год PlayStation 4. Вот серьезно. Хуй с ним с первым годом PlayStation 4. Я просто не очень понимаю, с чем ты сравниваешь. Ты сравниваешь с Xbox'ом, на нем ноль, блядь, ноль эксклюзивов брозан. Я с ПК сравниваю. С каким ПК? Где Core i9 у тебя стоит, и вебка тормозит. Да, да, ну это уточняй, пожалуйста. Чувак, ты не с ЛГБТ-мышь, вы что, издеваетесь? Короче, я хотел бы сказать по поводу PlayStation. Хуй с ним, сколько в этом продали количество, мне наплевать на доходы саней. Я могу сказать так, я вижу отличные возможности для того, чтобы выпустить свою игру условную на PlayStation, да, потому что у них очень быстро растет пользовательская база. Другой вопрос, понимают ли это все остальные участники индустрии? Потому что, как бы, разговорчики идут о том, что, типа, что-то у саней как-то, блядь, все стало хуже. Вы помните эту историю? В смысле, подожди, кто говорит, что в толку? Ну, всякие там инди-разрамы. Инди-разрамы. И история в том, что Sony же смотрит на сторону ПК, они взяли целую студию, блядь, купили, которая называется Nixis, которая будет помогать им их игры выпускать на ПК-шеньке, понимаешь? Ты понимаешь, какое количество у PlayStation бэклоги, игр, которые можно потенциально выпустить на ПК? Не очень больше. И черед 4, 5 Uncharted, чувак, 5 Uncharted. А подожди, ты имеешь в виду даже со времен PlayStation 3, да, то есть вообще похуй. блядь, чувак, хера всего-то. 5 Uncharted, Bloodborne, короче, куча всякой другой поимене. Типа, это мой традиционный дневной слух по поводу того, что Bloodborne выйдет на ПК. Спасибо, каждый день читаю. Как, когда шесть, пример, то же самое. Ну, ты понимаешь, что на самом деле игр-то очень много, типа, всякие сифон-фильтры, там, и прочее, вот это поебение, как бы, ее уже очень много можно выпустить. И к тому же, Nixis, в общем-то, опять же, люди, как всегда, цепляются за кусочки, а надо целиком читать, Nixis купили не только для ПК-версий, но в том числе и для того, чтобы она помогала как студия-аутсорсер, банально, европейским студиям Sony, которых достаточно много. То есть, они же... Они до этого помогали Герилле делать Killzone Shadow Fall. Killzone Shadow Fall на ПК. Хм... Хм... А представь себе всю трилогию Killzone, включая ремейк Killzone 1, чувак. Я, кстати, знаешь, что вспомнил? Я вспомнил о том, что у Killzone Shadow Fall... А резистансы все три? А? У Killzone Shadow Fall был же мультиплеер. И, кстати, он был очень бодрый. Он был полное говно, на старте PlayStation 4... Он был охуительный, чувак. Он был очень бодрый. Я на нем дохуя наиграл. Он был очень бодрый. Аналогично. Аналогично. Я поддержу Тимура. Он был прям крутой. Реально крутой. И чё ж ты в него, блядь, не играешь, братан, а? Чувак, прошло восемь лет. Такой... Да. В Battlefield, блядь, четыре, он, сука, играет, хотя прошло, блядь, Я в единственную игру в том времени играю. Единственную игру. Да пошёл ты в хер. Если бы игра была пиздатая, вот старая команда, которую сейчас возглавляет главный дизайнер твоей любимой радуги. И они чё-то пилят. Я пытаюсь вам, блядь, другую мысль донести. Вот смотрите, Killzone Shadow Fall на ПК выходит такой. Там бесплатный мультиплеер. Вот тебе наш ответ на Halo Infinite мультиплеер. Поняли? Ты знаешь, я не удивлюсь, если графон Shadow Fall будет лучше. Я об этом тоже. То есть примерно соответствует плюс-минус там, да, все прочие истории. Но... Я хотел вас... Я хотел свернуть. Давайте дайте вот потому что мы прям топчемся на месте. Давайте я вас сверну, короче. Дело в том, что от Sony очень многие ждали, помните, как бы вот откровение буквально, о том, что все-таки в какой-то момент они в PlayStation 5 разрешат встраивать тот самый M.2 SSD на гипербыстрых скоростях, вот, который, ну, как бы, должен соответствовать определенным стандартам, да. И все-таки ждали, ну, когда-нибудь, когда-нибудь, вот этот момент наступил, все, короче, PlayStation решила бета-тестерам, прошивки, вставлять, какие хотите, вот, целых два. Не, не два, а их там уже десяток. Целых два. SSD. Из которых можно купить, да, Максим, так это, как ты это интерпретируешь? Ну, вы на пустом месте ёрничаете, потому что, как ни странно, но все ждали, что сейчас, блядь, надо будет снимать штаны и подставлять жопу, чтобы заработать на SSD, а оказалось, что не так страшно. Потому что список официально поддерживаемых SSD, которые выдали сами производители, там есть очень гуманные модели. То есть, смотрите, терабайт совместимый с PlayStation 5 памяти, ну, то есть, вот M.2 Stick, от какого-нибудь гигабайта стоит 180 баксов, Дима. Терабайтный? Нет. Нет, Макс, это не так, Макс. Блин, пацаны, ну, я-то свяжу. Знаешь, почему? Мы тоже следим. Скинь, скинь. Давай, модель скинь. Мы сейчас посмотрим прямо в онлайн, сколько она стоит. На компьютер-универсия WD, WD-шечка, стоила под дичайшие скидки 160 евро. Короче, их тут же разобрали. Их просто нет в продаже. тут же разобрали, это не значит, что, блядь, ты вынужден покупать только дорогую память. PlayStation 5 стоит всего 500 долларов, а 3080 стоит всего 70 тысяч рублей. да, это вот примерно... бля, вы сейчас... Подожди, Макс, что значит, чьи проблемы? Это, блядь, наши проблемы пользовательские, а если ты, сука, еще находишься в России, то ты, блядь, вот эту сумму автоматически в евро плюс наценку. еще раз говорю, вы принципиально меня слушать не хотите, что ли, блядь, я не понимаю. Ты сонебой, и ты сейчас будешь просто хейтить. На самом деле проблема, точнее не проблема, а особенность в том, что все ждали драконовских достаточно требований к SSD. Они оказались достаточно демократичными, то есть ты можешь... В смысле? Они требуют определенное количество. Они 5500 редрайта требуют. Да, а еще... А еще PlayStation сертифицирует их, только тогда, когда у тебя нету троттлинга. А троттлинга нету тогда, когда производитель выходит и говорит, мы протестировали и выяснили, что наш SSD работает с PlayStation 5. Пеймор, ты несешь полную хуйню, спасибо. Это не так работает. Они выпустили бету и сказали, вот любой Gen 4 SSD засовывайте и смотрите, как работает. И если он типа медленнее, блядь, заявленных 500, ну у вас игры будут грузиться медленнее. После чего просто протестировали кучу SSD, и оказалось, что там реально медленных не так много. И что практически все Gen 4 диски популярные, Samsung, VD-шки, Aorus и Gigabyte-овские, они все в принципе работают практически идентично, о чем даже писал технический директор Ретчета и Кланка, что разницы с внутренним SSD не особо много, потому что контроллер, который собственно дальше работает с SSD, он в консоли стоит. То есть вы что, хотите сказать, что типа внутреннее SSD говно что ли? Нет? Просто... Нет, просто он очень быстро на самом деле, но там типа он классный, но есть и другие классные. Короче, пацаны, VD, Western Digital, короче, Black NVMe VDS100T1X0E Это, блядь, что за модель такая? Ты куда-то не туда смотришь. Это тот самый как раз VD-шный стик, который на 1 терабайт стоит 16500 в Москве. Вот. Так что 16500 вы можете его купить. Я могу сказать, что я придерживаюсь истории того, что я буду лучше слушать Марка Церни, который в своем твиттере написал, что вот VD-шка 850-я. Вот я про нее говорю. Отличная моделька. Единственное, у нее как бы есть два минуса. Во-первых, первый минус. На нее надо лепить хит-синг. То есть так-то она стоит 200 долларов. Но лучше купить с хит-сингом. Нажимаешь на Амазоне купить с хит-сингом, а там out of stock. И ты такой... Чувак, хит-синг лепится самостоятельно. Тебе уже написали даже в завтра-чате о том, что ты покупаешь сам и сам его туда лепишь. Мне несложно налепить хит-синг. Но у меня возникают вопросики по высоте. Что там с высотой? Там нормально, там все лезет. Практически все потребители. Там все лезет, но хит-синг нужен маленький, прям очень тонкий. Но он есть. Я уверен, что через месяца два хит-синков под PlayStation 5 конкретно под условный ESR 50 появится просто на Алиэкспрессе за 150 рублей и будет просто тонна. Короче, 16500 стоит. Это на сколько? На терабайт? На терабайт. Но 16500 я, конечно, вам немножко напиздел, потому что это Player.ru, но Player.ru мы сами знаем, что это немножко как повезет. Немножко Player.ru, да. Да, поэтому реальная цена 18 тысяч, короче. За 18 тысяч типа плюс-минус за 18 тысяч вот он в разных магазинах он есть. Ну, то есть, например, терабайтный стик на Series X стоит 26 по фулл прайсу и 20 по скидке. Ну, короче, в общем, за 18 тысяч я думаю, что цена за полгода может быть, может быть, чуть-чуть снизится, может быть, будет стоить 1015. Ну, короче, условно, к концу года на Новый год, если цена действительно все-таки снизится и как бы не будет чипа Гидона еще и на SSD, то с большой вероятностью реально тысяч за 15 можно будет купить себе терабайт в PlayStation 5 супербыстрой памяти для игр именно PlayStation 5, а не внешних выборов. Она спрашивает, что у Xbox? У Xbox карточки памяти их специальные. Сколько они стоят? 20 тысяч рублей. Короче, они дороже немножко выходят. 20 стоит на скидке, 26 у него в России официальный фулл прайс. Ну, я думаю, что двухтерабайтный SSD-ха 56 тысяч. Да не, не 56. Я только что посмотрел. Бля, братан, ну вот это же VD-ха 850. Ну, что остается? куда же, куда я посмотрел? Я только что посмотрел. Я действительно говорю, 850 на 2 терабайта 56 тысяч стоит. А что так дорого-то, блядь? Дорого, да, как PlayStation. Ну, суть вся в том, что открытие два по одному, а? Нельзя. Ну, как нельзя? ты чего? Единственное, что мне приходит в голову, ты покупаешь несколько SSD-х и меняешь их, знаешь, как картриджи, блядь, на свече. или две PlayStation 5 ставишь рядом, типа на одной одни игры установлены, на другой другие, короче, и туда-сюда. Никаких. И сидя на своем золотом унитазе играешь, да. Это как в этом, как в Хранителе, знаешь, никаких компромиссов даже перед лицом Армагеддона, блядь, никаких. Да, вот. Слышите, пацаны, как бы мы хотели быстренько перейти к следующей теме, дело в том, что тут еще своими отчетами поделилось еще несколько компаний, ну, конечно, в первую очередь мы хотели выделить компанию, которая вечно обречена, всегда, просто, ну, вот, что бы ни произошло, она всегда обречена, короче, ну, вот Sony тоже, но эта компания просто стопроцентно обречена. Ну, то есть, ты когда не предназначишь, говоришь, типа там, Apple, iPhone, да, ну, ну, пиздец ей. Всегда. И что у Apple? Просто всегда пиздец ей. Ну, как обычно все. В этом году, не как обычно, Тимур, в этом году она обречена намного сильнее, намного выше ожиданий рынка, скажем так. Ну, то есть, 100% обречена, типа. Ну, то есть, да, то есть, смотри, у него выручка составила 83,4 миллиарда баксов, а ожидания рынка были 73, то есть, они заработали буквально на 10 миллиардов баксов больше денег, чем ожидали. У меня возникает вопрос, это как бы рыночек такой, типа, да, Apple, блин, нахуй не нужны, или что? там есть момент, дело в том, что, во-первых, у iPhone, iPhone 12 безумно популярен, очень сильно популярен, во-вторых, iPad'ы сильно растут, и в-третьих, Mac'и сильно растут на фоне пандемии, потому что, типа, куча народа, который работает дома, или там, типа, на ретрите где-нибудь, там, на природе, там, на курорте, на Бали, там, и так далее, короче, все покупают себе Mac'и и iPad'ы, новые, вот Max купил у нас новый iPad, и Mac M1 внезапно оказался очень популярен, типа, народ тоже покупает себе. Да, собственно, как альтернатива, это тоже супер. Вот, поэтому, типа, у них прям безумный рост выручки, типа, все очень круто, акции просели в момент анонса роста выручки на 10%, вот, каждый раз, каждый раз смеюсь просто с этой историей, вот, ну, потом тут же вернулись, естественно, все было хорошо, но так или иначе, типа, у них прям пиздец. Чтобы вы понимали, короче, рыночная стоимость акции Apple в какой-то момент, как бы, ударилась в планку 2,5 триллиона долларов, 2,5 триллиона долларов, ну, то есть вы просто подумайте о том, какое количество это денег, вот, как бы, очень большое, вот, но в любом случае, как бы, очень круто, конечно, что чистая прибыль компании 21,7 миллиард долларов, вы понимаете, что это чистая прибыль, которую можно поставить там, типа, а давайте, блядь, купим какую-нибудь компанию на прибыль от нашего квартала, ну, например, там Sony какой-нибудь, купили там, типа, какую-нибудь там еще хуйню, там, типа, какой-нибудь там автопроизводителя, кстати, тут был недавно слух о том, что якобы, в 2016 году компания Tesla пришла к компании Apple, и та почти что купила, почти что купила компанию Tesla, вот, потом выяснилось, что на самом деле все это хуйня полная, потому что якобы, короче, Илон Маск написал чувакам из Apple, а чуваки из Apple ему тупо послали нахуй его в 2016 году, и, типа, просто не было встречи никакой вообще, и, типа, все говорили, что якобы были переговоры между Тимом Куком и Илоном Маском, но Илон Маск признался, что нет, не было никаких переговоров, типа, я написал, меня послали, короче, я писал, меня посылали, вот, и, как бы, и все, короче, ни к чему это не пришло, в итоге, типа, Apple ничего не сделала, никто ничего не купил, ну, типа, как получилось, так получилось, вот, но в любом случае, очень интересная история, так или иначе, у Apple, Apple издумed, но у них, как обычно, безумно растут доходы, все ждут нового iPhone, все ждут новых, соответственно, очков, которые они якобы должны в ближайшее время показать, это AR-очки, и якобы VR-гарнитуру, которая должна стать, типа, подспорьем для разработчиков, которые делают AR-очки, все ждут еще больше Mac'ов на M1, все ждут новых Mac'ов на M2, мы уже говорили сегодня о том, что тут сделали, типа, обновление Mac Pro, на картах, которые примерно сопоставимы с 3070-3080, вот, от AMD, только стоит, блядь, в пять раз дороже, как бы, ну, окей. Добро пожаловать в теорию капитализма, дорогие вещи зарабатывают еще больше денег. Да, вот, но меня больше заинтересовала другая история, как бы, на этой неделе, дело в том, что тут отчиталось WB Games, как бы, по поводу своих, соответственно, там, доходов, типа, чего у них там, как происходит, и самое интересное из всего того, что они рассказали, был, конечно, Mortal Kombat, потому, потому что Mortal Kombat 11 внезапно, внезапно, превысил по продажам 12 миллионов копий, ни 3, ни 2, ни 5, как какой-нибудь Death Stranding, 12, блядь. Это очень много, и возникает вопрос, почему? Чувак, Mortal Kombat нереально популярный, просто. Ну, потому что это дефолтный файтинг для людей. Я думаю, что... был популярен Street Fighter в свое время. Не, чувак, ты, видно, не осознаешь, насколько Street Fighter нахуй никому не нужен, Mortal Kombat популярен сейчас, среди людей, которые вообще не играют, ни во что на консоли, покупают PlayStation 4 и покупают Mortal Kombat. Все. Закончил? Да. Street Fighter был очень популярен, но проблема в том, что 5-й Street Fighter, он вот так вот стремительным домкратом, как говорится, летел вниз в плане популярности. Free-to-play говно. С каждым ебаным разом он летел вниз. И именно поэтому взлетел Mortal Kombat, понимаешь? Потому что людям нужен другой файтинг. Какой? Tekken? Серьезно? Может, Саул Калибур еще, блядь? Beauty Gear, Dead or Alive. Да, да, да. А знаешь, в чем прикол, чувак, знаешь, в чем прикол? Потому что все эти файтинги типа Dead or Alive, и в том числе Street Fighter, японцы, почему-то посчитали, что Free-to-play модели сработают. Ну, может быть, они и сработали, просто проблема в том, может быть, у вас не настолько запоминающиеся персонажи, а может быть, выскажу крамольную мысль, может быть, файтинги говно? А может быть, надо сингловую кампанию сделать, а еще сделать классную штуку для Hot Seed гейминга? Вот Hot Seed, все упирается в Hot Seed и в ростер персонажей, потому что, ну и в механике, они не киберкотлетные. МК очень легко понять, освоить и даже рассказать другу, как он работает. Это просто как там Easy to Learn Hard to Master. Hard to Master, да, это первый момент. Второй момент это ростер персонажей. В Ворнеры в этом плане абсолютно по красоте все разыграли с Мортальником, потому что, помимо того, что там, естественно, есть целый ростер легендарных персонажей, там есть Терминатор, там есть Чужой, там есть огромное количество вот этих медийных коллабов шикарных совершенно, которые звучат как говно. Бля, чувак, там сингл-компания, которая выглядит так, что она выглядит круче, чем фильм Mortal Kombat. Да, да, я не верю в то, что Mortal Kombat может быть популярнее как он без Мэш Брадерса, мне кажется, это хуйня. Да, именно поэтому, что-то не так. Смотришь, смеяться, но продажи франшизы Mortal Kombat, Mortal Kombat 11, из которых, типа, один из самых популярных, превысили 73 миллиона проданных копий. Это все части, М10, 3 миллиона копий, понимаешь, ну это дохуя. И у Smash Bros. 65 миллионов копий. Это тоже все части. Это вся франшиза. Да, а что там дальше? А у Tekken 51 миллион. А у Street Fighter 46 миллионов. в моей голове почему-то стритфайтер должен быть по идее популярнее Tekken, но, видимо, это не так. Нет. Самое любопытное в этом всем это особенно вспоминать слух, который пустили, кстати, не без участия граба, что типа Warner Bros. Games тут подумывает продать на The Realm. ну типа хуёвая студия денег не генерирует, да. Подожди, Макс, ну это же... Давайте продадим нашу золотую гусыню. стойте. Хуй пойми кому. Но ведь 73 миллиона копий не означает, что они принесли больше денег, чем... Чем что? 15 миллионов. Димка за последние соломинки сейчас просто может быть они продавались за 3 копейки. Ну, они продавались в конце, последние 3 миллиона действительно за 3 копейки продавались. Но первые 9 нет. И есть еще DLC персонажи, которых тоже покупали за фул прайс. А у Nintendo, у Nintendo зато Smash Bros. продается по фул прайсу до сих пор. На каждом директе полчаса на каждого персонажа по фул прайсу до сих пор продается. А я напомню, что в одном из роликов Марио проткнулся Феррот и я до сих пор не могу с этой хуйней. Ну, в общем, пацаны, короче, Mortal Kombat себя показал очень хорошо и у него дела отлично. Мы очень рады за Mortal Kombat, но это на самом деле очень круто. Еще кое-что, за что мы очень рады, короче, это тут Take Two. Мы сегодня уже вам говорили о том, что они там тоже отчитали, что у них как, и что у них якобы до конца августа произойдет анонс новой франшизы. Какой именно, никто не знает. Что именно они анонсируют, никто не знает. Но игра мало того, что типа ее анонсируют до конца августа, так она и выйдет до 31 марта. То есть, грубо говоря, до конца фестиваляного года. Вот. Опять же, мы с Максом ретерируем, мы ставим на то, что это будет игра от Firaxis, типа а-ля XCOM, по франшизе Marvel. Сейчас, прикинь, это будет абсолютно неожиданный какой-нибудь анонс, там типа GTA Online 2. Не-не, новая франшиза. Не, новая франшиза. Вообще, вообще, абсолютно новая IP, короче, они покажут. Это, скорее всего, будет тактическая игра по Marvel, которую уже давно. Я бы не удивился, реально. Там какая-нибудь хуйня будет, типа про, опять же, вот а-ля XCOM, где ты стоишь на соседних клетках 30%, что ты попадешь. XCOM по Red Dead Online. Я зря смеюсь, потому что эта идея уже была обкатана, причем Кеном Левиным. Игра называлась Freedom Force, и там не было лицензионных героев, но там были типа квази супер-герои. Идти дальше, если у тебя есть Mario Plus Rabbids. Да, да. И лицензионные франшизы, которые отлично друг с другом работают. Понимаешь? Как бы все. Просто сделай примерно то же самое, что Mario Plus Rabbids, только типа по Marvel по какой-нибудь хуйне там, да, типа и все, спокойно. Короче, пацаны, Take-Two. Самые, наверное, две вещи, которые стоит упомянуть, это первое. 13 миллионов Borderlands 3 продали. 13 миллионов. Borderlands 3 продали больше, чем Mortal Kombat 11. От соси Mortal Kombat. Димке личная вендетта теперь после травмы стеки. мы с Димкой тоже купили Borderlands 3. Точнее, мы не купили, нам дали их, но мы купили все DLC. А я купил в EGS, так-то? А я купил в EGS? А я купил на PlayStation на распродаже. Слушайте, мы получили бесплатные диски с Димкой от издателя Borderlands 3, но мы купили все DLC, и мы прошли из них три. Два с половиной. По-моему, два. Третьего бросили. Да, третьего бросили, короче, но в целом игра все равно крутая. Нам очень понравилось, мы с удовольствием прошли, и на самом деле было довольно клево. Конечно, Borderlands 3 прям удался после пресиклов с Ратова. Но, кстати, продажи Borderlands 3 надо делить как минимум пополам. Почему? Потому что ты ее играешь с друзьями, ты не играешь в нее один. В отличие от Mortal Kombat. В смысле, зачем делить пополам? Я не понимаю. Ну, потому что, как бы, если игра выходит условно коопная, да, то покупаешь ты и заставляешь своих друзей тоже купить. Да. И все заплатили по фулпрайсу. потолок. И самое главное, все купили DLC, чтобы играть в одни из этих же DLC. Вот об этом речь. Именно поэтому она... Денег, да хуя. Она загенерировала... В Mortal Kombat один человек покупает на одну консоли, и пятером играют на одной консоли. Да. Да. Кальянный. Кальянный. Ну, что мы сейчас будем? Двойного яблочка забил, да. Слышите, а насчет не кальянных историй, конечно, это, ну, это прям реально просто, мне кажется, что это прям ёба-рекорд. GTA 5 продали 150 миллионов копий. Мне кажется, за все время... Это самая продаваемая премиум игра вообще. За все время на всех консолях 150 миллионов штук. Да. И на пока. Нет, самая продаваемая игра Эвер все равно пока что, по-моему, Майнкрафт. Я покупал GTA... Ты понимаешь, что она есть еще, она не на консолях, не на ПК, а Майнкрафт вообще на чем угодно. Я покупал GTA на PlayStation 3, я покупал GTA на PlayStation 4, я покупал GTA на ПК, и я куплю GTA, когда она там выйдет на PlayStation 5. Мы все это сделаем абсолютно. Но я все еще не уверен, что эту сумму не надо делить на 5. Слушай, я уверен, что там много, большое количество людей купили ее на нескольких платформах. Я думаю, что если так усреднить хотя бы полтора раза, можно спокойно ее разделить, и 100 миллионов человек может быть в нее и поиграло. Но еще интересно, что то, что у RDR 2 38 миллионов. Это охуеть, конечно. Для такой сингл-ориентированной игры откровенности. Там же есть RDR Online. Он не так сильно летит. В смысле никто? Чувак, ну то есть GTA Online, GTA 5 покупает ради GTA Online, а RDR 2 покупает ради RDR 2, а не RDR Online. RDR Online гораздо более мертвое, и там гораздо реже обновления выходят. Да, короче, то есть в общем RDR 2, конечно, это очень круто. Вот, поэтому, ну, я прям, конечно, в шоке, но я вспоминаю, как ради RDR покупала просто вся лепра себе PlayStation и Xbox. Я уверен, что и 4 PlayStation или там Xbox покупали. Я уверен, что тоже покупали. Сто пудал. Пока-пока не вышло, как бы версия, я уверен. Пишу, я уверен, что это все геймпасс подсобил. Да, 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 все три месяца, что она там была. Да, да. В любом случае, короче, в общем, очень крутые показатели и у Take-Two, и очень крутые показатели у Warner Bros. Mortal Kombat прям мое увлажнение, вот, мое увлажнение еще и GTA 5, и RDR 2, 2 и Borderlands 3. Давай, Макс, у нас очень крутая новость, которую только ты разбираешься у нас. Смотрите, здесь еще есть новость про компании, которые наконец-то научились много зарабатывать, но не очень сильно научились, что делать с заработанными долларами. Я сейчас говорю про компанию Games Workshop, которая выпускает такой маленький инди-франчайз, он называется Warhammer 40 000, и вы должны понимать следующее, не вдаваясь в ваху вообще сейчас очень глубоко, что Warhammer это не классический игровой франчайз, это некое хобби, когда вы покупаете ваху, особенно настольную, которую собственно Games Workshop продают, Games Workshop не делает видеоигры, Games Workshop владеет правами на вселенную, делает настолки, и вы вписываетесь в это хобби, вы делаете какие-то фигурки, вы придумываете какие-то конверсии, схемы покраски, и соответственно, естественности... Да, юойные фанфики это, блядь, каноничная хуйня про Саланеша, Дима, это вообще в контексте вахи неактуальная шутка, но история вся в том, что вы как-то в это входите, и по-любому в определенный момент, особенно если вы этим сильно увлекаетесь, у вас начинается какое-то фанатское творчество, и Warhammer, я вот сейчас опять же скажу хот-тейк, но это игра, которая именно настолка сейчас, она очень хорошо фильтрует людей по IQ, потому что там не такие простые очевидные правила, это не монополия, глупые люди не играют в Warhammer настольный, потому что в него просто невозможно играть, если ты не понимаешь, как это работает, а всосаться в это достаточно сложно, и поэтому очень много людей реально талантливых, художников, писателей, еще кого-то там, чуваков, которые делают конверсии, они начинают делать какие-то очень крутые штуки по Warhammer, и многие, там, я не знаю, даже люди, которые сейчас работают в Games Workshop, они вообще вышли из фэндома, там, писатели те же, художники и так далее, и не так давно Games Workshop запустили такую штуку, как Warhammer Plus, это как нынче модно делать подписка, и типа вы за 5 долларов в месяц получаете доступ там к разным анимационным сериалам по Вахе, вы получаете какую-то эксклюзивную фигурку раз в год, вы получаете какие-то дополнительные плюсы на мероприятиях, спонсируемых Games Workshop, ну, то есть, если вы пришли на конвент по Вахе, вам дают там специальный бейджик и какие-нибудь сэндвичи в особой зоне, и так далее, ну, то есть... Это всё ещё не отсылка к Слонеш? Нет, но... Сэндвич в особой зоне. Мы ещё до этого доберёмся. История вся в том, что выглядело всё достаточно безобидно, и даже по-своему логично, потому что Games Workshop пылесосили рынок, они купили авторов самых популярных фанатских фильмов, включая автора фильма Астартес, тут абсолютно безупречный такой короткометражный боевик. Я смотрел, да. Он охуительный совершенно. Это сделал один человек. Очень классно выглядит 3D, нарисованный мульт, прикольно. Вот, он шикарно сделан. И потом они выпускают, буквально на прошлую неделю, они выпускают такой документ. А теперь хотите делать что-то фанатское по Вахе, вы должны получать у нас права. Если вы хотите выпускать фанатские анимации, идите нахуй, это запрещено, вы должны получить у нас лицензию. Если вы хотите делать какие-то фанатские штуки, которые будете там транслировать на весь мир, тоже, блядь, поаккуратнее. И это привело к эффекту. Вопрос, а это имеется в виду те, которые должны зарабатывать деньги или вообще все? Вообще любые, вообще любые, не уточняется. Вопрос монетизации. Это, знаешь, это как прийти в Твиттер и запретить выкладывать фан-арты по Сонику. Да, да, нет, это все равно, что Сони запретит фурятникам рисовать что-то по Рэчту и Кланку. Или так, да, да, да. И это создало достаточно тектонический сдвиг в сообществе, потому что сообщество Вархаммера достаточно индифферентно ко всяким выступлениям, потому что настолка это настолка. Она идет себе своим чередом, обновляются какие-то редакции, вот, блядь, вот этот роллбук Вархаммера, да, специально для видеоверсии показываю, блядь, толстый такой, тут, блядь, лор, бэк, правил, вся хуйня. Торопиться некуда. Но здесь настолько все уже доебало, что, во-первых, закрылся старейший фанатский сериал из-за этой хуйни. Очень смешной, очень классный, который стебал Ваху. Назывался, если бы у императора был синтезатор речи, его рисовал швед Браво Альфа Буса. Это была такая суперпопулярная штука в сообществе, они сказали, бля, чуваки, у нас у всех ипотеки, у нас у всех дети, мы, ну, потому что это достаточно взрослые люди, мы не хотим подставляться из-за этой хуйни, из-за потенциального иска, мы закрываемся. И сейчас, в общем-то, фанаты Вахи объявили компанией бойкот, только настоящий бойкот, а не как это обычно работает. Во-первых, есть централизованные письма в поддержку, которые пишут, что, типа, пацаны, ну, это вообще неправильно и так далее. Фан-клубы. Надо понимать, что в мире Вахи фан-клубы реально составляют важную... Обычно же компании в таких случаях делают, типа, или бес попутал, или, типа, пошли нахуй, это наши айтины. Ну вот, сейчас мы ждем, мы ждем реакцию, потому что реакции пока нет. Но особенность в том, что когда против тебя в настольных варгеймах выступают фанаты на уровне клубов, это очень серьезно. Потому что клубы являются твоими точками представительства, где тебя нет. А геймс-варкшопа до хера, где нет официально. Это люди, которые продают твои миньки, которые продают твой продукт, по факту. Это люди, которые участвуют в чемпионатах, которые организуют чемпионат. Короче, ты ополчил на себя всех своих самых кор-фанатов просто. Да, кор-кор-клиентов и самое главное платящих клиентов. Потому что Ваха нихуя не дешевое хобби. Миниатюры очень дорогие. Вы можете легко заплатить 15 тысяч за танк пластиковый, без краски и клея. Который надо красить самому. Да, и в этом вопросе вот очень странная херня, потому что вот эта вот гонка за стримингом, гонка за подписочными деньгами, она буквально выключает у некоторых компаний мозги. Мне просто интересно, ну это немного похоже на политику Нинтендо, но Нинтендо запрещает именно монетизировать их IP. То есть условно, если ты делаешь игру по Метроиду, то скорее всего к тебе придет в какой-то момент юрист Нинтендо и скажет, братан, ты не правда. Они все, что угодно запрещают делать своим IP. И захочешь сделать мультик, который выйдет бесплатно, нельзя. Братан, можно? Захочешь сделать, нельзя. Нельзя. Они тебя страйкают, они реально тебя страйкают. Они тебя страйкают, но я тебе запрещаю все, что угодно. Тебе Сиза Дисис присылают. Хочешь сделать фанатский ремейк? Нельзя. Хочешь сделать фанатскую типа поделку? Нельзя. Нинтендо тебе не разрешает делать ничего вообще. Хочешь сказать, что вот эти ролики, блядь, на Ютубе, где там какой-нибудь персонаж Марио что-нибудь делает, это типа, блядь, хуйня? Он просто недостаточно популярен для того, чтобы юристы Нинтендо на него обратили внимание. Ну, как только он наберет популярность, его Сиза Дисиснут. Я просто к тому, что это видеоигры, это все равно та вещь, которая достаточно далека и достаточно широка, да, то есть Нинку это не утопит. В случае с Вахой, Ваха это хобби и не очень широко распространенное, потому что, в общем-то, продукцию самой Games Workshop производит, ну, в смысле, покупает не такое большое количество людей, как игры про Марио. И поэтому странная херня, я очень надеюсь, что они отдумаются, но если вы думаете вкатиться вот сейчас в Вархаммер, я вас очень сильно прошу, подождите, не вкладывайте деньги не для того, чтобы бойкотировать Games Workshop, а для того, чтобы понять, в какой вектор ударится компания, потому что, чтобы, знаете, выкладывает человек там 15 тысяч рублей на армию, а потом он сидит с мертвой системой, в которую никто не играет. Просто так, легонечко подождите, все будет хорошо. Мне кажется, Games Workshop переобудится, пойдет не по пятнам. Это единственное поведение в данной ситуации, которое может их спасти. А нам пишут в чате, что напоминаю вам про историю, какой ваш любимый саундтрек из Зельды и там куча страйков в Двитре. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да-да-да. Слушайте, у нас новая рубрика, которая называется «Смотрим трейлеры», и мы, в общем-то, хотим обсудить с вами трейлеры тех фильмов, сериалов и прочего, которые должны скоро выйти или которые когда-нибудь да выйдут, но у меня есть к вам предложение. Давайте я вместо того, чтобы их показывать вам на нашей видеоверсии... Чтобы нас не страйкнули. Чтобы нас не страйкнули, я просто буду вам кадры из них показывать, некоторые, скажем так. А, собственно, для аудиоверсии все осталось по-прежнему. Вы просто слушайте о том, как мы разговариваем про трейлеры. Ха-ха, это круто. Давайте так. Первый трейлер у нас это Дюна, конечно же. Максим, что думаешь про Дюну? Ну, что я думаю про Дюну? Я лично очень сильно жду какого-то... Шишка до небес. Да, да, да. Это хорошее описание, да. У меня нет претензий. Я просто жду. Я скажу так, что я как человек, который типа так не сильно прям супер ждет Дюну, то есть я хорошо очень отношусь к Дюне. Я проиграл большую часть своего детства в Дюну 2 на ПК и на Sega Megadrive 2 и как бы в целом я читал Дюну первую книжку. Вот, к сожалению, только на английском языке. Вот. Я в целом очень хорошо отношусь к Дюне. Но как бы, вот знаете, такой типа я больше жду этот фильм только потому, что это фильм Вильнёва. А к Вильнёву я отношусь лучше и круче, чем к Дюне. Хорошо, а представим себе, что это фильм не Вильнёва. Вот ты посмотрел трейлер, ты же видел трейлер, правильно? Да. У тебя не встала шишка на то, что там происходит? Ты же там очень классно, типа прикольно, типа все оберху очень красиво, конечно, то есть прям красиво. Представь себе просто, что это снял, я не знаю, там, без лисков. У меня есть подозрение, у меня есть подозрение, что фильм может оказаться немножко таким затяжным, где будет очень много пиздеть будут. Типа о политике, там о том, о семах, о том о десятом, короче. Я лично это выжду. Да, вот. И что типа, вот дальше от этих моментов, где типа будут там, типа червь, где там типа военные, какие-то истории, где еще что-нибудь такое, что вот этого все будет мало. А на самом деле все будут пиздеть, типа о том, что о, смог ли ты обуздать свою собственную аучность там? Ты помнишь, был South Park, я не помню какая часть, по-моему, Stick of True, я не знаю, играл ты в нее или нет? Да, играл. И там пародировалась Игра престолов, когда Картман приводил всех своих типа врагов и прочих в сад и так рассказывал. Позвольте, я расскажу вам, как у нас будет сегодня происходить беседа. Сегодня вы хотите, может быть, чаю? И такой, подвигает такую чашу. Ну, то есть пародировалась Игра престолов, что типа разговор, разговоры такие типа закулисные тонкие интриги, да, и прочее. Я просто тебя уверяю, что в Дюне, то есть, чтобы ты максимально понимал, про что это будет, Дюна — это Игра престолов, в которой очень редко происходит что-то пиздатое, а в основном это будут интриги, это будет политика, это будет пиздёж. Помнишь же, про вот это же самое говорили, что ровно по этой причине никто не собирался экранизировать Foundation основу. Вот, и только Apple, которая вложила какой-то ахуильярд денег просто в эту самую экранизацию Foundation, говорят, что там же тоже типа 80% времени происходит пиздёж. Я просто не знаю... Добро пожаловать научно-фантастические саги, Тимур, присаживайся у нас так постоянно. Я не знаю, что насчёт Foundation, я читал только первую книгу, и я могу сказать, что её даже с учётом того, что там в целом в общем-то пиздят, её будет тяжело экранизировать. Ну то есть серьёзно. Я не знаю, что получится у Apple. Ну не знаю, А вот в плане Дюны я могу сказать, что вот я читал книжку, и я смотрю трейлер, это, блядь, один в один переложение книги, как я её себе в голове представлял. Я так вам скажу, я теперь примерно понимаю, что чувствовали фанаты «Властелин и колец» в 99-м году, когда на них после неудачных попыток и кучи лет ожидания сбросили трейлер «Братство кольца». То есть ты просто сидишь такой, блядь, это оно, это не голоса в голове режиссёра, это Дюна Герберта, господи, как это офигенно. Вот я был в 99-м году тем самым пацаном, которому было 13 лет, и который прочитал «Властелин и колец» к тому моменту уже два раза. Вот. И я видел этот трейлер и такой «Ебать! Это что? Фредди, Пиппи, Пиппин и Мэри, и Сэм, и Гэннольф?» Охуеть! Просто... Вот у меня примерно то же самое. «Герцог, это же Герцог, господи, это же Барон Харконнен, о мой бог, это же ментатый!» Бля, я когда в этом трейлере на Салли увидел, короче, Барона Харконнена, который взлетел, типа, с этими... С Грави этим, наверное. Да, типа, ну, у него были по сути телепатические способности, вот эти все, такой просто ебать, как бы... Не телепатический только. Да, у него там специальная Грави херня была. Слушай, он как бы же, он же еще же, насколько помню, по-моему, он же вроде умел, как бы, то ли заспать, то ли что-то, мол, ничего не умел. Ты путаешь героев, короче, все, добей. Ничего страшного, все в порядке. Хорошо. Я читал очень давно Дюну, и Дюну не читал в 15 лет. Ну, и плюс, я должен сказать, актеры, вот они очень хорошо сидят в своих образах. И Айзек, и Мамоа шикарно совершенно в Дункана Айдаха вписался, и Гурни, которого играет Бролин, потрясающий совершенно. Ну, и Шалама шикарно. И Зиндайя офигенная. То есть ты сидишь, ты смотришь, да, оно, вот оно, потому что, блядь, оно даже с момента актеров началось правильно. Осталось понять, как Вильнев обосрется с фильмом. Давайте погадаем. Он просто провалится в прокате. Я недавно пересматривал. В этом никто не смеет. даже в самом Ворнер Бразерсе такие, бля, уже, знаешь, в статью расходы записали, типа, блядь, нахуй. Слушайте, я недавно пересматривал прибытие, вот, и прибытие, конечно, охуительнее просто. Сука, это один из моих самых любимых фильмов вообще за последние, вот в современных таких вот. Потому что я еще показывал его девушке, и как бы она вообще далека там научной фантастики, так далее, типа, она смотрела просто с раскрытым ритом, и очень понравилось. Я тебе могу сказать, я недавно на телеке пересматривал 2049 с женой. Блядь, это до сих пор безупречный сиквел. Это редкий пример, когда ты снял культовому фильму сиквел, и он оказался не то, что не говно, он оказался. Все вот эти сам по силе таким фильмам. Все вот эти крутые фильмы покупаю себе в iTunes, в... А смотришь кинопамер 4? Нет, я их реально... ну там я покупаю себя в Dolby Atmos и, соответственно, в Dolby HD, вот, ну-ка, как он там называется-то, блядь, я забыл, Dolby... И я сейчас купил себе как раз тоже этот 2049, и я прямо искал девушке, типа, что приготовь свою жопу, сейчас мы будем, блядь, смотреть с тобой три часа хуй и ты. Да, да. Просто... Ну, потому что, блин, ну, я прям очень жду как бы фильма Вильнева от Дюны. Я как бы не жду от нее именно конкретно Дюны, я жду охуительного фильма Вильнева, как бы с крутым кастом, с классным саунд-дизайном, визуальным дизайном и всего. Если это еще будет охуенная экранизация Дюны, вообще заебись будет. Очень забавно, что у нас все-таки не совпадают ожидания. Тимур ждет охуенный фильм Вильнева, а я жду охуенный фильм Вильнева, но про Дюну, блядь. Ну, видишь, насколько у нас отличается восприятие. Ну, потому что я напоминаю, что я тот человек с песей головой, которому не нравится прибытие. Ну, то есть, который... Ну, пошел ты нахуй. Зато мне нравится... Может, еще Интерстеллар не нравится? Интерстеллар мне тоже не нравится, но, 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 чуть-чуть пошел. Чуть-чуть, чуть-чуть. Тихо. Мне нравится Блэдраннер. 2049, который. Любить? Нам уже там еще супер. Но Интерстеллар-то это же вообще шадава. Так, так, давайте, давайте не сайт троихий. Прежде чем мы подеремся, давайте вспомним о том, что у Apple есть такой сериал, который называется Видеть. Он же си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си. Все же было прям принято его хуй сосить. Все говорят, эээ, ты говоришь, хуйня, сняли говно, фуф, пиздец. Я такой, я прям, знаете, вот с этим, вот таким, типа, ну, блядь, какую-то хуйню сняли, ну, посмотрю, потому что, говорят, прикольно снято, короче. Я в мучу. Я напомню, что... Бля, я на одном дыхании посмотрю, охуительный. Там была еще история, что, типа, это был Джейсон Мамоа, наш любимый аквамен, который... И что, похуй вообще? Который как бы... Ну, скажем честно, Джейсон Мамоа, эээ, актер. Ну, такой, блядь. Ну, то есть... Я абсолютно с вами не согласен. Я считаю, что абсолютно все рестлеры прирожденные актеры, потому что их основная профессия это фактически боди-эктинг, по большому счету. Они же, блядь, не дерутся. Это же постановочное телешоу, ну, вы че? Вы, кстати, знаете, что на, по-моему, Netflix'е выйдет сериал, который называется «Хилы». Это не в смысле «Хилы» или в смысле «Хилы», которые в ММО хиляют вас, да, а в смысле «Хилы» из рестлинга. То есть те рестлеры, которые отыгрывают плохих персонажей. Ну, то есть там типа «Эх, сейчас я тебя разъебу, Супермен!» Вот примерно такие. Блядь. Вот. И про них целый сериал будет. В любом случае, короче, я хотел сказать так, что типа трейлер «Си 2» мне понравился, потому что это прям прямое продолжение, знаете, как будто, грубо говоря, сезон не заканчивался. А там просто взяли, похуерили серии дальше. То есть такое чувство, будто они наснимали типа условно вот серии типа большую пачку и просто ровно пополам их разрубили. Потому что там прямо четко продолжается ну, как бы, событие первого сезона. Мне в целом первый сезон понравился, как бы. Он довольно-таки прикольный, как бы. Там классный сюжет, интересные плод-твисты, а вот это повороты, короче. И в целом я прям ждал второго сезона. И, конечно, прикольно, типа, что вот они опять же вот так прям продолжили «Линию королевы» дальше продолжили, как бы, очень интересно. А тебе она не бесила, блядь, все предыдущие, блядь? Силы, конечно, но это же ее цель, персонажа тебя бесит. Нет, я не про персонажа, я про саму актрису и то, как она играет, блядь. Нет, нет, я считаю, что она вообще гениальна. Она идеально сыграла. Это, знаешь, это как в «Игре престолов» тот пацан, который всех бесил. А потом ему режиссер говорит, что, братан, ты, блядь, вообще охуенный актер, тебя все ненавидят. Чувак, я считаю, что она идеально сыграла свою роль. Вот это такой истерички-ебанашки, которую, как бы, типа все ненавидят, потому что ты, вот ты охуевшая пидарасина, короче, она играла охуевшую пидарасину. А, то есть прям в контракте написано, будешь играть охуевшую пидарасину, вот тебе 5 процентов. Ну, типа того, как бы, блин, ну, чувак, не вздумай с нами судиться, мразь. Она же, она очень круто сыграла, как бы, считаю, что и вот ее линию дальше продолжают. И еще очень прикольно, опять же, как бы, история про Дейва Батисту, которого тоже вписали туда. Я, если вдруг не смотрели трейлер, я не буду раскрывать, как бы, вам, кого именно он там играет, вот, но очень интересная история, как бы, и есть, ну, если что, посмотрите трейлер, там прям объясняется, кого именно он играет. Кстати, заметьте, что в этот раз, видимо, что то ли Apple дала больше денег, то ли просто нужны такие, типа, панорамные шоты, такие, знаешь, прям, как сказать... Там было много в первом сезоне панорамных шотов. Постановка мира, да, мы раскрываем, что этот мир огромный. Чувак, у тебя там распидорашивало, ёбаную, блядь, плотину нахуй, заливало целый город в первом сезоне. Плотина, да, ну, как бы, ну, не было таких панорамных шотов. А здесь их очень много, и это говорит о том, что, типа, либо вбухали бабло, либо такие, слушайте, а у нас что-то в лоре говно какое-то, давайте мы, типа, скажем, что там, до хуища еще всего. Да, давайте скажем, что до хуища всего. И это подается визуально. Я не согласен, потому что, рассказывалось, типа, о, тут у нас разъебанные небоскребы, а тут у нас разъебанная плотина, и там вот это все. И все это происходило, типа, спустя 10 тысяч лет после нашей истории, там, ну, и так далее, короче. В общем, мне кажется, что, на самом деле, все очень неплохо было в первом сезоне. Я хорошо отношусь. Нам поправляют Макса, Мамоа не был рестлером, Максим. Я почему-то был уверен, что он был рестлером. Это ты перепутал его с баутистой, который... Да нет, просто понимаешь, это группа, группа накачанных актеров в Голливуде, там, Скала, Батиста, и ты как-то привык, что Мамоа, наверное, вот-вот примерно там же. У тебя как-то в голове это отпечатало. Вот так вот. Ничего удивительного. Вот так вот. Слушайте, пацаны, но самая главная новость, конечно, по всяким трейлерам и всяким... Подождите, одну секунду, я быстренько отвлекусь. Да, да. Тут не показали трейлер, но слили экранку трейлера охуительнейшего фильма. Не смотрите вверх. Это который из Ди Каприо? Я, кстати, так и не посмотрел. Да хуя, блядь, актеров, чувак. Там Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, короче, там все, кому только не лень играет, Джона Хилл, там просто супер-гиперзвездный состав фильма. А про что фильм? Фильм, знаешь, про что? Внимание, внимание, просто вот прям слушай меня внимательно, пожалуйста. Ученые, говоря... Хуй моченые, дальше. Что, на землю надвигается? Опасность. Прямо вот доказательства, вот, смотрите доказательства, вот, летят метеориты, сейчас разъебут планету, вот, вот они доказательства, смотрите на них. И все говорят, а вдруг вы придумали эти метеориты? А вдруг их не существует? А может быть, этих метеоритов, как бы, они, может, не очень опасны, на самом деле. Да сгорят. И вообще, и вообще не все метеориты опасны, как бы, а вот эти, а вот конкретно эти метеориты, может быть, не туда ударят. А вот этот ученый говорит, что ничего не летит, да? А вот этот вообще метеориты хуйня полная, короче. Вот. Что-то напоминает что-то, да? Есть какие-то параллели, я бы сказал, такие. Да, и там есть момент, когда Джон Ахилл, играющий президент, говорит, что типа, да-да-да, я видел президента, бля, но они же такие, они так расстраиваются. Нет, подождите, вы хотите сказать, что я должен народу объявить об этом перед выборами? Да. Ну, типа, вы что там, сумасшедшие, что ли? Понимаете, как бы, и там, насколько я понимаю, типа, и сюжеты Дикаппу играют. Там пишут, у меня друг работает в обсерватории, все фигня. Моя сестра вчера смотрела в телескоп, нет никаких межоритов. Жена брата говорила о том, что там нету. Не существует? Нету, ничего не летит. Ну, так и что. И вообще земля плоская. Короче, в общем, блядь, это охуительный трейлер. Просто невъебенные актеры играют. И я просто, я такой, сука, я просто, я уже мечтаю посмотреть этот фильм просто. Ну, просто, вот это реально прям супер. Это меня заинтересовало. Как называется Не смотри вверх? Не смотри вверх. Окей, я потом посмотрю трейлер. Короче, самый крутой, конечно, анонс. Самая главная новость. Показали, даже не трейлер, скриншот нового сериала. Один кадр, да. По «Властевину колец» от Амазона, на которую они потратили очень много денег, мы не знаем сколько, но много. Более 500 миллионов долларов первый сезон закончили снимать на прошлой неделе. И я могу сказать так. Максимка, наверное, просто фонтанировал спермой, что называется. Слушайте, Максим очень хорошо целый тред написал в Твиттере, который прям типа бомбанул нормально. Да, неожиданно для меня, честно сказать. О том, что означает этот скриншот и чего нам ждать от сериала. Макс, ты можешь, пожалуйста, вкратце объяснить, в чем прикол? Короче, несмотря на то, что с виду это типичный фэнтезийный пейзаж, и, в общем-то, для большинства он таким является, это очень, как сказать, это очень важно, что они дропнули именно первым кадром именно это. Потому что, смотрите, изначально, когда они начинали снимать, маленькая предыстория, она очень важна, а когда они начинали снимать сериал, договор был следующий. Он был с Толкин Эстейт, собственно, владельцем прав на книгу, что, типа, вы снимаете только по второй эпохе, это кусочек Сильмариллиона, только по второй эпохе, дальше никуда не лезете, в третью эпоху вам нельзя, потому что там Вастелин Колец, там Соул Зайнс и все сложно с правами, но по второй эпохе снимаете. В процессе съемок сериала, которые растянулись на несколько лет, настолько наследникам Толкина нравилось, что получается, что они разрешили Амазону залезать в другие временные промежутки, кроме третьей эпохи, естественно, Вастелин Колец нельзя. Поэтому очень... Сказали же, что вторая эпоха там будет. Да, вторая, ну, типа, изначально. И сказали, что теперь можете, там, и в первую, если что, еще куда-нибудь. Я правильно понимаю, что у Средиземья во второй эпохе было все очень плохо? Ну, во второй эпохе, собственно, был Нуменор, который привез нам, собственно, то, что потом стало Гондором, и вся сага про Саурона там началась. Но история вся в том, что то, что показывают здесь, это первая эпоха. И это первая эпоха времен самого начала, потому что... И как ты это понял? ...два ядерных взрыва на фоне, это на самом деле... Так. Это на самом деле древо Валар. Это Тельперион и Лоурелин, это два древа, которые освещают собой мир. Вот это вот... Макс, прости, пожалуйста. Дима, можешь набрать, пожалуйста, Сильмариллион, иллюстрейшнс, и показать, типа, что рисовали вообще, ну, как бы, что рисуют вообще по Сильмариллиону. И, короче, под этими древами, под их светом, их свет заключил в кристаллы Феонор и назвал их Сильмарилами. И, короче, если сейчас не вдаваться во всю мифологию легендарума, за эти Сильмарилы несколько тысяч лет шла кровопролитная война. И вот этим кадром Амазон фактически нам очень тонко обещает, что вообще-то, блядь, не вторая эпоха, а сразу, вот видите деревья, это Сильмарилла, а дальше делайте выводы, потому что Сильмарилла это у нас. История Беренни и Лутин, это очень грустная такая трагичная история, где Толкин видел себя в роли Берена, свою жену, в роли Лутин, у них даже на могиле так написано, что, типа, Берен и Лутин, да, здесь лежат. Это такая огромная эпическая история. Это падение Гондолина, это тайный эльфский город. Макс, извини, пожалуйста, что я тебя прерву, но очень важный момент. Смотри, большинство людей, которые читали только, типа, условного Хоббита и Властелина Колец, и многие из людей даже не знают про существование Сильмариллиона, ты можешь, пожалуйста, объяснить с точки зрения сюжета, как бы, вот существует, условно, там, Властелин Колец, Саурон, Гэндель, Смотрите. Как к этому, ко всему относятся события Сильмариллиона? Смотрите, история в том, что, если мы говорим, смотрите, вот, Хоббит — это детская сказка. Она так написана, она дает махенький такой вот кусочек этой истории, но это детская сказка. В Властелин Колец это уже серьезная сага, эпичная, которая вам дает какие-то куски в недописанный на тот момент Сильмариллион, где там рассказываются совсем-совсем небольшие кусочки этой истории. Сильмариллион — это уже огромная, фактически, Библия мира, которая разбита на истории хронологические. И вот эта Библия мира собственно рассказывает подробно, что происходило, как с кем, как появился Саурон, что было до этого, что было на него. Но она очень сильно отличается по тону и от Властелина Колец, и от Хоббита, потому что что делают эльфы в Хоббите и в Властелине Колец? Утонченные, смеются и постоянно, значит, рассказывают истории, преисполненные великой мудростью, запивая это вином, что делают эльфы в Сильмариллионе. Они ругаются матом на проклятых балрогов, которые осаждают их город, держат, короче, в одной руке дубинку, а в другой руке у них чаша с кровью своего собственного брата, которого они выебывали сегодня утром, а потом зарезали. Ну, короче, это фэнтезийный Дарк Соулс. Это не фэнтезийный Дарк Соулс, потому что Толкин писал конкретно Сильмариллион как средневековую литературу, и поэтому там нравы абсолютно такие же. Инцест, брата убийства, предательство, политические интриги. Е-е-е, Игра престолов. Только Игра престолов на этом фоне это детский утренник, потому что масштаб происходящего в Сильмариллионе... Правильно ли я помню, что Гэндальф был одним из вот этих самых валарцев... Из Архангелов, грубо говоря, в местные. Да, и при этом по сути его таким собратом был Саурон, потому что он тоже был таким... Нет, 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 Саурон был повыше. Нет, Саурон был повыше. Повыше, потому что я помню, что Саурон уже, по-моему, Мелькор или как его там звали, типа... Не, Мелькор это был его босс, а Саурон это был его типа шестерка, но потом Мелькора не стало и пришлось это подшестеривать. Но история вся в том, что если ты хочешь найти равню Гэндальфу на темной стороне, это Баураги были. Ты серьезно? Да, это типа один из тех пацанов, который на них напал в море. Да, 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 это павшие архангелы, собственно. Которые типа ты не пройдешь, это все говно, да? Да, да, да. И они поэтому и бились на мосту, потому что это битва равных по факту была. Но поинт в том, что вот этот кадр, он обещает, ну... То есть если бы они... Если бы они не залезали в Сильмариллион так далеко, они бы не делали первым кадром два мировых древа. Они сделали первым кадром ебаный Валенор под сенью двух деревьев. И это сразу автоматическое обещание экранизировать Сильмариллион. Ну, задача в данном случае титаническая, потому что это что-то уровня вот Apple TV-шного фундейшена. Это произведение столь объемное и масштабное, что формат сериала здесь подойдет, но денег они сожгут. Но, к счастью, для нас Амазон... Бля, пацаны, полмиллиарда долларов на первый сезон. Алло, ёпта. Вы понимаете, что там уровень вовлеченности? Вы понимаете, что Амазон хочет, по сути, побить группы столов? Да. Они хотят, чтобы про них нахуй просто вот у каждого ёбаного кулера просто стояли люди и рассказывали. И чтобы, сука, просто в мировом фольклоре, как сейчас, типа, знаете, условно, на Филиппинах, вообще где угодно, короче, люди знают там про Дейенерис, там, типа, про драконов, про, там, типа, какого-нибудь Карлика, про Джейми, короче, вот про всю вот эту хуйню знает каждый, вообще, типа, последняя проститутка из Манилы знает, понимаете? Вот они хотят, чтобы про них знал вообще кто угодно, что угодно. Они хотят сделать сериал, который, типа, будет культурным феноменом, по сути. Ну, собственно, да, и у них для этого есть первоисточник. Первый кадр выглядит охуительно, а что уж там, будь дальше, посмотрим. Тем более, сериал быстро не выйдет, он выйдет только в следующем сериале. Слушай, Милисайдеры говорили, что, типа, каждый эпизод будет выглядеть как блокбастер. Я думаю. Да? Слушайте, посмотрим, короче, мы очень ждем, как бы очень круто, как бы это была самая крутая новость этой недели. Давайте, короче, мы потихонечку поговорим про наше впечатление. Кто, что делал на этой неделе, что смотрел и так далее. У нас есть хорошее впечатление, средние, интересные советы и хуевые впечатления. Прям хуевые. Давайте. Давайте начнем с хороших впечатлений. Я посмотрел наш фильм. Сейчас, те люди, которые, типа, Я посмотрел наш фильм, который в стандартном для российского кино сеттинге, это Вторая мировая война. Который называется Красный призрак. И я могу сказать так, я посмотрел это кино исключительно потому, что мне захотелось поржать. И я такой, типа, о чё, Красный призрак, это типа как Гостов Цусима что ли? К тому же там на обложке этого фильма у него там главный герой, у него такая повязка, знаешь, он реально как ниндзя выглядит. То есть вот, если сейчас увидишь у нас на стриме, это примерно так выглядит. Но чего я вообще не ожидал, это то, что это Тарантино. Ого. Это омерзительная восьмерка. Только в сеттинге Второй мировой войны, где немцы против партизан. Это настолько пиздатые диалоги. Это настолько вот эти долгие напряжённые моменты, знаешь, когда вот типа действия не происходят, не происходят, не происходят, не происходят, а потом раз! И всё завершается кровавой какой-то бани, да? И вот весь фильм, это, блядь, по сути, такой оммаж тарантиновский. У меня взорвался мозг от такого сочетания, поскольку, ну, блядь, ну, ну, блядь, ну, понимаешь, ну, то есть, я не ожидал этой хуни. И я удивлён о том, что этот фильм такой, типа, знаешь, его не особо как-то про него говорят, не особо как-то его там советуют. Бля, это один из пиздативших русских фильмов, которых я вообще видел. Всё реально классный. Ты смотришь, тебе, блядь, прям интересно, что же дальше, сука, будет? То есть, смотри, например, чтобы ты понимал, как это выглядит. В самом начале фильма, значит, немцы поймали двух артистов. Один играет, типа, Гитлера. То есть, у него такие усы смешные, как у Гитлера. И, типа... Танцуйте, если перестанет танцать, вас убьём. И они, короче, их вывели на расстрел, такие, знаешь, поставили в снег. Такой, типа, один из немцев, такой, типа, а чё он говорит, что он, типа, к чему они занимаются? Он говорит, что он артист. Артист? В театре, что ли, играет? Ну, давайте, короче, покажи нам, кого ты играешь. Этот такой, знаешь, который Гитлера играет, такой стоит у него, блядь, пот весь просто льётся, его сейчас расстреляют, думаю, всё, пиздец. Он такой... И начинает Гитлера смешно изображать. Ну, то есть, там, вскидывает руку вверх, там, показывая, где солнце, и там, типа, говорить о том, что, типа, там, нехшисон, нехшисон. Блядь, этот эпизод идёт минут 10. Но ты смотришь и думаешь, блядь, когда же 10, когда же 10? А потом, раз! И ты такой, сука, как что-то охуенно. То есть, это только начало фильма. И дальше будет примерно так же, именно в таком же виде. Это реально очень круто. И мне нравится, что сам фильм, он снят как такая, знаешь, баллада о неизвестном солдате. Ну, то есть, как бы, тебе не расскажут, это спойлер, не расскажут, кто Красный Призрак. Тебе намекнут на его прошлое, там, и кто он такой. Но, скажем так, ты до самого конца не будешь знать ни как его зовут, ни кто он такой, и так далее. Это такая баллада о неком, как, знаешь, типа, случай на войне, да? Вот могло ли быть такое? Понятно, что это не историческое кино, не кино, в котором, там, типа, уважение ветеранам и прочее. Нет, это чисто развлекательное кино в сеттинге Второй мировой. Добавил закладки, всё. Посмотри, братан, я прям, я прям, блядь, в восторге, вот серьёзно. Очень советую посмотреть, и я прям, я прям советую. То есть, смотри. Тебе понравился русский фильм? Да, если, если сильно придираться, если сильно придираться, если хочется придираться, а я уверен, что тебе захочется придираться, то ты скажешь, что, типа, ну зачем смотреть русскую пародию на Тарантино, если есть Тарантино? Но ведь, как бы, сравнить впечатления, нет? Ну, то есть, вот, пожалуйста. Это нормально, хорошо, ты меня убедил, я добавил себе закладки, я посмотрю. Окей. При том, что я не очень котирую русские фильмы, в основном, в целом, но есть несколько классных режиссёров, которых, например, я люблю, вдруг внезапно этот фильм окажется на уровне там с каком-нибудь условным Каримовым, который, например, снимал там неадекватных людей, например, вот, или там в дребезге какой-нибудь, ну, вдруг, как бы, я посмотрю, ты меня убедил, вот. Так, ты что смотрел? Слышите, я посмотрел на это, пока я был в Питере, меня звали на премьеру фильма «Джолт». «Джолт» это... В российском, типа, прокате его назвали «Красотка на взводе». Господи, ну и название, блядь. Я могу сказать, я не курка, Дима. Я, я когда, типа, вот был в Питере, типа, мне говорят, давай, приходи на премьеру, я такой, типа, да, что приду? Нет, не могу, я в Питере. Я говорю, что за фильм? Охуеть. Кейп Бекинселл, который я очень люблю, потому что, блядь, это, которая играла в «Wonderworld», и как этот, блядь, назывался? одна из самых красивых женщин на земле, просто, типа, блядь. Она тут еще блондиночка, да. Это пиздец просто, я тебе говорю, серьезно, одна из самых красивых женщин эго, просто, я смотрю там, типа, Стэнли Туччи, я не помню, кто это, но он не важен. Блядь, чувак, это охуенный чувак, ты чего? Ну, я смотрю там, типа, кучу других крутых актеров, там, типа, блин, как это ее зовут-то, блядь, рыжая-то, эта женщина-то, короче, сейчас моя память меня подводит, короче, но в любом случае, там куча крутых, известных актеров. Я тебе просто напомню, Кейт Бейкенес, Любой Байконовали, Джай Кортни, Лаверн Кокс, Дэвид Брэдли, Ори Фейфер, Сьюзен Сарендон, Стэнли Туччи, Константин Грегори, Льюис Ян Брейк. короче, его про Сьюзен Сарендон я когда-то забыл, короче, в общем, куча крутых, куча крутых актеров, ну, ты такой сидишь, ты такой, ебать копаете. Сейчас будет круто, да? Короче, прям круто, короче, что я могу вам сказать, что этот фильм, это, так скажем, жалкая пародия и Atomic Blonde на минималках. Напомню, тебе понравилась взрывная блондинка? Мне в целом понравилась, как бы, я могу сказать так, что, типа, она была средненькая, но мне понравилась, в целом, мне вот прям, там были несколько очень охуенно. Я просто помню, что мне нравился визуал, но фильм, по-моему, говно игучее. Там местами прям классно, как бы, он не импретендует, типа, на там, как будто супер-оскар, там, или еще что-то такое, типа, но он был в целом неплохой, вот. Этот фильм, это вот этот тот самый неплохой фильм на минималку, вплоть до того, что, типа, практически весь сюжет, который, я понимаю, что все снимается во время пандемии, когда это очень тяжело делать и прочее. У тебя половина сюжета происходит на улице, где у тебя в условном Нью-Йорке оградили один квартал и снимают, а вот это у нас утром, а это у нас вечером, а это у нас так, а это у нас сяк, а тут у нас очень хуевый компьютерный взрыв, а тут у нас очень хуевый компьютерный, еще какая-нибудь хуйня, а тут у нас хуевое компьютерное здание вокруг Нью-Йорка, а тут у нас съемки на очень хуевый JMAIC Mini 2, который мы покрасили так, чтобы они выгляили хоть чуть-чуть кинематографично, но не очень получилось, типа, но все равно. И ты такой, типа, блядь, и ты понимаешь, что, типа, вот во время пандемии вот эти фильмы Б-волны прям тяжело, потому что бюджета очень мало. Хоть и актер... Весь бюджет в актеров ушел. Хуй с ним. Как это снято? Хуй с ним, как, там, типа... Что тебе понравилось, не понравилось? Ты мне скажи про сюжет-то тебе понравилось, Лен? Мария, сюжет смешной. Но... Я бы так сказал, что это комедийный боевик такой, типа. Там есть несколько вот это поворотов, которые ты думаешь, такой, типа, о, блин, я думаю, что будет вот так, а потом расхуякай не так, как ты думаешь, что ты такой о, нормально, прикольно загнули, а потом в итоге, в итоге, типа, через 15 минут все-таки так, как ты думал. Вот. И такой, блядь, ладно. Вот. Но это хорошее, проходное кино. Знаешь, такой подпивасный боевичок на вечерок. Я понял, я не буду смотреть пизду. Но при этом он достаточно хуёвый, чтобы выбрать не в пользу него. Как бы, то есть... Причём, ты будешь смеяться, конец такой, что там прям не просто жирный, а прям вот прям тебе берут и такой говорят, типа, франшиза, сиквел, да, пацан, и ты такой, нет, не надо, пожалуйста. Ну, то есть, ты такой, типа, не, не надо сиквела, пожалуйста, блядь. И ты прям понимаешь, что, типа, они такие гордятся своим фильмом, и такие, типа, блядь, да, мы сделали охуенный, охуенную франшизу, сейчас, сука, блядь, 15 фильмов на снимке, как Джон Уик. И ты такой, нет, нихуя, не надо, пожалуйста, потому что ваш фильм говно, короче. Ты знаешь, что самое интересное, что он вообще в мире выходит, не в России, в мире, как Amazon Original, это уже многое говорит. Это раньше была рубрика Straight to DVD, знаешь, вот прям да, примерно так, короче, сразу нахуй туда. Там охуенные актеры, там очень красивая Кейт Беккенсейл, которую, я говорю, я просто, я каждый раз просто от нее таю, насколько же прекрасная женщина. Это тебе типаж, просто такой нравится, ну, ну, блядь, ну, просто красивая. Ну, кроме Беккенсейл есть еще фильмы? Нет? Все, нахуй, давай, проехали. Там есть красивый клевый момент. Жопу этот фильм. Я вам расскажу про пиздатый кино. Давайте я вам расскажу про охуительнейшее кино, после которого ты вот его смотришь и сразу понимаешь, у тебя сразу в голове одна единственная, блядь, мысль. Боже, зачем? Я даже догадываюсь, про какой ты сейчас фильм будешь говорить. Космический джем. Новое поколение. Space Jam Dune Legacy называется. Если кто из вас вдруг внезапно не видел космический джем, то это было кино, где мультипликация совмещена с фильмом, в котором Майкл Джордан вместе с Баксом Банни и другими мультяшками из Луни Тюнс выигрывал баскетбольный матч против инопланетян. Я не шучу, про это и было кино. Теперь мы... Подожди-ка, подожди-ка. Подожди-ка. Там был фильм про Лулубани. Не, там не был фильм про Лулубани. Ну, не. Ну, сколько фан-арта было нарисовано? Ну, фан-арты это ебанутые люди фурьёвые, ябаные. Ах, они нужны. Ну, то есть, камон. Нет. Ну, мы же с тобой играли в VR-чат, чувак. Ты всё видел. Ладно, хорошо, окей. Предположим. Предположим. И вот выходит фильм космический джем нового поколения, в котором, типа, всё то же самое, только мы взяли как бы Майкл Джорджан старый, да, давай мы возьмём нового, возьмём в зале Леброна вот этого, который тоже, типа, баскетбольная звезда и прочее. А могли бы взять Майкла Джорджана только другого? Какого? А, там ещё есть актёр Майкла Джорджана. Там есть шутка на эту тему. Ты сейчас угадал шутку из фильма. О боже, всё так плохо. Там идёт, короче, вот раздевалка, они сядут в раздевалке, и чувак говорит, я привёл к нам Майкла Джорджана, и показывают его снизу такие, типа, кроссовки, выше показывают такие ноги, блядь. И хуя, это оказывается он. Такой, да блядь. Ну, то есть, шутка тупая. Типа актёр Майкла Джорджана. Да, шутка тупейшая просто. Ну, тем не менее, она там есть. Так вот, давайте сразу про фильм. То есть, про фильм. Фильм говно. То есть, вот всё, точка. Фильм ебучая, невероятная, отвратительная параша просто. Смотреть, блядь, невозможно. А вот та история по поводу того, что Лолу Бани сделали, типа, такой мужицкой. Я просто тебе объясню. Там есть момент, где она, типа, попадает к этой, к Чудо-женщине попадает в, ну, там же мультивселенная, да, там, типа, комиксы и прочее. Вот она вот с Чудо-женщиной, она, типа, становится амазонкой. Это, блядь, единственный момент на весь фильм, где она хоть что-то, блядь, значит. В остальном она, ну, типа, как бы там один из персонажей. Насрать, как она выглядит. Это, блядь, вообще проходной персонаж, который, знаешь, там, типа, левой задней ногой написан. Хуй с ней. Хуй с ней. Хуй с ней с Баксом Бани. Хуй с ней. Тут основная движуха идёт между Леброном и неким компьютерным, скажем так, ИИ, которого называют алгоритм. И его играет актёр, который в «Железном человеке» играл военную машину. Помнишь эту историю? Вормашин, который играл? Да. Вот он играет. Стой. Типа алгоритм. Ну, то есть, вместо того, чтобы взять, я не знаю, там, какого-то компьютерного персонажа или там какого-нибудь смешно анимированного там, блядь, не знаю, там, блядь, да анимируйте, я не знаю, там, компьютерные вирусы, я не знаю, и то и будет интереснее. Нет, они взяли, блядь, актёра, но неважно. Так вот, Леброн в оригинале этого фильма разговаривает, как, ну, типичный двухметровый негр, то есть он такой, типа, боссом, знаешь, таким. Но, видимо, чтобы привлечь молодёжную аудиторию, или, может быть, я не знаю, по каким, блядь, причинам, в русской версии дубляжа его озвучивает Леван Горозия, или Леван Горозия, я не знаю, как правильно. Ты знаешь, кто это? Нет. Это такой рэпер. Его звали Эльван, или Элван, как-то так. Так он же, так он же армянин, как он может быть рэпером? Очень просто. Это же та же самая когорта, которая вот эта Blackstar, и вот эта Тимоти, я детка. Так вот. А, окей. Вот. И вот это бывший рэпер, который озвучивает Леброна. Он хуёвый актёр, он хуёвый актёр озвучки, но самый прикол не в этом. У него Леброн превратился, блядь, в комедийного персонажа. В армянина? Просто в оригинале, в оригинале он говорит, типа басом такой, типа Бакс Бонни, что мы будем делать там с, я не знаю, с чем-то. А в русской версии дубляжа он разговаривает так. Эй, дядка, ты, короче, видел сегодня здесь такая история? И, короче, мы будем делать там баскетбол? Я надеюсь, что в оригинале они играют в баскетбол, а, соответственно, в переводе в нарды. Я не знаю, во что они играют, но я тебе могу сказать, что бесит это просто, блядь, невероятно. То есть ты смотришь блевотный фильм в блевотном русском дубляже, причем остальные актеры дубляжа играют нормально. Даже Бакс Бонни, блядь, нормально озвучен. Утка эта ебучая, которая, хуй пойми, как говорит, тоже нормально озвучена. Все, блядь, нормально озвучены, кроме главного, сука, персонажа, потому что его озвучивают. Хуй пойми, какой рэпер. И ты такой, сука, просто. Я говорю, это, знаешь, возникает у тебя просто ненависть. Если ты раньше не очень любил рэп, то после этого фильма, блядь, ты, сука, возненавидишь, нахуй, просто всю эту историю. Особенно ебучий русский рэп. Да, и, короче, у меня нет претензий к русскому рэпу, но после этого фильма, блядь, у меня есть претензии к тем людям, которые зовут рэперов на озвучку. Ну, не могут, блядь, вот эти люди, которые цедят слова, понимаешь, блядь, они не могут разговаривать, сука, нормально, не говоря о том, чтобы играть персонажа. ты же забыл, что российская музыка на русском языке крайне плохо звучит и немелодично, поэтому весь русский язык максимально сейчас всеми нашими артистами адаптируется примерно так. Вот примерно так надо разговаривать в песне, но не надо так говорить, сука, во время фильма, ну, блядь, ну, короче, я говорю, у меня оценка фильма, отдельно фильма «Космический джем нового поколения» 4 из 10, то есть это хуёвое кино, которое, я не знаю, если вы заснёте в самолёте и оно будет там идти, то это как бы нормально. Леван Горозе за 100 рублей и убить себя грузин, поняли? Все ваши шутки говно. Да, так и есть, короче. Но оценка, блядь, дубляжа 0, 0, 0, блядь, из 10, 0, сука. А ты смотри не дубляже, смотри на английском. Пошёл ты. Слушай, я, например, вот тут недавно начал наконец-то смотреть 19 сезон, 19 сезон «Фэмили Гай», и, короче, там, типа, есть, ну, соответственно, оригинальная озвучка, оригинальные, типа, субтитры и так далее, типа, и сразу как себе классно, потому что как только ты начинаешь смотреть «Фэмили Гай» в пиратской озвучке, у тебя просто, сука, сморщивается вообще всё, включая мозг. А как только ты его смотришь в оригинале, «Фэмили Гай» это просто охуительный, суперкрутой, очень классный сериал. Очень советую вам. Это я только, типа, краткое, маленькое предисловие, но на самом деле я хотел рассказать вам про другое, ребят. Дело в том, что я тут рассказывал, типа, на ДТКД, о том, что я внезапно почитал по поводу того, что, типа, ну, как бы там сейчас «Херос 3», какая классная игра, типа, как в неё прикольно можно было бы поиграть на iPad, если бы вы купили эту игру несколько лет назад и она бы устала с вас на аккаунте, несмотря на то, что Ubisoft её выпилил и вы могли бы скачать её даже сейчас. Ты такой, да-да, типа, а может быть, я могу поиграть на неё прямо сейчас, например, на своём майке суперсовременном, суперклёвом? Нет, не можешь, бро, потому что, на самом деле, ты можешь поиграть на неё только на винде, а ты такой думаешь, так, окей, хорошо, на винде, как можно в неё поиграть? Можно купить её в Steam, но там очень хуёвая версия, которую не стоит покупать и в неё не стоит играть. Давайте поиграем в версию для GOG, ну, типа, может быть, там будет прикольно, там будет классическая версия, которая из CDLC, да, но нет, она у тебя не запускается, поэтому нужен специальный фанатский фикс. Ну, короче, всё вот эта фигня. И ты такой, типа, сидишь, и, короче, на винде я в итоге умудрился её запустить, на Mac'е нет. И такой, типа, бля, окей, на винде я поиграл, хорошо, но это же огромный чёрный гроб, который стоит у меня под столом, и мне нужно переподключать клавиатуру, переподключать, там, типа, монитор, типа, чтобы нормально поиграть, и вообще, типа, не очень удобно. у человека проблема, бля, всего из-за отсутствия одной-единственной КВМ-коробки, блядь. И я такой подумал, блядь, сука, хорошо, типа, чё ещё делать, короче? Блядь, я нашёл ёбаный способ, как, сука, поиграть на МАКе. Как? Я сделал это. В виртуальной машине? В которой виндак крутится? На самом деле, да, но дело в том, что они не все подходят, и дело в том, что на современных МАКах, короче, которые работают на Big Suria, типа, и Каталине, с этим всё немножко сложно, потому что, например, просто, типа, условно, через консоль установить Vine нельзя, тебе просто пошлют нахуй. Нахуя тебе Vine, если у тебя есть параллелс? Купи параллелс, и не бей мозг. Нет. Хочу ебать мозг, хочу ебать мозг, блядь, хочу сука. Короче, что ты думаешь, короче, есть такая замечательная штука, называется Play on Mac. Это бесплатная утилита для МАКа. Блядь, я чувствую, это та, которая пиздит у тебя потом эти все твои финансы. Нет. Play on Mac? Play on Mac, короче, называется, вот. Это бесплатная утилита для МАКа, которая позволяет тебе, по сути, ну, с помощью упрощённого интерфейса и упрощённой функциональности останавливает тебе Vine под определённые конкретные программы. Вот. В общем, я пошёл, взял, скачал, купил в Nogog, соответственно, Heroes 3, скачал установочный файл, прямо на винде, короче, ну, не на винде, типа, а на Play on Mac, типа, который эмулирует, по сути, в Инду, установил, короче, это самый Heroes, поставил туда Heroes 3 HD через модификацию упаковки и через модификацию файла экзекьюта взял туда, нахуярил, чтобы он запускал, типа, лаунчер, вот это самое Heroes 3 HD, да нахуй, всё запустилось. Макс, ты заметил, да, то есть вот человек, который не захотел ебаться на винде, поебался на Mac, причём так прилично, судя по его, блядь, разговору. мне нравится, как ты шёл к цели, блядь, прям, знаешь, прям, задача была поебаться, и это, знаешь, все галочки закрыл, просто все, какие-то, что было можно. но самое главное, что оно у меня работает, в итоге, типа, и в итоге, я у меня что, на винде установлено теперь работающий Heroes 3 Hota, и теперь и на Mac установлено Heroes 3 Hota, нормально работает, всё. Хочешь ещё один вариант тебе? Другой вариант, ну, если вдруг, допустим, у тебя нету ПКшеньки, да, ты можешь у Майкрософта, вполне официально, в их сервисе Windows 365, который они тут недавно запустили, купить виртуальную машину с виндой, и захуярить туда герои, да, работает, просто надо немножечко поебаться. Да, поэтому я могу поебаться и на Mac, и сделать так, чтобы даже на Mac, ты запустил. Короче, в итоге, пацаны, Play on Mac бесплатный, Heroes 3 с Goga, плюс туда, короче, через модификацию, модификацию типа пэккеджа, захуярить туда Heroes 3 HD, тот самый, который типа позволяет тебе лоунчером запускать его, плюс, короче, обязательно не забудьте типа, executable файл, короче, линуксовский, точнее, никсовый файл, короче, взять, отредактировать, типа, чтобы у вас был по нажатию Heroes 3, типа, запускался не Executable Heroes 3, и не Heroes 3 HD, а именно конкретно HD лончер, и все, и вы в шоколаде, у вас все прекрасно работает. Я замечу даже лучше, чем на винде, потому что на винде, если у вас что-то так внезапно, что-то не так непонятно, как случается, у вас отключается звук, нахуй вообще. Короче, а на маке не отключается? Даже когда мне сегодня Дима звонил, через FaceTime, cool story, бро, anyway, знаешь, поморочишься, так это работает. Короче, в общем, пацаны, на маке, на маке, возможно, запустить Heroes 3, и они работают, и работают хорошо, причем полные модификации. Сева, пусть сижу, занесу на 10 рублей, пацаны, уже неделю валюсь с ног, сразу в 6 после работы, просыпаюсь в час ночи, моя женщина зла, как вылезти из этого плена сна после работы, причем я думал идти спать дальше, но увидел отбивку про софт-ракас, полчаса лежал, ломался, спать ли дальше, или вас смотреть. Братишка, ну, во-первых, конечно же, надо смотреть, ну, то есть, как бы, ты все равно не заснешь, да, ну, то есть, и мы тут вроде как не спим, вот, а по поводу спать после работы, я могу сказать так, помогает, например, не сидеть дома, ну, то есть, условно, ты пришел с работы, такой, типа, сейчас я попью чайку, там, не знаю, поужиную, и лягу тут же спать, нет, ты вот попил чайку, поужинал, и вышел, пошел, погулял, и где-нибудь часов в 9 вечера тебя срубит, тогда, скорее всего, ты в 3 часа ночи не будешь просыпаться, вот так вот просто. Есть еще второй вариант, как я себе это возвращал, вот, это строго индивидуально, на самом деле, реально, то есть, когда ты 2 дня себя реально мучаешь, чтобы не спать, потом ты основательно, это, знаешь, делаешь перед выходными, то есть, в четверг и в пятницу, потом ты в субботу просто как суслик отсыпаешься, понимаешь, тебя догнал недосып, ты с недосыпом фактически расправился за полноценные сутки, вот, и после этого, как ни странно, становится гораздо легче, потому что я могу тебе сказать, я когда работал еще на старой работе, у меня был очень дерганный график, и ты вроде бодрый, 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 классный, в определенный момент, вот, все эти украденные часы сна, они тебя догоняют, и наваливаются, и как бы бороться можно вот так вот, тупо приходя с работы, и у меня тоже Алена злилась, или просто вот 2 дня, вот ты просто держишься, блядь, ложишься там в 12, встаешь на работу, а потом ты в выходные просто как суслик отсыпаешься, этого хватает на месяц точно. Турбовирум занес на 500 рублей, привет из ночного Таллина, привет тебе, братан, спасибо тебе большое. Тимофей занес на 100 рублей, люблю слушать вас, но очень чувствительно к мату в выпусках, я думал в Apple подписке, мат запикан в ДТКД, но нет, есть ли где-то клин ДТКД, нет, ДТКД мы не вырезаем, и не редактируем там ничего, то есть ДТКД у нас... Вот видите, кстати, пацаны, вот заметьте, это очень крутой был сейчас донат, потому что он рассказывает о потребностях аудитории, ну то есть казалось бы, типа для большинства аудитории, типа совершенно понятные, нормальные, типа что ДТКД там, типа будут максимально свободные, максимально спокойные, есть куча народу, которые говорят, нахуя вы запикиваете ебучий, блядь, сраный ссатый мат вашим ссатым ебучим, блядь, в сраном застракасте. Можно вам занести, чтобы никто ничего не запикивал. Да, короче, а потом приходит человек и говорит, типа, ребята, я чувствительно к мату, а можно, пожалуйста, вы будете запикивать везде? Мы не можем, к сожалению, угодить всем, ну то есть как бы, прости, братан, ДТКД у нас не будет запикиваться, если мы будем еще и это делать, то я тут повешусь, наверное, на шнуре от компьютерной мыши, кстати, про мышку, NLCCS на 220 рублей, здорово, парни, недавно у меня мышь сломалась, вспомнил, как Макс рекомендовал логитек G305, я взял ее по скидке, уже третий день сижу и кайфую, спасибо. Отличная мышь, согласен. Бля, все еще сижу с рок-гладиусом, о, я знаю, что Тимур подарит на ряжении, подарите мышку нормально, за счет, кинем с риму, хорошую, работаешь, тебя, у тебя, у тебя, у тебя, у тебя, разноцветная хуйпами, что вместо мыши, бля, чувак, это рок-гладиус, о, ёпта, ты че, знаешь, что асук рок, не может делать хорошие мышки, ты понимаешь, что у нее разрешение в пять раз больше, чем у твоей мышки, сколько у нее разрешение сенсора? 4 800. Ты серьезно? Нет, я сказал первое, что пришлось не уходить. У этого говна 20 тысяч, понимаешь? 4 800, 16 тысяч, Тимур. Суки. Причем самое смешное, Тимур, это нихуя не помогает. Это вообще не помогает, это вообще не решает что-либо. Да, это не та вещь, это не та вещь, которая стоит гордиться в мыши, я тебе серьезно говорю. Чувак, 12 тысяч DPI и на самом деле, и знаешь, сколько у нее, у нее тысячи-тысячи герц, короче. Это как у всех мыши сейчас современных. Да. Я хуй знаю, бро, я тебе просто говорю, что написано на сайте. У меня было не так, что мышка тоже тысячу, и что? А у нее есть грузики? Мышка. Грузики есть? Есть, да. 50 грамм. И сколько всего? Грузиков один? Или с шагом по 5, как у меня? Бля, бро, я просто хотел сказать тебе, что на самом деле, это хорошая мышка. Пошел ты, бля, все мышки одинаковые, блядь. Если тебе, если тебе нравится эта мышь, пожалуйста, ну просто я тебе, если ты когда-нибудь... Если ты вдруг захочешь когда-нибудь что-нибудь мне подарить, чувак, то как бы вот лучше подари мне, типа, хорошую механическую клавиатуру с поддержкой Mac, ну типа, с Command-клавишей. Ну это я, вряд ли мы найдем, честно так сказать. Нет, я знаю, что ему купить. Я могу, знаешь, я не уверен, что такое можно найти. Есть, они дохуя просто, их очень много. Слушайте, мы продолжаем дальше наши впечатления. Я могу сказать так, я посмотрел четвертый сезон сериала Кассельвания или Кассельвания, как ее почему-то у нас озвучивают, произнеся букву Т, которой там быть не должна. Она Кассельвания, блядь, Кассельвания. 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 Короче, Кассельвания, четвертый сезон, это, во-первых, просто разъеб, ну то есть вот они, как вам объяснить, короче, Netflix сделал первый сезон. Первый сезон состоял из четырех серий. Они были классные, замечательные, но, скажем так, ничего особо выдающегося. И проблема была точно та же самая, что и в «Принце-драконе». Было мало кадров анимации, но в целом Netflix такой, хм, оказывается, пользуется популярность. Они тут же дали денег на второй сезон. Вышел второй сезон, он классный, он замечательный, а потом вышел третий. И третий сезон, это вот такой, знаешь, типичный сезон филлер, в котором, ну, как бы, что-то происходит, но не так классно, как во втором. Нету вот этого, скажем так, задела на что-то, какие-то классные события, может быть, только в конце. А вот четвертый, это развязка абсолютно всех арк персонажей. Некоторые арки очень интересным образом завершены, и в отличие от многих сериалов Netflix, «Косливания» это полностью завершенный сериал. То есть, его можно смотреть с первого сезона, и в четвертом сезоне он закончится, потому что история будет завершена. В отличие от многих проектов, которые Netflix такой, типа, начал, 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 а потом бросил. То есть, здесь реально все хорошо. Сейчас эта же студия будет делать у них спин-офф «Косливания», по-моему, по совершенно другой эпохе. Там вот эта эпоха, она типа про Средневековье, а то, что они сейчас будут делать, она, по-моему, во времена Французской революции. То есть, вот тысяча, там, какой, 1800, я не помню, когда революция была. 1800, да, год? И по того. Подожди-ка, хоть, и вообще, типа, весь лор хоть как-то вообще привязан к человеческой реальной истории. Да, но по самым прямым образом. Типа привязан? Ну, ты же понимаешь, что там вампиры, да? Бля, я просто почему и спрашиваю, типа, при чем здесь это не альтернативная вселенная, это наш реализм. Типа, как бы Трансильвания, типа, как бы Румыния, но с вампирами. Как Resident Evil 8. Ну, да. Типа, Румыния, но 2020 год, но типа, как бы с некими заброшенными девушками. С некими иллюзиями. Там есть Лондон, например, есть Лондон. Ты помнишь, что нам нужно допройти Resident Evil 8? Помню. Там есть Лондон, то есть, как бы, в котором, типа, что-то тоже, как бы, происходит, да, но с вампирами. Есть монстры всякие, которые, как бы, не существуют в мире, но здесь они есть. Ну, то есть, как бы, вроде как и настоящая реальность, а вроде бы и нет. Так вот, я могу сказать, если вы не смотрели Касальванию никогда, то, во-первых, это пиздец, какой разъёб во время анимации, то есть, там, не знаю, этих монстров какими только способами, блядь, не убивают, там. Второй момент. Это Игра Престолов, ещё раз, опять же. То есть, ну, только в роли, скажем так, кукловодов, которые всем этим рулят на заднем плане, выступают, ну, естественно, вампиры, да, потому что они там свою какую-то выстраивают парадигму. И концовка мне очень понравилась, то есть, всё хорошо закончилось, всё закончилось именно так, как я бы хотел, наверное, для персонажей. Многие сюжетные арки закрыты, нету таких историй, что, типа, какие-то непровисшие концы, всё объяснено, всё классно, мне прямо очень понравилось. Если не смотрели, советую. Четыре сезона, каждая серия идёт двадцать минут, не успевает надоесть. Да. И, слушайте, мы говорили много про сериалы и фильмы, мы ещё успели поиграть немножко, у нас впечатление всё с Xbox'а в этот раз, не с ПК, не с PlayStation. Потому что на PlayStation нет. Да, естественно, как и на ПК. Мы поиграли, во-первых, в геймпассе высшего игра The Ascent. Это киберпанковый такой экшн-твин-стик от поляков, и он странный, то есть, я в него ещё сегодня буквально успел немножко понажимать на ПК. Большое спасибо тебе, Женя, он знает, за то, что дал семейный доступ к своему аккаунту. Смотрите, Ascent, он, с одной стороны, красивый, особенно на ПК, на ПК, блин, все дела. Я на 2060 еле-еле посмотрел на это всё, на своей мобильной, но... там RTX, такой, как будто, типа, знаешь, салом обмазали всё. там такой типичный, типичный, техно-демковский RTX. Нахуй все настройки. Отражает каждую поверхность, просто. Да-да-да-да-да, но при этом забавно. Во-вторых, в ней прикольный арт, потому что, ну, он реально смотрится иногда очень даже занимательно. Не просто снимательно, ахуечко смотрится, что ты, бля, давай, нормально скажи, нормально скажи, пиздатая игра на боксе, блядь, сука. Ты через сколько её дропнул? Через 5 часов. Но на самом деле у неё есть одна единственная проблема, она очень однообразная. Она скучноватая. Она была ещё одна игра, по-моему, тоже польская, она называлась Ruiner, и она мне, на самом деле, очень сильно Ruiner напомнила, потому что, вот, вы берёте концепт и кидаете его в красивую картинку, потому что вы умеете делать картинку, как с Ruiner'ом, но геймплей надоедает очень быстро, потому что, если Ruiner пробовал скопировать такой киберпанковский красивый хотлайн Майами, здесь это такой, господи, как эта игра, Alienation называлась. Вот это такой а-ля Alienation. Вот хорошее сравнение с Alienation, просто проблема в том, что Alienation была очень крутая, и тебе прям нравилось играть в Alienation, а здесь ты смотришь, ну да, заебись графон, мне очень нравится графон, Unreal Engine во все поля, очень прикольный там лор, да, если вы там читаете все эти истории, всякие квесты, консцены там какие-то происходят, сюжеты, все классно. Сука, дайте мне нормальный геймплей, пожалуйста. Мне в какой-то момент просто надоело, мне нету, мне нету какого-то негатива к игре, да, то есть там она там типа говно, или прочее, мне просто стало скучно, и мне кажется, что нету вот такой истории, которая как была в Alienation, когда тебя цепляет, и тебе хочется пойти дальше, убивать этих инопланетных жуков, чтобы собрать, блядь, новую пушку и прочее. Возможно, кстати, Ascent поменяется, если ты будешь играть в него с друзьями. В Коопе. В Коопе, да. В Коопе не успели собраться, но сингл, не знаю, по геймпассу попробовать можно, но пока она стоит полторы тысячи рублей, я бы такие деньги за нее не платил. Я бы скидочки подождал, да. Так что Ascent это такое вот, ну, ну, средне. А второе, это то, что Димка тоже вроде как полетал, на той неделе вышел Flight Simulator для Xbox, вот, и я должен сказать, у меня нет впечатления, как у игровой непрофильный пресса, где это amazing, wonderful, mind-blowing, вот это вот все. One of the best ports ever. Да, блядь, она очень, то есть, вот я уже предвижу комментарии в iTunes на YouTube, уберите, блядь, этого хуя из Казани, который хуясочет Xbox и ничего не понимает, но, блядь, я более ленивых портов не видел очень давно. А что тебе не нравится? Всяли ПК-версию, вообще никак ее не меняя, ни меню, ни юзабилити, там, блядь, когда игра загружается с краешку экрана, мышка торчит. Пока ты не двинешь курсорчиком, потом он превращается в круглую эту, в круглую, типа, штучку, чтобы менюшку наводить. В курсорчик, чтобы ты, собственно, с этого делал. Вот, ни черта не оптимизировали. Она идет? В смысле, оптимизировали? Digital Funnel сказал, что это лучше порт Эва, алло. Потом четыре раза, правда, поправились в собственных замерах после этого. В смысле поправились? Что произошло? Ну, типа, что у них и VRR неправильно измерены, что настройки, они не могут сказать, какие соответствуют ПКшным, потому что якобы НДА. И еще, еще, еще что-то. Что? Они не могут сказать из-за НДА? Да, у них что-то, нам разработчики сказали, какие настройки в игре, но мы не можем вам точно сказать это. То есть, блядь, ваша задача была простая, гражданочка. Вы давали такие показания, что вы контора, которая разбирается в где там Ambient оклюжно включены, где выключены, где там какое настройки графики и прочее. Вы что, блядь, не могли на одном мониторе включить компьютер на другом Xbox и тупо сравнить? Или что? Пойнт в том, что, я так скажу, выглядит он реально прикольно, когда все звезды ложатся и вы летаете в тех локациях, в которых вам подсовывает игра. Но, во-первых, словно года с релиза не было. Я, блядь, вернулся в релизовую версию игры. И хуёво работает генератор, где, блядь, пузыри реальности вместо рек. Вот. Где... Ну, мы... Расскажи подробности, потому что ты... Да. То, что ты о том, что ты говоришь, ты рассказываешь, как будто люди смотрели твой стрим. Я могу сказать тебе, что далеко не все смотрели стрим по Xbox симулятору, да. У нас, кстати, еще есть стрим, чтобы вы понимали, что мы это не из балды берем. Что вот ты летишь над Петербургом, и у тебя вместо адмиралтейской слободы стоит, блядь, офисное здание, там, десятиэтажное. Вот. И сам... Ну, это ладно, хуй с ним. Автогенерация, допустим, она любую историческую достопримечательность превращает в высотку. Там особенно красивый Исааки был, который просто такое размазанное пятно. Вот. Но классно, это когда ты летишь по картам бинго, там пидорасит карту высот, и у тебя из финского залива торчат такие водяные пцери огромные. Как будто это... Как черная дыра, знаешь, которая как в Интерстелларе. Сегодня Тимур спинал Интерстеллар, пожалуйста. Да, да, да. И игра танкует, то есть, если ты летишь на Токио, игра спокойно падает ниже 30 фпс, где-то до 20. Это при том, что она не идет 4К. Она идет 1440 фпс с достаточно кривожопой реконструкцией, которые очень хорошо видно даже на стриме. Я могу тебе сказать, что довольно странно вот эти заявления Digital Foundry о том, что игра соответствует настройкам ультры, хотя видно, что на Иксбоксе это не так. Ну, то есть, видно, что они порезали и дальность прорисовки, и тени, которые там иногда от городов и прочих висей. Но тут важно понимать, что эта игра, она в принципе, в принципе не про графон. Это, блядь, симулятор должен был бы быть здесь еще хуже. Но с этим есть пара вопросиков, скажем так. Да, то есть, давайте сразу определимся, что большинство из вас, кто слушает и играет на Иксбоксе, полетают 2-3 дня в этом говне, посмотрят на свой дом и удалят его, и никогда не запустят. И это нормально. Это на самом деле абсолютно нормально. Это что-то нишевый жанр. Да, технический шоу-кейс, шоу-пис, типа, показать вам, как это типа все работает, и вы забудете про это. Но для людей, которые в это играют, типа меня, типа Ваське, за год нихуя не было сделано. Там все еще нихуя не работает авионика до конца. Там все еще адские глюки с навигацией. Просто не работает. Она реально глючит, авионика. Ты можешь, знаете, запустить игру, и у тебя типа ряд клавиш просто тупо не включаются. Да. А потом перезапускаешь, и у тебя другие клавиши отключаются. Если ты пытаешься играть в Microsoft Flight Simulator, как, собственно, в симулятор, все становится еще хуже. И мы искренне надеялись, когда покупали игру в прошлом году, что, ну, ладно, хорошо, мы привыкли, что все симы — это игры в раннем доступе по умолчанию. То есть ты купил симулятор, ну, его где-то год допиливают. Здесь за год ничего не произошло. Они допилили какие-то террейн-паки, которые еще надо отдельно сказать, о-о-о, скачать. Скачать — это тоже целая история с Flight Simulator. Ну, ладно. Но они никак не тронули геймплей. И если вы думаете, что вот сейчас я зависну в этой игре на очень долго, качая Flight Sim, обязательно вбейте в себе в голову. Это игра, в которой нет геймплея. Это игра, где вы развлекаетесь сами, придумываете сами себе задачи и придумываете сами себе развлечения. Если вы этого сделать не способны, или если вам насрать на самолеты, для вас это будет вот буквально игра по паттерну. Вы скачали 200 гигабайт из Лайва, запустили ее три раза, полетали над достопримечательностями, посмотрели на свой дом, который, скорее всего, дыра в земле. Или, скорее всего, весь город сломан, как Санкт-Петербург, на котором мы летали на стриме. Да, да, да. И вы удалите. Просто пиздец. И вы это удалите. Там карты бинга просто отвратительные. Вот. И вы это удалите и никогда больше не включите. Поэтому с Flight Simulator вот просто зерна от плевел надо отделить. Вот и все. Тем не менее, все равно приятно, что на Xbox сейчас хоть что-то появилось, что можно включить. Ну да, плюс-минус. Ты согласись, что это идеальная игра для геймпасса? Да, это идеальная игра для геймпасса. Мне кажется, что это идеальная игра в первую очередь для дзен-состояния, которого вы хотите достигнуть после работы, после зала или еще что-нибудь такое. Возвращаешься такой пилот пилотом самолета. Ну, теперь по Аркаде полетаем. Не-не-не. Если возвращаешься там из зала после, блядь, хуёвой работы в офисе, короче, ты садишься в итоге за штурвал самолета, возлетаешь откуда-нибудь, блядь, из джунглей или, например, там типа из Нью-Йорка и летишь в джунгли, ну там типа на Бали, например, короче, и ты летишь там на Дон-Океан. под тобой океан и ты такой думаешь, так, блядь, а хватит ли мне топлива, дотяну ли я сейчас там типа до ближайшего аэропорта, там, например, где-нибудь в Индонезии, короче, или еще что-нибудь такое. И ты такой летишь, снижаешься вниз, а там горы, какие-нибудь острова там и так далее. Блин, ну это же прикольно. Никто не спорит в том, что это прикольно, Тимур, просто проблема в том, что Макс почему-то не говорит, это то, что игра в Early Access, в жестком Early Access, в ней не работает авионика в самолетах, который, блядь, сука, там уже год, нахуй, с релиза. Причем даже в примитивных самолетах типа Cessna. Причем самое смешное, что есть же, блядь, и другие симуляторы, не знаю, вон есть DCS, например, Digital Combat симулятор, который вообще делают, блядь, русские люди в этом, которые делали фланкер. Помнишь, блядь, фланкер был такой? Вот. У них, блядь, почему-то авионика в самолетах работает, блядь, а здесь какие-то проблемы с этим. Где, блядь, русская студия, и где и, блядь, Microsoft и особо? Ну как бы, камон. Это первый раз момент. Второй момент. Есть некоторые моменты из генерации ландшафта, которые очень странные. Ну ладно, окей, вы запустили свою нейросеть, она иногда глючит. Понятно, что она... Чувак, у тебя есть доступ для полета весь мир. Я не спорю, братан. Ну просто, понимаешь, это Early Access. На это надо делать скидочку, а не говорить в обзорах Digital Foundry о том, что, типа, это, блядь, идеальный порт. Да говно это, а не порт, братан. Я хочу на Xbox, который, блядь, 12 терафлопс, и который, пиздец, какая игровая видеокарта, да, если так можно выразиться, по сравнению с тем, что у меня стоит в ПК, мощности до жопы, играть, блядь, хотя бы в 60 FPS, а не в 30. Я хочу, чтобы у меня не были порезаны тени, я хочу, чтобы у меня настройки, как утверждает Digital Foundry, соответствовали ультре, а это не так. И ты играешь в эту игру и такой, типа, да в пизду, лучше я на кампе в неё поиграю. Всё. Вот и вся история. Короче, с Flight Simulator... Ты помнишь, да, что на анонс Xbox Series X кого пригласили первым делом? Кого? Digital Foundry. И вот здесь, я думаю, логично закончить. Слушайте, давайте... Давайте аккуратно поговорим про наши статьи недели, которые мы хотим посоветовать, но у нас, так как у нас не было две недели, это поэтому это будут статьи двух недель. Мы много читали. Одну из них я вам уже... Да, одну, ну как бы частично мы вам уже перечисляли, что, например, очень круто почитать статью про студию Weather Factory, которая как бы у нас сегодня была в подкасте, когда мы рассказывали про то, как чувак, глава студии, пошёл, типа, войной обратной на чуваков, которые хотели отжать у него компанию, типа, за счёт, с помощью, вот, с помощью вот этого сексуального скандала Мету, как бы, и на самом деле всё оказалось совершенно не так, типа, и вот он пошёл в обратную, в обратку, вот. Очень крутая статья, почитаем, но давайте ещё другие статьи. Да, там есть статья на Теджурнале, которая называется «Обдурить одних и подорвать других». История мошенника, который обманывал церковь мормонов и устранял врагов бомбами. В смысле, подожди, то есть ты хочешь сказать, что подорвать других это, типа, не в переносном смысле, это не бомб, и, типа, не жопы подорвать. Знаешь, это, как говорится, понинтендед и в прямом, и в переносном смысле. Подожди, а в прямом смысле он, типа, всерьёзно подорвал людей? Подорвал жопы мормонам он в переносном смысле, а подорвал других людей он в прямом смысле. Пиздец. Короче, реально очень интересная история о том, как чувак торговал древностями, ну, то есть, там, всякими старыми документами, там, монетами и прочее, прочее. И он был очень тесно связан с церковью мормонов, которая очень популярна в Salt Lake, по-моему, City, или как он там? Да, Salt Lake City. Да, Salt Lake City. Где там чуть ли не каждый, каждый второй мормон, если не каждый первый. И история в том, что в какой-то момент чувак разочаровался в церкви мормонов и начал делать подделки под их артефакты. То есть, ну, условно, представьте себе фейковую библию, да, там, типа, написанную хуй-памикем, в которой подтверждается история, там, типа, которую рассказывает мормонская церковь, но прикол в том, что это фейковая библия. Вот. И в какой-то момент он основательно взорвался, что ему пришлось конкурентов устранять бомбами. Это реальная история, которая произошла в этом мире. Вот там очень интересная статья, я советую ее почитать, и я уверен, что какой-нибудь, блядь, Netflix по этой истории снимет когда-нибудь там фильм. Стоплодолбок. Блин, какой пиздец. Или сериал. Хорошо. Да. Вторая статья, которую мы хотим вам посоветовать, она посвящена тому, как разные селебы катались в нашу замечательную, чудесную, прекрасную страну, как в Россию, так и в Советский Союз. Не хочу, реально не хочу пересказывать содержание. Слушайте, там есть тот самый случай, о котором мы много раз говорили уже в Завтракасте, о том, как Афикс Туин умудрился отравиться в России. Билишайбе. Блядь, это просто пиздец. Короче. Я, кстати, когда Макс добавлял эту статью, я больше всего подумал о том, что я же был в свое время букинг-менеджером клуба Арма-17, я привозил огромное количество джиев, начиная там во всяких Свена Фетта, типа Рикардо Вилолобус и заканчивая всякими там Эрнаном Кантани, Сатоши Томи, и так далее. Блядь, у меня этих историй. Пиши статью Тимур. О том, как был какой-то пиздец, просто дохуя, как бы. Но, знаете, из самого безобидного я уже много раз рассказывал на ДТКД, как бы, о том, что, типа, был момент, когда мы опаздывали, типа, на Новый год, и, типа, мы едем с чуваком в раздолбанной Сонате, в Hyundai, короче. Это был наш доверенный водитель, который, типа, в любую секунду, вот ты был, в любую секунду мог его вызвать, типа, он когда угодно приезжал, и, короче, чувак, который такой, типа, ну, там, тебя могут довезти куда угодно, когда угодно, типа, и выполнить самые твои адовейшие вообще поручения, и, короче, Новый год, 23.59, и я сижу с диджеем Сашей в машине, короче, мы подъезжаем куда надо, и, короче, ноль часов, Дмитрий Медведев вещает, и он такой, говорит, я такой, типа, yeah, it was, like, you know, this is the moment I would, like, at least, imagine, to, you know, meet up the new year with DJ Саша, и он такой, так вот, yeah, ну, короче, в общем, это было очень смешно и очень прикольно, как бы, когда ты совершенно с неожиданными людьми проводишь совершенно неожиданные ситуации в жизни, короче, у меня таких историй дохуя просто. Поскольку Тимур не написал никакой статьи, мы вам советуем именно это. Да, обязательно почитайте. Драка с байкерами и отравление беляшами, это минимально того, что там есть, есть и круче. Слушайте, а у меня статья про мифы и про вакцинацию, помните историю же о том, что существуют люди, которые верят в то, что вакцины тесут смерть? Ну, естественно. Вот. И, в принципе, ты знаешь, опровержений таких людей очень много. Объясни, в чем прикол статьи, потому что статей таких типа якобы, их на самом деле якобы много. Якобы много. И все-таки говорят, да бля, ну это же хуйня полная, потому что все вот эти опровержения вакцинации, это же, это типа, вот это все, вот они же там от МТС, они же чипы вставляют. Понятно. Я не спорю, что таких статей много, это одна из точно таких же статей, просто там хорошо все как бы, знаешь, собрано, то есть. Короче, почему именно эта статья? Потому что мне показалось, что она классная. Я не знаю, как объяснить. Нет, нет, давай деклад. Смотри, что в ней такого, почему ты ее реально советуешь? Я ее советую, потому что в ней описываются мифы, которые люди перечисляют очень часто. Ну то есть там, а правда, что... И типа прям по полочкам разбивается типа каждый день. именно поэтому. То есть, а правда, что там, не знаю, там типа, от вакцины умирают? Нет, не правда, потому что потому. А правда ли, что там от вакцин там типа содержит там, не знаю, какие-то вредные вещества? Нет, не правда, потому что потому. И так, блядь, на все вопросы. Естественно, тех людей, которые, скажем так, против вакцин, она вряд ли убедит, но я могу сказать, она помогает структурировать ваше знание, ну плюс-минус по полочкам. Чувак, я сегодня разговаривал с моим довольно дорогим мне человеком, типа, и человек мне говорил следующее, типа, о том, что вот там вакцина, пиздец, неизучно, вот после этого, типа, описать тебя вколят и умирает. Это, чем я говорю про мою маму. Так. Вот ей сейчас вколят и она умрет. Ну? И что? Я говорю, ты понимаешь, типа, что она сейчас ест процитамол и умрет? Она такая, в смысле? Я говорю, ну, процитамол уже там тоже есть дохуя, типа, очень... Протом, можно даспирин умереть? Нет, я просто типа, охуевших совершенно побочных эффектов, которые могут возникнуть у тебя. Типа там где-то безумные, там, ну, там там реально дохуя побочных эффектов. Там от, типа, всяких противоаллергенных тоже дохуя побочных эффектов. Я говорю, вот ты, вот ты сжираешь? Таблеточку. Да. И типа, и чего? Короче, он такой, нет, ты не понимаешь, тут же вакцина, ты идешь добровольно. Ты помнишь, как Хит Леджер умер? Добровольно тоже. Помнишь, как Хит Леджер умер? Нет, я не знаю, как он умер. Хит Леджер, сначала все думали, что он умер от наркотиков. то есть, ну, как бы, типа, звезда, там, кино, там, нажрался кокса, блядь, наше сердце бомбануло, и все, до свидания. Нет. Он умер от того, что он после тяжелых съемок пришел в гостиницу или в номер, не помню, где он там был, он сожрал снотворное, чтобы заснуть, и запил его алкоголем. Этого делать, ну, как бы, нельзя. Но, как бы, вот так получилось. И сожрал он таблеток много, то есть, не одну, а там, типа, условно, три таблетки. Типа, чтобы точно выспаться. И все, и до свидания, понимаешь? И он так делал много раз, и все прокатывал, но в этот раз не прокатило, понимаешь? А я тебе напоминаю, что можно умереть от аспирина, кровотечение в желудке, и все, и до свидания. Я за что открылся, и до свидания. Вот я ровно об этом же тоже самое говорю, о том, что типа... Ну, короче, давай не будем говорить про плохое, я могу сказать так, мифы о вакцинации. Вот статья про эти мифы, которых чувак, тот, который ее написал, попытался хоть как-то там развеять всю эту историю. Может быть, он может вас убедить, может быть, нет. Почитайте. Слушайте, я хотел вам посоветовать охуительную статью, короче, про создание и жизнь, и существование канала ТВ6. Если вы слишком молодой, и вам там типа 20 лет, то, скорее всего, вы вообще не знаете о существовании ТВ6. Но если вы старый пердун, как и мы, типа, которому там 32, 35, 37, 40 там типа лет, то, конечно же, вы знаете про ТВ6. И там охренительно классно собрана вообще статья о том, как он был создан, какие у него были перепития, какие там были программы, как они вообще существовали. И если вы человек, которому там условно 32+, то вам будет очень интересно почитать, как бы о том, что типа может быть многие вещи за тебя. Я знаешь, за что любил ТВ6? За то, что там показывали сериал Lex, который я очень любил. И там показывали Вавилон 5, который я очень любил. они специально купили эксклюзивные права, там тоже про это написано. Очень круто. Короче, вот тут вот, да, по ностальгическим, по ностальгическим яичкам. Да, короче, читайте, очень крутая статья. Следующая статья рассказывает о теории разбитых окон. Что это за теория такая и, в общем-то, в чем ее плюсы и минусы? Это же очень старая теория. Я про нее читал. Старая, потому что изначально она проходила в Нью-Йорке в 70-х, 80-х, ну, плюс-минус-тире. История была в следующем. Были молодежные банды и, скажем так, полиция не справлялась с преступлениями, пока один из ученых мне предложил такую теорию. Вот смотри, есть, ну, предположим, какое-нибудь здание, да, небоскреб, например, и в нем на втором этаже кто-нибудь разбил окно. Ну, то есть, вот, дырка в стекле, да, и все. Спустя какое-то время скорее всего тот человек, который из хулиганских побуждений захочет там как-то что-то сделать, он увидит, что там, ага, никто не меняет стекло, ага, типа, давно уже разбито и прочее, в пятый день натыкаюсь, а дай-ка я второе стекло разобью тоже. Возьмет камень, кинет его и разобьет второе стекло. Или его дружба спустя какое-то время там третий чувак такой подумает, хм, блин, тут походу никто не смотрит за этими стеклами и за этой частью здания, наверное, дай-ка я здесь графитку нарисую какую-нибудь классную, чтобы во всю стену расхуерил это графиткой и все заебись. Другой чувак приходит такой, хм, тут граффити нарисовано, тут стекла разбиты, здесь никто не ходит, пойду-ка я нассу здесь в углу, знаешь, там, или нассру еще, на боку всему, чтобы по максимуму. И спустя какое-то время это место с точки зрения там криминальной обстановки уже идеально происходит для того, чтобы там, типа, какой-нибудь барыга тебе наркотики продавал. Ну и так далее и тому подобное. То есть одно ведет за собой другое. Идея теории разбитых окон в том, что а давайте-ка мы, наверное, возьмем наш вот замечательный мегаполис Нью-Йорк и будем выводить полицейских на все злачные места города. Если где-то граффити нарисовано, мы его закрашиваем. То, что, кстати, делают в Москве и очень часто по этому поводу люди бомбят. Что, типа, зачем закрасили красивое граффити? Нет, чувак, там закрашивают граффити, которое изначально было согласовано мэрии Москвы. Их закрашивают. Пошел нахуй. Нет, пошел нахуй ты. Дед, просто. Блядь, меня просто бомбит Россия для грустности. Окей, то есть закрашивают. Хорошо, плохое граффити закрасим. Там, типа, если где-то разбиты окна, их поменяют. Если где-то там не вкручена лампочка в каком-нибудь, я не знаю, там, в темном переулке, значит, надо ее туда вкрутить и так далее, и тому подобное. Так вот, история в том, что какая-то теория разбитых окон якобы помогла Нью-Йорку перебороть преступность. Проблема в этой теории две. Первая, она придумана одним человеком, и вторая, этот человек так и не смог доказать, что эта теория прямо повлияла на преступность. Понимаешь? То есть, как бы, вот сиди и думай, помогает это или нет? А может быть, стоит... Я тебе могу сказать, что скорее всего она, кстати, влияет, потому что даже заметь в кино, например, когда хотят изобразить максимально неблагополучный район, они используют все эти тропы, типа разбитые окна, граффити там и так далее. Ты понимаешь, что ты борешься со следствием, а не с причиной? Из-за чего причина того, что там, условно, в негритянском квартале продают наркотики? Почему? Как ты думаешь? Потому что... Нет работы. Нет работы, нету перспектив, и это единственный способ заработать денег, да, которых у тебя, и твоя задача с точки зрения там градострогильства или там прогрессивного какой-то истории, либо раздавать бабло, то есть подсаживать всех на пособие, тогда они не будут торговать наркотиками, ну, по крайней мере, не все, скажем так, либо как-то жестко с этим бороться. Вот тебе два варианта. Но это не происходит из-за того, что там насрано в углу, понимаешь? Нет, там насрано в углу, А может быть происходит, а? Ну, в общем, эта теория примерно такая. То есть как бы вот вам статья про эту теорию. Такая статья. Да, и последняя статья, которую мы хотим вам посоветовать, она на русском языке, офигенная совершенно, даже если вы не интересуетесь, фотографией, называется «Негативы, которых не было, что Роберт Капа снял в Нормандии». Это развенчивание очень старого мифа. Статья не новая, но я просто только сейчас на нее нарвался. Это развенчивание старого мифа про то, как снимались фотографии высадки в Нормандии журналом «Лайф». И самое главное, что вам надо понимать в этой статье, почему вам ее надо прочесть, как работает манипуляция информацией, как она превращается в миф, и как потом тяжело с ним бороться. То есть история интересная, она очень хорошо расписана, она очень хорошо дает экскурс в историю фотографии, что даже в 40-е годы фотошопа и ретуши было до жопы, не думайте. Я сразу вспоминаю ту историю со Сталином, знаешь, у которого, типа, рядышком его друг набежная вырастала. Никого нет уже. Всех отретушировали. Короче, история отличная, почитайте, и даже если вам абсолютно плевать на фотографии, это просто очень хороший детектив. Слушайте, ребята, мы потихонечку заканчиваем. Я хочу первую очередь поблагодарить по нашим извечным заветам, во-первых, тех людей, конечно, которые нам знаносят на Патреоне. Вот, это очень круто, потому что, пацаны, вас более 300 человек, это очень круто, как бы, потому что, на самом деле, такие показатели не у многих подкастов есть вообще в целом, типа, не только в России, но и за границей даже, как бы, это, на самом деле, очень круто, вот. Вот, и классно, типа, что вы с нами, что вы провели с нами сегодня время, потому что те, кто смотрели нас сегодня в лайве, 6 часов почти, блин, ну это вообще жесть, вообще какая-то. Вы настоящие герои, да, что досмотрели наш подкаст до конца. Те, кто посмотрели, короче, нас вживую, вообще герои, те, кто посмотрели нас в записи, там, с трех присестов, вы тоже герои, те, кто нас прослушали уже сейчас, когда мы уже закончили записывать этот подкаст, и вы послушали запись, знаете, с 4 или тоже с 6 раз, просто, знаете, там, разбили на 15 частей, конечно, ну, тоже понятное дело, но это очень круто. Но, все равно, в любом случае, мы хотели, в первую очередь, конечно же, опять же, поблагодарить людей, которые заносят нам на Патреоне, это очень классно, и людей, которые теперь нам заносят на Apple Podcasts, вот, потому что, напоминаем вам, что у вас теперь больше 200 человек. На самом деле, это самый крутой показатель в России. Ни у одного показателя, ни у одного подкаста, кроме Завтракаста, нету такого количества платных подписчиков на Apple Podcasts в России и вообще в СНГ, кроме, ну, кроме нас, по сути, потому что, как бы, даже ближайший к нам показатель, это у Кристины Вазовски, во всех, вообще во всех ее подкастах, она там сделала канал с кучей подкастов, короче, вот там, и то меньше людей, чем нас, как бы. Ну, я, конечно, в шоке, это очень круто, типа, что у нас настолько классная, крутая аудитория. Вот, ребят, спасибо вам большое, и мы хотели бы благодарить, опять же, по старой традиции, всех людей, которые нам заносят на Патреоне больше всего денег, вот, и это, в первую очередь, Александр Давыгора. Дай-ка я зачитаю этим мочек. Давай. И отдельно мы хотим благодарить наших патронов, которые заносят нам больше всего денег на Патреоне, это Александр Давыгора, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Дмитрий Коробенков, Евгений Неверов, Екатерина Александровна, Замбарь из NTLIT Recruiting, Ильин Егор, Михаил Аронов, Сахалинец, стример Элберн, Алекс Колов, Антон Ленский, Артем Логинов, Артур Голиулин, Артур Васильев, Денис Бондаренко, Евгений Петрунко, Функа Попраша.ком в коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яффа, Илья Кузнецов, Джаггер Меш, Маскульт, подкаст про книги, игры и фильмы, которые сделаны нас такими, какие мы есть, Майк Брюханов, Мистер Бёрни, Мистер Валери, Нексен Су, Никита Попков, Никита Стрельников, Пан Котик, Павел Петлич, Павел Стариков, Радамса, реплей ГМСПБ открыты, Сафар, Ти Юджин, Валерия Неборская, Владимир Ходоков, Зив Берковский и один из автрашей, который посчитал нужным остаться анонимным. Короче, ребят, спасибо большое, что вы нам заданчиваете на Патреоне, мы напоминаем вам, что именно благодаря вам мы продолжаем существовать, потому что, ну, если честно, конечно, делать подкасты, шоу, стримы и кучу всего остального в течение почти уже скоро шести лет, это, конечно, тяжеловато, но, блин, на самом деле, мы получаем от этого удовольствие, это очень круто и очень классно, что вы с нами, что вы нас поддерживаете и нам очень нравится, что вам тоже нравится то, что мы делаем, да, это очень круто. У меня на счетчике в ОБСке 5 часов 31 минута, это наш рекорд? 5.30, да, наш рекорд. Да, а если что, на Zoom 6.52. 7 ебаных часов с вами двумя, я не буду скучать. Да, давайте. Димка, ну, а тебе завтра надо быть 19 часов в центре Москвы. It's only dreams now, все. Давайте, всем спасибо, что смотрели, всем спасибо, что нашли, до следующего раза, всем пока.